Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, до завтра. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь, Игорь, давай еще раз спокойно Поговорим, обсудим все Обсудили уже Мне ничего не нужно Ты можешь забрать все, что хочешь Я прошу тебя, сына у меня не забирай Оленька, Зайенька Раньше надо было Свои ментарские мозги включать Я тебя умоляю, ну пожалуйста Ну подумай, хорошо Прошу Раздевайся, в койке поговорим Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Субтитры сделал DimaTorzok Кирсанова, можно тебя на пару Горин, не напрягай с утра Субтитры сделал DimaTorzok Тут сводки о происшествиях за прошедшую ночь Ольга Ивановна, вас полковник Стромов вызывает Срочно к себе Баженова, а со мной сегодня что? Что-то не так? Что ты на меня так косишься? А вы что, не знаете? Нет Может просветишь? Я думаю Полковник Стромов вам все объяснит Я пойду Кто его обнаружил? Соседка Поднималась по лестнице Увидела, что дверь была приоткрыта Она вошла А там труп твоего мужа С огнестрелом Кто дело ведет? Горин И я бы, чтоб не уцепился Змееныш Все мечтает меня подставить В кресло мое метит Сергей Петрович А почему меня-то подозревают? Соседка второго этажа показала Что видела тебя ночью Выходящей из подъезда Она, кстати, тебя хорошо знает И что? Да, я была вчера у Игоря А что тут такого? Я что, к мужу, что ли, не могу зайти? Мы, между прочим, еще официально не разведены Да зайти-то ты, конечно, можешь Только она утверждает Что видела тебя в час тридцать И именно в это время Предположительно наступила смерть Кирсанова Да вы что, вы Вы что, действительно верите в то Что это я могла его убить? Нет, Игорь, конечно, был порядочной сволочью Но чтобы убить? Вот мы и должны доказать твою невиновность А пока давай Иди к Горину, дай показания Потом к экспертам У Кирсанова под ногтями Обнаружены частицы кожи Это я могу вам без экспертов сказать Что, скорее всего, это мои Мы подрались вчера с Игорем Ну, не убивала я его Я когда уходила из его квартиры Он был еще жив Оля, Оля, Оля Я тебя прошу оказывать Полное содействие следствию Я поняла Разрешите идти? Иди Да От текущих дел Я тебя Пока остраняю Извини Насколько мне известно Вчера вечером Чита Кирсановых Ужинала здесь? Абсолютно верно Поужинали А съехались А вот из показаний официантов Следует, что они вчера вечером Повздорили Ну, мало ли, что между супругами бывает Это вы сейчас Кирсанову защищаете? Никого я не защищаю Ну, послушайте Я Ольгу Иванову знаю давно Да, она вспыльчивая, резкая Может и словом уколоть Но убить Не верю Аристар Георгиевич А позвольте поинтересоваться Каким образом Вы Обычный администратор Даже не родственник Стали вдруг владельцем двух ресторанов Кирсанова Обычная практика Оформляет бизнес на доверенных людей Рестораны Кирсанов действительно Переоформил на меня А сеть закусочных На себя и Виноградова зарегистрировал А Виноградов это кто? Партнер Кирсанова По бизнесу Ага И давно они работали вместе? Не знаю Меня Игорь Валентинович Такие тонкости не посвящал Ситуёвина конечно не весёлая Не весёлая? Да всё на мне сходится Как ни крути Зачем вообще-то надо было ехать? Да потому что он собирался Забрать Егора Что мне нужно было делать? А чего ночью попёрлась? До утра не могла подождать? Папа Да я на эмоциях была Я вообще мало что соображала Он мне когда про Егора сказал Мне вообще перемкнуло Ладно-ладно-ладно Успокойся Давай подумай вместе Что делать? Безвыходных ситуаций не бывает Главное у них нет Орудия убийства Папа Ты ж знаешь Захотят и без ствола Меня к делу прикрутят Ну Давай без истерик Идеальных убийств не бывает Какая-то зацепочка должна быть Важно выяснить мотив Кому была выгодна Смерть Игоря Да откуда я знаю Я давно уже его делами не интересуюсь А теперь придётся Поинтересоваться Еще надо как-то Егору Сказать про смерть отца Давай не сейчас только Ну как ты тут Обжился На новом месте Куда я денусь Обживусь В нашей квартире я всё равно жить бы не смог Там всё кругом Катюша напоминает Пап Мне тоже сестры не хватает Подождите Вы что же думаете Что это я Игоря заказал Да мы с ним вместе сто лет работаем Во-первых Господин Виноградов Успокойтесь Я вас пока ещё ни в чём не обвиняю А во-вторых Мало ли Может у вас разногласия возникли Деловые например У нас не было никаких разногласий Но всё-таки Одна половина бизнеса у вас Вторая половина Доля Игоря По закону В полном объёме Должна перейти к его наследникам То есть к жене и к сыну Так что мне С его смерти Навара никакого Ладно Проверим Проверим Рич полковник Вы почему отпустили Кирсану Не забывайте-то полковник Здесь я ваш начальник А вы мой зам По этому решению здесь Принимаю я У вас есть что сказать по существу? Есть Пришли результаты экспертизы Так вот Частички кожи Обнаруженные под ногтями убитого Принадлежат Кирсановой Она этого не скрывает У них была стычка Ольга Ивановна Человек спыльчивый Может и врезать Но чтобы убить У неё есть мотив для убийства Интересно какой? Официанты в ресторане Слышали часть разговора Между Ольгой и её мужем Так вот Тот собирался Отсудить у Ольги сына Чем не мотив для убийства? К тому же У меня уже есть Ордер на обыск В её квартире На котором я хочу Присутствовать лично Не могу изобретить Это Катя, да? Аккуратней, пожалуйста Мама, мне ещё долго тут будут ходить? Не волнуйся, Егор Они скоро уйдут Товарищ подполковник А позвольте поинтересоваться А что мы тут ищем? Вы мне скажите Может я вам сразу отдам? Выдайте нам орудие убийства Сильную обяженность Товарищ подполковник Понятые Чтобы не произошло Сидеть тихо, понял? Все видели? Ольга Ивановна, это ваше? Нет Оружие при понятых нашли Я уже сказала Это не мой Не ваш Тогда чьи? Приступайте К процедуре изъятия Куда? Изъятие оформлено Нужно будет его деду позвонить Пускай приедет Давай Баженова вызывай Пусть с мальчиком посидит Дуйте за него Быстро за ней Вон она Ало, ну все, да А, закончил? Да, здесь все Да, завтра Поварить Эй, что ищете? Ее здесь нет Давай назад Эй, эй, что такое Господи Эй, вы как? Вы меня слышите, а? Фух, слава бог, жива Сейчас, сейчас, сейчас Скорую вызву Ничего, я в порядке Отвезите меня отсюда Может все-таки Уже скоро? Жалко, я же сказала Я в порядке Вы можете меня отсюда отвезти? Могу так Я не буду никуда заявлять Поехали Отвезите меня отсюда Поехали? Ну как вы могли Ее упустить, а? Ну как? Товарищ подполковник Она как сквозь землю провалилась Да ты сам у меня Сейчас провалишься Я поражаюсь Два мужика Два здоровых мужика Одну бабу поймать не смогли Вы где служите? Она не просто баба Она майор полиции Что? А вы кто? Вы что, пацаны, что ли, с улицы? Глядите, дождетесь у меня Пойдете шлагбаумы На стоянках поднимать В розыск ее объявить Немедленно А со Стромовым согласовать? Да у нас подозреваемая В убийстве сбежала Какие могут быть согласования? Что стоим? Что стоим? Выполнять! Здравствуйте Привет Спасибо большое Ты очень красивая Послушай, давай на ты Я не люблю выкатить Я тоже Ну, что будем делать? У меня сегодня прошла Очень неудачная сделка Так что любой твой каприз Сделка Чем занимаешься? Я риэлтор Продаю и покупаю недвижимость Что будем делать? А Сейчас, секунду Алло Васян-то ты? А что случилось? Поняла Скоро буду Слушай, тут такое дело Надо срочно бежать ловить бандитов Ну, не совсем бандитов Мы просто Может, завтра встретимся Ну, завтра так завтра Ну, пока Ну, пока Ну, пока Пока Спасибо за цветы У вас мобильный есть? Я свой дом и забыла Да, конечно Вот Спасибо Алло, пап Это я Да Слушай, меня какое-то время не будет Егор один дома Ты забери его, ладно? Заберу, что он с тобой Пап, все хорошо со мной Я потом тебе еще наберу Аристар, добрый день, это Ольга Добрый день Нужно увидеться по важному делу Могу подъехать прямо сейчас? Да, я на месте Хорошо, скоро буду Привет Привет А ты что с цветами? Батарея А где мальчик? Он там, в комнате Можешь идти Включи Спасибо, пока Пока Привет Егор Я понимаю, как тебе сейчас тяжело Ну, поверь, я вот Ну, нисколько не верю, что твоя мама в чем-то виновата Правда? Конечно Потому что твоя мама очень хорошая У нас пистолет нашли Пистолет? Из него кого-то убили? Да Да Не знаю Пистолет, говоришь А скажи, ты в школу-то еще не ходил? Нет Я весь дом дома Наши каникулы А, да, точно А домой к вам никто не приходил, пока мама на работе была? Приходил Точнее, приходила Женщина какая-то Аристарх, прости, что наехал на тебя позавчера Да проехали, присаживайся Ты, наверное, голодная? Принести что-нибудь? Да нет Слушай, а как ты думаешь Кому Игорь мог так помешать, что его убили? Не знаю Меня следователь тоже пытал по этому вопросу С ресторанными делами у Игоря вроде все в порядке было А этот его партнер, Виноградов Вот с ним в последнее время не было никаких проблем? Да нет Все было как обычно Аристарх, миленький, ну вспоминай Но мне сейчас важна любая деталь Ну хорошо, если что-то вспомню, обязательно скажу Что-то еще? Да Сходи к метро, купи пару-тройку левых симок И пару телефонов Ладно Я потом тебе деньги отдам Располагайся Я скоро Добрый день Здравствуйте Иван Семенович, ну подождите Я вам еще раз говорю Я не верю в виновность Ольги Ивановны Я просто хочу ей помочь Спасибо Спасибо Но Вам лучше не влезать в это дело Садись Мало ли, как оно еще обернется Ну я не могу просто так сидеть и смотреть Как хорошего человека черти в чем подозревают Да пускай они лучше настоящих убийц ищут Дед, она хорошая Ей можно верить Садись Хорошая Дайте-ка мне на всякий случай ваш телефончик Хорошо Вот, все купил Спасибо Оль, я тут пока ходил, кое-что вспомнил Говори Игорь и Виноградов Собирались большую часть своих закусочных Переоформить на подставных лиц Зачем? Ну как Это уклонение от уплаты налогов Аристар, завтра вот эту всю информацию Ты скажешь Горину Да завтра он сам все узнает Информация же не секретна Я прошу тебя Ну хорошо, сделаю Алло, пап Ты Егора забрал? Да, Егор со мной Спит Перенервничал мальчишкой Ты-то как? Ничего, нормально А Егор как? В порядке? Да, земляная из управления сидела Баженова что ли? Ага Она предлагала помощь Она тебе верит Я взял у нее номер телефона Папа А можешь позвонить ей из автомата И узнать ее адрес? Могу Хорошо Я тогда минут через десять тебе перезвоню Добро, дочь, добро Ольга Ивановна Ты одна? Да Можно? Конечно, проходите 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 Значит, Егор сказал, что утром заходила женщина из ЖЭКа? Типа из ЖЭКа Я думаю, она и подбросила вам бессонет Сколько раз я ему говорила Не открывать дверь посторонне Ольга Ивановна Если вам подбросили ствол Значит, вас хотели подставить Это однозначно Господи, Лена Ну, нет у меня сейчас таких дел За которые мне нужно так жестко сливать Я уверена, что это какое-то недоразумение Это стечение обстоятельств Наверняка Игорь во что-то вляпался За ним ходил киллер Тут я в удобный момент подвернулась Вот и все Слушай, Лена Пойди завтра к Стромову И попроси, чтобы он прикрепил тебя к группе Горина Что? Да, пусть прикрепит Горин начнет копать некоего Виноградова Мне нужна вся информация, которую он нароет Ольга Ивановна, да вы же знаете Что Стромов никогда не подключит меня к расследованию Ну, кто я для него? Девочка на побегушках Ну, ты практикантка, конечно Он тоже будущий опер Хватит уже почту разносить Пора приступать к делам Да Только для Стромова это не аргумент Значит, найди свой аргумент Вот это и будет твоим первым заданием Да Разрешите? А, Баженова, заходи Что у тебя? Товарищ полковник, я... Вот К фарапорту Лена, я, конечно, понимаю, что эта девушка молодая Тебе хочется быть в гуще событий Ну, давай с этим немножко подождем Наберешься опыта И месяца через два-три вернемся к этому вопросу, хорошо? Товарищ полковник Я считаю, что для того, чтобы разобраться в убийстве Кирсанова И причастности к этому Ольге Ивановне Нужен свежий, незамыленный взгляд Да И он должен быть твой Да Я в управлении человек, но вы И поэтому могу оценить ситуацию абсолютно объективно Но поймите, в этом деле все слишком гладко И все указывает на виновность Ольги Ивановны Поэтому многие важные детали могут быть упущены А это недопустимо Я прошу вас, разрешите мне разобраться в этом деле Ну, пожалуйста Ну, а что? Мне нравятся такие Наглые, настырные О, Егор Как спалось? Не замерз ночью? Нет Дед, а когда мама приедет? Да скоро Мне кажется, что ты меня обманываешь Ну, скажешь, что же Ну, как я могу тебя обманывать? Мама звонила У нее все в порядке Сказала, скоро приедет А папа? Почему он не едет? Ну, и папа тоже Он это Как его? Его в командировку отправили Он тоже звонил Сказал, как только прилетит Сразу приедет к нам Ну, хватит вздыхать Пошли завтракать Похоже, у нас появился подозреваемый Кто? Виноградов Месяц назад они с Кирсановым Стали переоформлять свои закусочные На новых владельцев А почему вы решили, что Виноградов Может быть подозреваемым? Есть у меня подозрение Что кто-то кого-то в этом переоформлении кинул Если Кирсанов Виноградов То вот его мой мотив для устранения Кирсанова А если наоборот Виноградов кинул Кирсанова То уже работает Кирсанов мог начать обо всем догадываться И Виноградов его устранил Товарищ майор, а можно поподробнее? Ну, я тебе еще секретарь Обо всем докладывать надо Возьми и посчитай Барсин Ты получил заключение баллистов? Они клялись-пожили, что через полчаса Сами занесут Ладно, ждем Александр Геннадьевич, а кто такой Жилин? Там же все написано Юрист компании Кирсанова Виноградова По совместительству адвокат Виноградова Может я тогда чуть подробнее Про работу этого Жилина? Ну, как адвокат Виноградова Он мог действовать в его интересах Заключая сделки Здесь важна каждая зацепка Ну, давай копни его Спасибо Да, добрый день, Владимир Андреевич, вызывали? А, Жилин, заходи Не будет у нас проблем С переоформлением закусочника Из-за смерти Кирсанова Как ты считаешь? Все будет в порядке Вы не волнуйтесь Там просто нужно Кое-какие моменты доработать Хорошо Значит, а когда с ними закончишь Сразу же занеси ко мне Ну, хорошо, конечно Что-нибудь еще? Нет-нет, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Деньги в сумке, значит, едем Галь Привет Привет Ты встречался с риэлтором? С риэлтором? Встречался Угу Тебе понравился домик? Домик просто шикарный Очень понравился Ну, а если понравился Значит? А если понравился, значит Кто-то скоро там будет жить Угу Угу Сереж, а где можно распечатать? В седьмом Угу Куда она, интересно, в этом ходит? Здравствуйте, Иван Семенович Здравствуй, Леночка Что-то случилось? Нет-нет, все хорошо А где Егор? Да у себя А что? Я бы хотела с ним поговорить Можно? Ну, конечно, можно Заключение баллистов Керсанов был убит из ствола, который мы нашли в квартире у Ольги Бред Это все какой-то бред Ну, даже если все так, почему она ствол-то не скинула? Не дура же она И элементарно могли его подкинуть Что у тебя с подозреваемыми? Пока только Леноградов, напарник Керсанова Так займись им плотнили Копни его как следует, Саш Ну, не верю я, что Ольга, убийца, не верю Сергей Петрович, я сейчас собираю информацию по Виноградову И повторно с ней встречаться не хочу Потому что если он при делах, то мы просто его спугнем Это тоже верно Значит, что у нас получается? Игорь и Виноградов оформляют свои закусочные на других людей И сразу же после этого Игоря убивают, так? Так Ну, в принципе, эта схема была выгодна обоим партнерам Да, Ольга Ивановна, ну понимаете, что если мы... А если Виноградову стало мало Своей доли, и он привлекает своих людей в качестве новых партнеров Чтобы завладеть всем бизнесом? Ольга Ивановна, я тоже сначала подумала на Виноградова Но потом я проверила всех этих новых партнеров И оказывается, что у каждого из них были проблемы с законом А отмазывал их от уголовной ответственности один и тот же человек Жилин, адвокат Виноградов Так О, Горин, ты из отдела пока не уезжаешь? Вроде нет, а что? У меня сейчас будет санкция на обыск, квартира Баженовой Баженовой, обыск? С какого перепугу? Нарушку доложила, что она к отцу Кирсановой ездила Ну и что? Захотела и поехала, что тут такого? Что тут такого? А что это она потащилась к нему именно сейчас? Вот лично меня это настораживает Чувствует, что Баженова знает, где Кирсанова Или вообще у себя дома ее прячет А все Есть еще интересная деталь Полгода назад Жилин спас от тюрьмы некую Галину Севастьянову Угу Бывшая биатлонистка, мастер спорта Проходила по делу о заказном убийстве какого-то бизнесмена А какое отношение это к нашему делу имеет? Егор очень точно описал женщину, которая приходила к вам из ЖЭКа Я съездила к вашему отцу Егор ее опознал Это Галина Севастьянова Молодец За интуицию пять, за оперативную работу два Почему? Да потому что моего отца уже наверняка пасет наружкой Стопроцентно они засекли ваш с ним контакт Так что ты теперь тоже под подозрением Черт, вот так и знала, что где-нибудь на портачу И что теперь делать? Ленка, знаешь что? Звони-ка в свой местный УВД и скажи, что у тебя во дворе уже неделю стоит какая-то странная машина с подозрительными личностями внутри Чего? Звони-звони Слушай, может за кофейком сгонять? Не, давай попозже Угу Видела? Даже документы не спросили Понятно, не максивы сразу показали Нарушка? Я думаю, нет, простая пера Чтоб наружку выбить нужно время И что теперь? И что теперь? Это что это? А как квартира? Давай, давай, быстрее, быстрее Квартира какая? На высший этаж Готово Давай на пор Что здесь произошло? Да мы пока сами не понимаем, но вроде как пожар Пожар, говоришь? А где огонь? Товарищ полковник, сюда нельзя? Отойди Кто главный? Ну я Что произошло? Да шпана окурки не потушила Со мной Подожи там под машину Курсант Баженова, у меня санкция на обыск в вашей квартире А что случилось? Шикарный гардеробчик Баженова, не подскажешь, откуда у простой курсантки такие дорогие вещи? А собственно, почему вас это интересует? А собственно, потому что хотелось бы знать, откуда у наших сотрудников такие средства Я ведь только стажер, не ваш сотрудник Так понимаю, в шкафу никого не нашли Может продолжить и обыск? Хм Да Спасибо, дядя Петя Да не за что Чем могу, всегда помогу Может, тебя подбросить куда? Говори, стесняйся Да не, не надо, тут близко Сама добегу Ну, как знаешь Отцу привет передавай Спасибо Обязательно, пока Давай Давай А у нас гости Сергей Петрович, мне нужна ваша помощь Ну, что там с визами, готовы? Визы готовы Можно лететь хоть завтра Хорошо Нужно только успеть, все дела закрыли Жень А может, пойдем спать? Галочка Мне правда нужно немножко поработать Ты иди ложись А я как закончу, к тебе приду Но я же буду уже спать И хорошо Спи А я буду тебя целовать И тебе приснится чудесный сон Райский остров На котором только два человека Ты И я Только ты и я Только летнь Хм 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 КОНЕЦ Вы Елена? Да, это я вам писала. Садитесь. Вы знаете, я давно работаю с Кирсановым, но что-то вас рядом с ним никогда не видел. А вы что, обязаны лично знать всех? Короче, адвокат. Главное, что я о тебе знаю. И знаю схему, по которой вы с Кирсановым решили кидануть и награду. Кирсанова убили, а ты получил жирный кусок. А это не честно. Что ж ты в полицию не пошла, если такая умная? В полицию мне за день заплатят. А тебе придётся. Сколько? Евро. Да ты что, с ума сошла? Откуда у меня такие деньги? Дешевле только тюрьма. Короче, адвокат, время у тебя до утра. Телефончик мой, ты знаешь. А да, за кофе заплати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Поднимите. Вставай. Увидите её. Пошла. Серёга, здорово. Слушай, давай зайдём ко мне в кабинет. Ну, Ольга, ты молодец. Всех спасла. В первую очередь я себя спасла. И меня тоже. Так что я теперь твой должник. Да. В таком случае я хотела бы с вами поговорить о Елене Баженовой. А что о ней говорить? Она молодец. На одной интуиции раскрыла такое дело. Так что будем потихонечку теперь привлекать к другим делам. А если не потихонечку? В каком смысле? Я готова взять её к себе в напарники. Ольга, ты же знаешь, она курсант. Я не могу официально взять курсанта опером. Но вы можете официально взять её стажёром. Да? Ну, что же. Закрепим это немедленно в приказном порядке. Кстати, у нас в управлении ещё никогда не было такого... ...чисто женского оперского дуэта. Ну, не было, значит, будет. Разрешите идти? Идите. Ну что, товарищ майор, какие у нас планы на сегодня? Ну, мне лично поехать домой к сыну. Надо как-то сказать ему о смерти отца. Пока не знаю как. А у тебя? Я уже несколько дней динамо лёдного, очень хорошего парня. Опачки. Непорядок. Надо как-то исправляться, коллега. Так точно, товарищ майор. Сегодня же пойду с ним в кино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да. Нет, все хорошо. Просто прошелся. Немножко запихался. Нет, не скоро. Мне надо еще заехать по делам. Да, хорошо. Целую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оль, ты когда с Егором-то про отца поговоришь? Пап, у него завтра день рождения, давай не будем его пока расстраивать. Ладно? Ну, согласен. Но после дня рождения рассказать-то бы надо. Тянуть-то дальше некуда. Хуже будет, когда кто-нибудь другой расскажет про смерть отца. Доброе утро. Доброе утро, сынок. Доброе утро, мам. Доброе утро, внучи. Садись-ка завтракать. Что ж ты куски-то хватаешь? Поешь по-человечески. Да нет, да уже опаздываем. Ну, возьми пару бутербродов с собой. Пап, ну некогда мне есть на работе. Некогда ей, все некогда. А покурить тетя всегда время найдет, а? Папа. Что, папа? Папа. Какой пример подаешь, папа? Дед, да чего на маму ругаешься? Все великие сыщики курили. Широ Холмс и Комиссан Мегре. И я тоже, когда вырасту, буду курить и бандитов ловить. Так, Егор. Что? Вот ловить бандитов, это очень хорошо, даже почетно. А курить, это очень плохо. Понял меня? А почему ты куришь? Потому что... А? Потому что я брошу. Обещаю. Когда? А когда? Бросила уже, не курю уже. Все, пока. Все, все, моя дитя, я опоздаю. Ну, постой, а? Может, ну, я твою работу? Позвони своим, скажи, что заболела. Ты же знаешь, я не могу. Все, 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 все. Ну, постой. Дверь не дабыть закрыть. Включи на тумбочке. Все. Айтинь, что ты делаешь? Ах, ты урод. Девушка, просыпаемся. Приехали. Приехали, приехали. А. Девушка. Кхе34. Молодой человек, вы меня только что подрезали. Не хотите извиниться за своё наглое вождение? Может, тебя ещё поцеловать в одно место, а? Что? Вали отсюда, курица! Чё встала-то? А вот это вам урок вежливости, мальчики, и хорошо хамить особенно красивым девушкам. Киршанова! Здравия желаю, товарищ подполковник. Я смотрю, ты особо на службу не торопишься, да? Извините, пробки. А раньше выезжать не пробовала? Хотя, да, я понимаю, понимаю, ты же у нас теперь бизнес-вумен, рестораны мужа скоро получишь. Зачем тебе эта винтовка, да? А я со службы уходить не собираюсь. А придётся. Тут либо служба, либо бизнес совместить не получится. Так что на твоём месте я бы уже заявление написал. Разрешите идти? Я всё понимаю, конечно, любовь – дело молодое. Но по ночам надо же ещё и спать. Ольга Ивановна, это вы. Нет, это твой страшный сон. Ответ адвокату Семёнова написала? Нет. Вот. А во всём любовь виновата. Запомни, если любовь мешает работе, забудь про неё. Про любовь? Про работу, конечно. Тупо займись сексом и приступай снова к работе. Чего? Шучу. Пиши ответ адвокату. Ерсанова, слушаю. Да. Всё, поняла? Собирайся. У нас убийство женщины в коттеджном посёлке. Заедем по пути, купим тебе кофе, чтоб проснулась. Давай, давай, давай. Майор Кирсанова, нас вызвали на труп. Где он? Тут труп. А вон женщину, видите, это и есть труп. Не смешно, сержант. Извините. Итак, её обнаружил охранник, который у неё в доме работает. Сначала думал, мёртвая, поэтому прислали труповозку. Ну, а когда мы приехали, уже вызвали скорую. Где этот охранник? А вон он. Мужик-то так вроде крепкий, но разволновался, как пацан. Ему даже успокоительное вкололи. Ладно, пусть приходит в себя, потом с ним пообщаюсь. Майор Кирсанова, могу я поговорить с потерпевшей? Нет, она без сознания. А что с ней? Огнестрел. Двойное, сквозное. Третья пуля в мягких тканях застряла. Крови много потеряла. Как только придёт в себя, сообщите мне. Ольга Ивановна, камера. Да, я вижу. Иди к ним, возьми записи. И попроси так аккуратно. Без официальной бумаги могут и послать. Пусть только попробуют. Сержант, что было потерпевшей? Вот всё, что было. Привет, Оля. Привет. И где труп? Ну, трупа, слова богу, нет. Женщина живая. Кто она, выяснили? Любимого Татьяна Павловна. Ага. 69-го года рождения. Генеральный директор фирмы «Альянс». Сеть салонов элитной мебели. Интересно, за что её? Ну, вот это и есть твоя работа. Выяснить, за что и кто. Давай, бегом. Место осматривали. Вчера вечером, недалеко от вашего дома, произошло покушение. Стреляли в человека. Вы что-то слышали? Нет. У вас есть камера на улице. Можно посмотреть запись? Конечно. Только с официального разрешения. Сама же из органов. Должна порядок знать. Я вас очень прошу, покажите, пожалуйста. Ну, что вам, жалко, что ли? Официальную бумагу я потом обязательно принесу. Я обещаю. Вот сразу бы так. А то строят же из себя командира. Пошли. Спасибо. Оль. Слушай, может, сходим сегодня вечером после работы в бар какой-нибудь? Конкретное предложение. А зачем? Попить пивка? Подружески. Ну, ладно. Если хочешь, пойдём в ресторан. Вот уже интереснее. Ну, что, да или нет? Горе. Вот романтики в себе не грамма. Ну, уж какой есть. Чё, идём? А сегодня, наверное, не получится. Мы с этим делом до ночи провалантаемся. Понятно. Ну, давай завтра. А завтра Гурин унёсся на день рождения. Так что как-нибудь в другой раз. Сколько ему? Десять. Угу. Юбилей, да? Ну, ладно. Ладно. Да, Лена. А ты где? Да, иду. Лена, а позови ко мне охранника любимой. Наверное, он же пришёл в себя. Молодой человек? Да. Вы, вы, вы. Подойдите на минуту, пожалуйста. Угу, сюда. Скажите, чьё эта машина? Эта машина любимой. А за рулём кто? Обычно её увозит личный шофёр, Дмитрий Воробьёв. Вчера вечером тоже он должен был её привезти? Не знаю. Наверное, я не видел. Ладно, спасибо. Вопросов больше нет, вы можете быть свободны. Спасибо. Интересно, что же произошло в машине, пока они стояли? Встретимся с водителем, спросим. Лен, ты опроси всех соседей, узнай, может, кто-то что-то видел. Собери всё, что есть по любимой. Понимаю. А я узнаю адрес водителя и поеду с ним поговорю. Гурин, не понял, а почему мы... Ну, ладно, сейчас подъедем. Ну, а что, сегодня урожайный день? Ну, похоже. Тут на трассе труп нашли, а мы рядом. Надо подъехать. А обед? За ужином пообедаешь. Я уже не знаю, я не знаю, что и думать. Ни разу, ни разу такого не было, чтобы, чтобы Дима не пришел домой ночевать. А какие планы у него были вчера на вечер? Да, какие планы? Работы, а потом сразу домой. Вот и все его планы на все вечера. Алло. Алло. Что? Дима, Дима, что? Майор полиции Кирсанова, что случилось? Понятно. Что? Лена, только что сообщили, что найден труп водителя любимой. Свяжись с дежуркой и выезжай на место. Пулей. Пулей, Лена. Ты что здесь делаешь? Меня Ольга Ивановна прислала. Погибший водитель наш и любимый. Че с тобой? Беременная, что ли? Да нет. Голова просто закружилась. А чей это мобильник? Может, это телефон Воробьева? Степаныч, тут мобильник нашли, зафиксируй. Ага. Сейчас. Да, Вить, говори, быстрее некогда. Что? Срочно вызывай скорую. Ложись и постарайся не двигаться до приезда скорой. Я сейчас буду. Понял? А Александр Геннадьевич, мне надо ехать. Меня Ольга Ивановна вызывает. Езжай. Спасибо. Светлана, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить все, что было вчера. А ничего такого не было. Он просто встал, утром позавтракал, пошел на работу. Все. И что он вам, ни разу за день не позвонил? Ни разу. Я, я позвонила ему, я, я позвонила ему, я позвонила ему вечером, поздно. Ой, у него, знаете, у него голос был какой-то очень странный. Как будто голос дрожал, как будто он куда-то бежит. А он мне сказал, что он сидит за рулем. Ну, просто за рулем. А куда он ехал? Сказал, что... Сказал, что по делам. Простите, а в котором часу вы ему позвонили? Где-то около двенадцати. Так поздно дела? Да. А хозяйка часто его, его задерживала. Сколько лет сыну? Тринадцать. Исполнилось. Где он сейчас? У родственников. Витя. 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 Витенька. Вить. Вить, ну, с ума сошел? Я срываюсь с работы, я не знаю, что думать. Я бегу, как угорел. Вить, ну, так не шутят. А я не шучу. Ой, пожалуйста. Я действительно глубоко болен. И болезнь эта называется любовь. А виновата в этом одна очаровательная рыжая девушка. Я прошу, тебе не надо, пожалуйста. Ну, как не надо? Безумно красивая женщина. Ты что, не понимаешь, что ли? Да? Мне нужно вернуться на работу. Да зачем тебе на работу? Прошу тебя. Ну, а зачем? Да. Ну, а зачем? Александр Геннадьевич, мобильник, который Лена нашла, зарегистрирован на Дмитрия Воробьева. Лена, она тебе будет на дискотеке. А здесь она, конкурсант Баженова. Звонки последние проверил? Обижаете, конечно, проверил. Последний раз в мобильника звонили некая фрау Мерхель. Ну, так, в мобильнике записано. Что за фрау еще? Бордель, что ли? Да нет, я звонил по этому номеру. Там какое-то немецкое представительство. А ну, убери. Ну, тогда разберемся сами. Ну, да. Ну, да вообще. Пока. Пока-пока. Катя, Катя. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Привет. А где была? Я звонила тебе, а ты трубку не брала. Я в университет забегала. Надо было курсовую в электорат сдать. А там мобильник совершенно не берет. Понимаете, старое здание и... Юбку-то тоже в ректорате задом наперед надела, да? Извините, Ольга Ивановна. Нашла что-нибудь полюбимого ей? Сейчас посмотрю. Должны были прислать. Кстати, Лена, я завтра тебя приглашаю к нам на дачу. Егор день рождения. Так что приезжай. Он будет рад тебя видеть. Спасибо, конечно. Ольга Ивановна, можно я не одна приду? С ректором? Ладно, бери своего кавалера. Заодно познакомимся. Вам он правда понравится, Ольга Ивановна. Очень хороший. Все. Так, что у нас есть? Любимого Татьяна Викторовна. Год рождения, где работает, это мы знаем. Муж был криминальный авторитет. Жоров Георгий Иванович, по кличке Жорж. Погиб два года назад. Это может нам понадобиться? Ольга Ивановна. Что? Да, Жоров Георж. Я не знаю такое. Попробуй еще что-нибудь по нему найти. Угу. Оль, Воробьев за час до смерти звонил некой фрау Мерхель, сотруднице немецкого представительства. Так в чем дело? Позвони ей, узнай, зачем он ей звонил. Звонил, но она со мной говорить не стала, мол, я подданная другого государства. Ладно, давай я потом ей наберу. Сейчас у меня дела, и должна встретиться с женой Воробьева. А, так она сейчас должна подъехать в Морд на опознание. Да, прекрасно. Значит, там мы и поговорим. Заодно узнай у нее, что могла связывать ее мужа с этой Мерхель. Горин, ну, конечно, узнаю. Горин, ну, я не знаю. Это мое горе. Я понимаю, что такое терять близких людей. У вас растет сын. Вы должны быть сильной, хотя бы родимую. Как? Ну, успокойтесь. Давайте я вас отвезу домой. Нет, спасибо. Я... За мной сейчас брат приедет. Вы меня извините, Светлана. Светлана, я прекрасно понимаю сейчас ваше состояние, но не могли бы вы ответить еще на один вопрос? Конечно. Ваш муж незадолго до смерти звонил некой фрау Мерхель. Вы случайно не знаете, что связывало его с этой женщиной? Фрау Мерхель, она обещала нам помочь с операцией для моего сына. С операцией? Да. Илюше срочно нужна операция. И она обещала устроить его в немецкую клинику. А как вы вышли на эту фрау Мерхель? Лечащий врач моего сына Кириллова, Ирина Ивановна, она посоветовала нам, дала телефон. Свет. Свет. Это мой брат. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите мои соболезнования. Извините. До свидания. До свидания. Свет, держись, держись. Пойдем. Слушай, ну у вас тут прям как на Тверской в час пик. Яблоку негде упасть. Да, действительно, не двор, а бесплатная стоянка. Паркуются все, кому не лень. Спасибо, что довезли. Да не за что, иди отдыхай. Тут разве отдохнешь? Отдохнуть можно в Ницце или на Сардинии. Вот там тебе тихо, спокойно, свежий воздух, голубое небо. Ты в Ницце была? Да, была. Ленка, а можно вопрос? Да. Кем у тебя родители работают? Родители работали учителями в школе. Мама умерла год назад, а папа погиб, когда мне было 15 лет. Сделал замечание на улице хулигана. Получил монтировкой по голове. Хулиганов посадили? Нет, откупились. Слушай, извини меня, конечно, но ты простая студентка, живешь одна. Да, и вдруг Сардиния, Ницца, яхты, вещи вон, сплошные бренды. Откуда это все у тебя? Ольга Ивановна, вы тоже вроде не из олигархов. А одеваетесь шикарно. Да и машина у вас не самая дешевая. Ну, у меня-то муж был богатый, если помнишь. А у меня, считайте, жених обеспеченный был. Да? Да. И где же он сейчас? Не сошлись с характерами. Я пойду. Ну, до завтра. Напугал? Извинения хотел. Ты куда пропала? Что вам надо? Как обычно. Я больше не работаю. А что так? Неважно. Может, какие-то проблемы? Скажи, я помогу. Послушай, я... В конце месяца лечу в Лондон на несколько дней. Поехали со мной. Я же вам сказала, я больше не работаю. Ты подожди отказываться. Я заплачу по двойному тарифу. Плюс одену? Нет. Хорошо. Тогда я буду платить бонус за каждую ночь. Выпустите меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Папа. Ну что, кофе без сигарет, деньги на ветер? Пап, ну скажешь, что уже. А ты чего здесь-то? Через сорок семь минут ты должна быть на работе. Товарищ майор, как старший по званию приказываю срочно быть на работу. Есть. С добрым утром, Егорка! Доброе утро, сыночек. С днём рождения тебя. Торжественно поздравляю юбилеем. Десять лет это... Ого-го! Подарок мы тебе вручим вечером за праздничным столом. А теперь я побежала. Ладно? Пока. А папа у меня придёт, поздравит, а то я ему звоню-звоню, а у него телефон недоступен. Ну, чего стоишь, опоздаешь? Иди, иди. А папа, он в этой командировке далеко, поэтому ты и не можешь дозвониться. Сейчас вернусь. Так, какие будут соображения по поводу попытки убийства Любимовой и смерти Воробьёва? Ну, у меня пока ничего конкретного. Вчера у Любимовой в сейфе нашли кучу документов, сейчас будем разбираться. Надеюсь, там найдётся какая-то зацепка. Понятно. Что у вас? Я опросила свидетелей коттеджного посёлка. Один из соседей Любимовой рассказал, что после смерти её мужа, криминального авторитета, Любимову начал доставать брат её мужа, Никита Жоев. Конкретнее. Сосед видел, как этот Никита общался с Любимовой около её дома. Хватал её за руки, оскорблял, требовал вернуть бизнес-брата. Заявление от Любимовой поступало? Нет. Понятно. Надо бы пообщаться с этим Жоровым. Хорошо. Что ещё? Ну, раз вам больше нечего доложить, то идите. Работайте. Оль, ты когда Меркель позвонишь? Ой, совсем забыла. Набери мне её, пожалуйста. Фрау Меркель? Здравствуйте. Я пациентка Ирины Кирилловой. Ирина Ивановна мне вас очень рекомендовала. Мне нужна срочная операция. Где? Да, да, я буду. Спасибо. Спасибо. Будет информация, я тебе позвоню. Товарищ полковник, я понимаю, что не хватает сотрудников. Но у нас нет другого выхода. Надо искать замену Кирсановой. Совмещать бизнес, работу в полиции, сами понимаете, грубое нарушение устава. Но, насколько я знаю, Ольга Ивановна ещё не вступила в официальные права наследования. Да? И поэтому я не вижу смысла в сегодняшнем разговоре. Товарищ полковник, деньги меняют людей. Кирсанова уже сейчас начинает халатно относиться к делам. Перепоручают половину работы неопытной практикантки. А к чему это может привести, сами знаете. Повторяю, не вижу смысла в этом разговоре. Поскольку лично я доволен работой майора Кирсанова. Я могу понять, почему Горин её всё время покрывает, но вы... Разговор окончен. Вы свободны. Стреляли в 23-17. Сделай крупнее, давай ещё раз посмотрим. Ты видишь, в момент выстрела водитель смотрит вперёд. Получается, стрелял не Воробьёв? Угу. А как же экспертиза? Что именно из пистолета, найденного в бардачке машины Воробьёва, стреляли в любимого? Ты что-нибудь нашла по Жорова-младшему? Да целый набор. Он же у нас брат криминального авторитета. Вот. Держит автомастерскую на коширке. Адрес есть? Конечно. Даже фотографию дай вам. Что, берем оперов и к Жору? Да что-то мне подсказывает, что опера нам тут не понадобятся. В общем, чё, в среду они, привет, разберёмся. Ну и чё тебе надо? Пришла поговорить без свидетелей. Да? С чего это? Что, ещё раз повторить? Пацаны, на минуту, а? Ладно, пойдём. О, да ты ещё и с ментовки. Ты что думаешь, я говорить с тобой буду? Лоб не болит? Может, освежить? Ну, чё тебе надо? В любимого стреляли позавчера вечером. И что, завалили? Жива, в реанимации пока. Ну, а ко мне лично-то какие предъявы? У меня, между прочим, альви есть. Мы, вон, с пацанами позавчера в кабаке отдыхали. А ты мог заказать её? Нужна она мне. Мы все денежные вопросы с ней давно уже закрыли. А кто тогда в неё стрелял? А я откуда знаю? Мне ваша любимого вообще по барабанкам. Жоров. Она ж тебе бизнес-брата отдала. Чё ты её так ненавидишь, а? Да потому, что Курва она последняя. Она вот с мусором путалась, когда с братом моим жила. О, как. А брат чё? Да ничего. Он вообще не в курсе был. Знал бы, обоих повалил. Чё за мусор? Да опера, который брат моего последний раз разрабатывал. И чё, они до сих пор с любимого вместе, что ли? Ну, вроде как. Фамилия опера. Слушай, я чё, ему кси усмотрел, что ли? Ладно, сама выясню. Ну что, Никита Жоров, можешь же быть нормальным человеком, а если захочешь. Спасибо тебе за помощь. Да иди ты. А, Лен. Я же просила не хамить. Так, Лен, то есть срочно дуй в отдел, выясни, кто вел последнее дело Жорова-старшего. А вы куда? А я поеду съезжу к фрау Мерхель. Всё, до связи. Угу. Доктор Кириллова мне вас очень рекомендовала. Вы моя последняя надежда. Угу. Вы обратились по нужному адресу, как у вас говорят. Я вам помогу. Устрою лучший берлинский госпиталь. А сколько это будет стоить? Угу. Это за операцию? Най-най-най. Это всё. Обследование, операция, реабилитация. И, конечно, это должны быть наличные деньги. Но это немного выше, чем официально при скуранте. Я видела цены в интернете. Да, но вы ещё понимаете, какая очередь к лучшим специалистам. А я устрою всё быстро, без лишних хлопот. Да, прекрасно понимаю, фрау Мерхель. А также я понимаю, что вы ведёте незаконную деятельность и нагло наживаетесь на нечестие других. Я вас не понимать. А, а то вы говорите. А есть такое русское слово? Мошенничество. Или вымогательство. Знаете, что оно обозначает? Вижу, что знаете. Замечательно. У меня будет к вам парочка вопросов, уважаемая фрау Мерхель. Я подана Германии. Я не обязана отвечать фраму. Прекрасно. Тогда мы прямо сейчас поедем к вашему послу. Я дам ему послушать запись нашего с вами разговора. Я думаю, ему будет очень интересна ваша неофициальная деятельность. Особенно неуплата налогов. Ведь оплата должна быть только наличными. Что вам нужно? Информация. Фамилия Воробьёв вам о чём-нибудь говорит? Это отец мальчика, которому нужна операция. Зачем он звонил вам за час до своей смерти? Смерти? Да, он умер. О чём вы разговаривали? Он позвонил и сказал, что везёт деньги на операцию сына. Сколько он вёз? 130 тысяч евро. Воробьёв заранее договаривался с вами о месте и времени передачи денег? Нет. Он позвонил ништанно. Только не мог забрать нужную сумму. А потом позвонил и сказал, что деньги есть. Откуда у него деньги? Я не знаю. О, Александр Геннадьевич, глядите-ка, договор с любимой на покупку дома в Марселе. Да. А вот и акт о внесении аванса. Только пока без подписи. Ну, раз без подписи, значит, аванс она пока ещё не внесла. Ничего себе авансик. 220 тысяч евро. Так, а что у нас есть по её банковским счетам? Ну, запрос-то мы отправили. Но это дело не быстрое, сами знаете. Так, Вася, ну давай пули в банк и не слезай с них, пока всю информацию не вытащишь. Не вздыхай, ты на пенсии вздыхать будешь. Давай быстро в банк. Документы в сейф убери. С днём рождения, сынуля, с днём рождения тебя. Ух ты, это тебе подарок от дедушки и от меня. Хотя я считаю, что такой компьютер тебе ещё рано иметь. Ничего-ничего. Пусть развивается. Не увлекайся. Папа, все под контролем. Всем привет. Егорка, привет. Саша, а ты как здесь? Да вот мимо проходила. Здравствуйте, дядя Саша. Привет, с юбилеем тебя. А что там? Что там? Пентбольное снаряжение. Держи. На двоих. Раздевай, раздевай. Спасибо. А ничего, такой домик. Давно купили? Три месяца назад. Папа квартиру свою продал, вот и купил. Ну что, Иван Семёнович, не жалеете, что сюда переехали? Да ничуть. Я всю жизнь желал жить на природе. Чего стоишь? Проходи, проходи. Садись. Ты за рулём? Да. Ну что, рассказывай, как там у вас дела? Васин только что отзвонился из банка. Любимого в тот вечер сняла со своего счёта 220 тысяч евро. Ну а денег, как ты понимаешь, в машине не нашли. Значит, аварию подстроили из-за денег. Ну, получается, что так. Тогда убийца должен был знать, что Воробьёв именно в этот вечер повезёт деньги. Ага. Откуда он мог это знать? Мам, может, хватит уже о работе? Прости, милый, больше не будем. За Егорку. Ура! За тебя. Да, за юбилёра. Смелые люди, калитку не закрывают. Слушай, может, мы посидим часок и поедем, а? Увидь. Ну пойми, я там никого не знаю. Они очень хорошие, тебе понравятся. Я уверена. Лен, ну пожалуйста, а? Увидь. А. Ну пошли. Так. А вот и мы. У вас там калитка была не заберта. Всем привет. Здравствуйте, тетя Лен. Смотрите, что у меня есть. Ничего себе, дай посмотреть. А он что-то делает. А, это Виктор? Я вижу, что это Виктор. Что он тут делает? А, подождите, ну вы же сами разрешили. Так это и есть твой... Я что-то не понимаю. Может быть, мне кто-то что-то объяснит? Я, пожалуй, пойду. Никто никуда не пойдёт. Раздевайтесь и за стол. Милости прошу, за стол, за стол. Пусть идёт. Я его не приглашала. Ольга. Так, Егорка, не хочешь пойти новое снаряжение испытать? Хочу. Пойдём. Я всё-таки поеду. Я тебе позвоню. Вить. Доброе утро. Доброе утро. Лена. Я хочу извиниться за своё вчерашнее поведение. В общем, не обижайся. Ольга Ивановна, я вообще не понимаю, почему вы так к нам бросились на Виктора. Откуда вы его знаете? Он хотел жениться на моей сестре. И что, бросила я? Катя погибла год назад. Она погибла из-за него. Лен, давай больше не будем о нём. Давай о деле. Ты выяснила, что за опер разрабатывала дело Жорова-старшего. Да, выяснила. Это был Першин Игорь Владимирович. Только он год уже как не работает. И, кстати, интересная деталь. Родная сестра Першина. Это жена убитого Воробьёва. Интересное совпадение. Привет. Привет. Привет-то по делу? Вообще-то да. Что у тебя? Бондаренко позавчера снял с разбитой машины любимый кусок ткани с кровью. Экспертиза показала, что всё это принадлежит некому Николаю Капко. Наш клиент. 67-го года рождения. Две ходки за разбой. Прописан в Тульской области, но по месту регистрации не проживает. И? Мы объявили Капко в розыск. А сегодня по ориентировке получили информацию, что Капко разбился в машине. Причину аварии установили? В поворот не вписался. Гаишники на месте установили, что в машине были подрезаны тормозные шланги. Заказчик убрал исполнителя. Получается так. Ну что, кофеком не угостите? Понятно. Лена, а почему Першин уволился? По документам по собственному. Першин? Подождите. Полгода назад Капко привлекли из-за разбой, но дело было закрыто за отсутствием состава. И вот Першин как раз вёл это дело. Чем дальше, тем интереснее. Я думаю, надо копнуть этого Першина. Да как к нему подойдет, он бывший опер. Все наши примочки знает. Тогда, может, через его сестру, жену Воробьёву попробуем? Ну а что, эта идея? Извините, вы в этом доме живёте? Ну да, а что? А Дмитрия Воробьёва не знаете? Что значит «знаете»? Знал, убили его. Вон весь двор об этом говорит. Получите это, если вспомните, с кем он в последнее время встречался. Он это, как его, он вообще-то нелюдим был, но особо ни с кем не общался. Но три дня тому назад к нему мужик приезжал. Я просто за гаражами бутылки собирал, а Димка с этим мужиком в гараже разговаривали. Спасибо. А вспомните-ка, о чём они там говорили. Сейчас. Получите ещё. Это самое. А, мужик этот подбивал его на что-то. А Димка мялся, ну как бы отказывался. А мужик ему и говорит, мол, будь мужиком, подумай о сыне. Сделаешь это, подаришь сыну жизнь. Вот. Спасибо. Подождите, ещё знаете, что сказал? Ещё сказал это. Ради сына я согласен. Спасибо. И вам спасибо. Счастья в личной жизни. Вот это не помешает. Пожалуйста, вспомните, с кем встречался ваш муж в гараже накануне смерти. Кто к нему приезжал? Я не знаю. Мой муж ни с кем не встречался. Он целыми днями работал. А в свободное время бомбил. Зарабатывал деньги, как мог. Светлана, Светлана, в тот вечер ваш муж ограбил любимого и вёз фрау Мерхель 130 тысяч евро. Этого не может быть. Это так. Но кто-то, и по всей видимости, близкий вашему мужу человек, который знает про болезнь вашего сына, убил Дмитрия и забрал эти деньги. Вы должны мне всё рассказать. Я ничего не знаю. Очень жаль, что мы не смогли найти общий язык. Лена, работаем, как договаривались. Лена, работаем, как договаривались. Лена, работаем, как договаривались. Поехали. Свет, говори скорее, у меня нет времени, что у тебя? Я не понял, ты меня позвала, чтобы просто так сидеть и молчать? Ой, извините. Время не подскажете? Половина четвёртого. Спасибо. Извините. Я знаю, это ты убил Диму. Ты с ума сошла? Думай, что говоришь, он мне был как брат. Они всё знают. Они знают, что ты встречался с ним. Что ты разговаривала с ним в гараже? Послушай, я не сдам тебе, если ты отдашь мне деньги. Пожалуйста, даже после всего того, что ты сделал, ты всё равно остаёшься моим братом. И я тебя прошу, если в тебе осталось хоть что-нибудь человеческое, отдай мне эти деньги. Я тебя прошу, я тебя умоляю, это последняя, последний шанс спасти моего ребёнка. Сходи к психиатру, сестричка. Чёрта. Сходи к психиатру Жив? Жив. Такие и живучие. Здравствуйте, Татьяна Павловна. Я очень рада, что вы пришли в себя. Мы нашли того, кто в вас стрелял. Кто? Игорь Першин. Ваш любовник. Я ведь все для него делала. Зачем? Зачем он это сделал? Ну, я думаю, вы знаете, зачем. У него появилась молодая любовница, и он захотел с вами расстаться. Так? Так? Да, я пригрозила ему, что если он уйдет, я пойду в полицию и все расскажу его двойной жизни. В смысле, двойной? Он еще когда опером работал, всякие дела проворачивал. Вот этим вы и подписали себе смертный приговор. Но, к счастью, вам повезло. Что? Татьяна Павловна, расскажите мне, пожалуйста, что произошло в тот злополучный вечер? Мы подъехали к дому. Дима просил у меня одолжить деньги на операцию сыну, а я... Ну, в общем, я отказала. И он выхватил пистолет. Он держал пистолет, а у самого руки тряслись. Он бы никогда не выстрелил. Я знаю. Мне сказали, что он погиб. Да. Все организовал Першин. Сыграл на горе Воробьева и тут решился на ограбление. А его должник Капко устроил аварию Диме и подкинул ему пистолет, из которого Першин в вас стрелял. А потом он убрал и Капко. Мне очень жаль. Татьяна Павловна, нам нужны будут показания против Першина. Я все расскажу. Кстати, он вернул ваши деньги. Деньги? Деньги. Хорошо. Только Диму уже не вернуть. Послушайте, отдайте эти деньги жене Димы. Пусть она сделает операцию сыну. Может быть, хоть это мне зачтется. Может, я имею право знать, что происходит? Нет. Почему ты не берешь трубку? Лен, ты очень хорошая. Но я тебе не пара. Может, я сама это решу? Давай просто сделаем вид, что мы никогда не встречались. Так будет лучше для всех. Прости меня. Прости меня. Алло. Да, Ольга Ивановна. Лена. Как ты думаешь, пошла бы я под статью, если бы это был единственный способ спасти сына? Молчи. А я тебе отвечу. Пошла бы. Я даже бы села. Ради сына и ради отца. К чему вы это, Ольга Ивановна? К тому, что остальные мужики в этот список не входят. Мужики, в этот список не входят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Леха, туда кустов притормози. Да потерпи, ты сейчас уже приедем. Я сказал, притормози. Че, трудно что ли? Ну, хорошо. Леха, давай сюда. Чего? Черт, закончили смену, называется. Мы сейчас из-за этого жмура зависим здесь. Живой он. Нажрутся, потом их по дорогам собирай. Леха, давай в скорую звони, и наших вызывай. Черт. Пятый, пятый, ответь двенадцатому. Второй эпизод. За два месяца. Первый произошел в соседнем округе. До сих пор никаких зацепок. А чем эти дела связаны? Может, это разное ограбление? Мало ли у нас инкассаторов грабят? Почерк. И там, и тут один из инкассаторов исчезает с деньгами. А остальные убиты из его оружия. Да. На совпадение мало похоже. А кто на место выезжал? Горин. А вы с Баженовой займитесь торговым центром, откуда везли выручку. Директор там Варвина Маргарита Николаевна. Я поняла. Разрешите идти? Иди. Впрочем, подожди. Тут ко мне Якушев заходил, все плеш проел. Он говорит, что ты собираешься стать бизнесвумен. Ну, понимаешь, по сути-то он прав. Ну, нельзя совмещать бизнес и работу в полиции. Я эту проблему решу. Могу идти? Иди. Одни благодарности у этого Пряткина. Хоть сейчас на доску почета. В смысле, Чопи все в шоке. Не могут поверить, что он своих коллег завалил. Верю, не верю. Однако все трое застреленные ствола этого Пряткина. С его женой поговорил? Да не успел. Я только начал, а она в обморок хлопнулась. Там, скорую вызывали. Надо бы и телефоны поставить на прослушку. Может, супруг объявится. Да поставили уже. Только вряд ли он объявится. Что опять голяк? Да нет. Кое-что Бондаренко нарыл. На, посмотри. Эти отпечатки не Пряткина и не убитых инкассаторов. И по нашей базе не проходят. Сообщник? А почему тогда без перчаток работал? Вопрос. Привет. Какими судьбами? Привет. Меня Стромок в то ему делу подключил. Вот сегодняшняя сводка. Посмотри, я там то, что подчеркнула. Мужчина 35-40 лет. Среднего телосложения. Сбила машина. Документов не обнаружено. Ничего не помнит. И чего? Александр Геннадьевич, смотрите, его обнаружили в полукилометре от места, где расстреляли инкассаторов. Может, он сообщник или свидетель? Молодец, Васин. Соображаешь. И чего это мы так колыбимся? А ну-ка давай ноги в руки и отрабатывай связи Пряткина. Саша, съезди к этому больному в больничку, навести его. Я бы с удовольствием сама съездила, но мне в торговый центр еще надо. Ну вот еще, нашла время для шопинга. Вообще-то я еду туда свидетелей опрашивать. А, ладно, я Васина пошлю в больничку. Спасибо. Доктор, а он точно ничего не помнит? Ну, кое-какие детали всплывают в памяти, но рассказать, кто он и что с ним случилось, он не может. Можно Вас? Скажите, а может, он прикидывается? Мы проверим. Проведем все необходимые исследования, тогда станет весным. Но, по-моему, у него посттравматическая амнезия. Доктор, если будут какие-то изменения, или вдруг наступят озорения, звоните. Непременно. Ольга Ивановна, мне вчера Виктор сказал, что мы должны расстаться. Слава Богу. Хоть один мужской поступок с его стороны. Я не понимаю, за что же вы его так ненавидите? Ненавижу? Да мне совершенно все равно. Подождите, Ольга, мне кажется, нам все-таки нужно поговорить. Ведь дело касается не только вашей сестры, да? Лена, мы поговорим. Обязательно, только потом. А сейчас мы пойдем в магазин, ты поговоришь с продавщицей, а я загляну в директор в силу. Ладно? Лена. А где тут маникюр делают? Вторая дверь. Спасибо. Здравствуйте. Я ищу Маргариту Варвину. Это вы? Ну, я. А кто вам сказал, что я здесь? Какая разница? Ой, не коллектив, а толпа стукачей. Вы по какому вопросу? Да я не по вопросу. Я по делу об ограблении инкассаторов. Поговорить надо. Сонечка, не уходи никуда. Хорошо. Я через полчасика вернусь. Это все нормально было, пока Маргарита не пригласила подругу свою, Слепцову. В смысле? Она ее сделала своим заместителем. Та пришла, покрутилась и быстро закрутила с Галибовым роман. А Гагалибов это? Это владелец этого торгового центра. А Варвина, как узнала, сразу решила ее уволить. Приревновала? У Варвиной с Галибовым тоже что-то было? Нет. Ты что? Марго баба деловая. У нее либо бизнес, либо койка. Они, собственно, из-за этого со Слепцовой разругались. Понятно. Извините, девушка, вы до которого часа? До восьми часов. А Слепцова-то что? Слепцова просто в шоколаде. Она вовремя напела Галибову на ухо то, что нужно. И тот с Варвиной договор не продлил. А Слепцову назначил на ее место. Теперь Варвина дорабатывает последнюю неделю. Подсидела знаешь что-то. Подлежала. А еще лучшая подруга. Мы за выемку выручки с торговых точек не отвечаем. Наши охранники инкассаторов впустили и выпустили. Все. А кто мог знать, через какой выход повезут деньги? Да это каждый арендатор знает. Через пятый. А среди арендаторов никого не подозреваете? Нет. Ограбление произошло, когда везли самую крупную выручку. Кто мог об этом знать? Самая большая выручка после выходных. Догадаться несложно. Да, Валя. Спасибо. Документы для вас уже подготовили. Они у секретаря. Вопросы еще есть? Пока нет. До свидания. Всего доброго. Это Варвина баба умная. За словом в карман не лезет. На все вопросы отвечала, не думая. Наверное, ждала нас, подготовилась. А знаешь, мне нравятся такие, как она. С ними интересно воевать. А у вас с Галибовым интересы сходятся. Кстати, банк, куда везли деньги, принадлежит Галибову. Там счета открыты почти у всех арендаторов. Слушай, неужели Варвина решила на прощание громко хлопнуть дверью и выставить Галибова на деньги? Все может быть. Да, Саша, что-то интересненькое. Ладно. Сейчас еду. Едем в отдел? Я? Да. А ты знаешь, что ли, ты останься-ка тут и присмотри за нашей королеву Марго. Что-то мне подсказывает, она должна зашевелиться. Угу. В чем дело? Руки убери. Почему? Как только в моей жизни появляешься ты, у меня все идет наперекосяк. А вот только не надо вешать свои проблемы на меня. А может быть, тебе напомнить, с кем ты провела ту ночь, когда Катя погибла? Приперлась ко мне после ссоры с мужем, на жизнь жаловаться, а потом меня в койку затащила. Что-то ты не очень сопротивлялся, сволочь. А ты? А я всю жизнь себя буду корить за ту минутную слабость. А вот ты изменил моей сестре. И не важно с кем, а важен сам факт. Хорошо, хватило совести Ленке жизни портить. А с Ленкой еще не все решено. Что? Ты же ей сказал, что вы расстались. А я сказал глупость. Мне Ленку очень нравится. Ленку не трожь. А ты кто такая, чтоб так ее защищать, а? Ты ей кто? Подруга, сестра. Может быть, она сама решит, с кем она хочет быть. Деньги на твой счет уже ушли, так что можешь переводить. Угу. Вот здесь все документы. Платежки, договора. А если банк что-то заподозрит? Не бойся. Все документы в полном порядке. Ты когда пойдешь в банк, не забудь переодеться во что-нибудь цивильное, чтобы не привлекать к себе внимания. Ну, это понятно. И вообще, долго здесь не маячь. Я пыльчик доем. Приятного аппетита. Это что? Копия личных дел охранников из торгового центра. Надо изучать. А с настроением что? Да. Ты мне что-то интересное хотел рассказать? Ну, да. Помнишь того мужика из сводки? Ну. Так вот это его отпечатки по всей инкассаторской машине разбросаны. Значит, свидетеля не соучастник. Ну, уж явно не мимо проходил. Кого этот черт принес? Здрасте. Вам кого? Звездинский. Да? Поговорить надо. Давай по-хорошему. Что? Звездинский, по-хорошему. Пока не поздно. Звездинский, открой дверь! Звездинский, открой дверь! Черт! Доктор, вы мне звонили? Мы провели комплексное обследование. У вашего пациента действительно посттравматическое амнезие. Это часто встречающееся расстройство памяти. Ну, и сколько может продолжаться такое состояние? Может, сегодня пройдет. А может, через несколько лет. Хорошо. Ну, может, можно как-то, ну… Молодой человек, иногда ключом к возвращению может стать какой-нибудь знакомый звук, или запах, или тактильные ощущения. Но вот как найти этот ключ, наука, к сожалению, пока не знает. Извините. Спасибо. Отходим. Ольга Ивановна, можно один вопрос? Если снова о Викторе, лучше не начинай. Я не понимаю, за что вы его так ненавидите? Если хочешь сохранить со мной хорошие отношения, никогда не начинай эту тему. Васин звонил. Легкого раскрытия не получится. Пациент, на самом деле, ничего не помнит. А можно я съезжу? Зачем? Поговорю с ним. Я где-то читала, что с человеком в таком состоянии нужно больше общаться. Тогда у него больше шансов что-то вспомнить. Тоже мне психолог. Не надо тебе никуда ездить. Там и пистян найдется, кому с ним поговорить. Пусть едет. Я разрешаю. Подожди, я тебя подвезу. Нет, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Чего это с ней? Какая-то она… Остап, боишь-то. Нормально. Не донимай, а. Ты что, до сих пор на меня злишься? За что? Ну, за то, что я не стал заводить дело, когда твоя Катя погибла. А ты, между прочим, не единственный, кто считает, что это несчастный случай. Ну, это действительно был несчастный случай. Даже… Даже твой отец… Пойдем. Пойдем. Куда? Куда-куда. Стресс снимем. Пойдем. Тихо. Тихо. Успокойтесь. Вы кто? Я. Я здесь, чтобы вам помочь. А вы… Вы что-то вспомнили? У вас такие теплые, добрые руки. Мама. Мне делала компресс. У нее были такие же. Теплые руки. А какая у вас мама? Вы ее помните? Мама красивая. Вы тоже. Очень красивая. Спасибо. Алло. Ну, ты где? Я уж тебя жду-жду. Коль, может, хватит уже, а? Так, Горин, я сама разберусь, когда мне хватит. Ладно? Ладно. Слушай, Горин, ты мне лучше скажи, а че ты меня-то до Оленкина на дому отпустил? Когда я с пожарными убежала, а? Че-то ты вдруг вспомнила. Ну, отпустила, отпустила. Хорошо. Я переформулирую вопрос. Ну, вот если бы я тебе не нравилась, отпустила бы, а? Ты сама знаешь ответ. Нет. Я хочу, чтоб ты сказал. Да, Олечка, я тебя люблю. С ума по тебе схожу, но понимаю, что мы вместе быть не можем, поэтому вынужден спать с каждой встречной. Чтоб не думать о тебе. Да? Ну, вообще-то, не с каждой встречной. Я поняла. Ты меня тогда отпустил, чтобы я благодарность за это с тобой перезвала. Да? Да? Еще вся логическая цепочка. Слушай, Оль, давай я тебя домой отвезу и спать уложу. Опачки! Что и требовалось доказать. Домой я тебя отвезу и соблазню. Молодец. Оль. Что Оль? А что Оль? Вам же мужикам только одного им надо. Герои, блин. Оль, успокойся. А что успокойся? Ты думаешь, что я не вижу, как ты меня на работе голосами раздеваешь? Ну, твой план сегодня, Корин, не сработал. Домой я еду одна. Ну, не провожать. А тебе знаешь, что я советую? Поступить, как ты обычно поступаешь. Переспать с первой встречной. Смотри-ка. О! Полутине, например. Ну, ничего такая, да? Ну, пока. Одна? Одна. Водка, виски, коньяк. Мартини. Бутылку мартини. Звездинского допросили? Да, но он с Варвином никакого отношения к инкассаторам не имеет. Там другая история. Варвин решил отомстить Гарипову за увольнение и похитила часть денег за аренду. У меня есть подтверждающий этот документ. Покажи. Вот смотрите. Это договор фирмы «Контакт» за прошлый год. А это договор аренды за этот год фирмы «Контакт». Видите? Одна буква изменена, а значит, это уже другая компания получается. Понятно. Езжайте за Варвиной и сразу передайте ее в АБ. Пусть они с ней разбираются. А сами занимайтесь только ограблением инкассаторов. Хорошо. Монстера. Что? Я вспомнил. Это монстера. Это тропическое растение. Интересно, как она здесь выживает? Вы что, разбираетесь в ботанике? Ботаники? Я преподавал ботанику. Я помню аудиторию, студенты. Я читаю лекцию и ужасно волнуюсь. А вы помните, где вы преподавали? Не помню. Ничего. Я вам покажу фотографии, а вы попробуйте вспомнить, где вы работали. Хорошо? Ага. Вы работали в университете? Вы что-то вспомнили? Ответьте. Вы не врач. Скажите мне правду. Кто вы? Да, вы правы. Я… Я не врач. Я… Я из полиции. Из полиции? Вас нашли без сознания недалеко от места преступления. И мы бы очень хотели, чтобы… Какое преступление? А мне сказали, что меня сбила машина. Да. Да. Вас сбила машина. Да. Все-все правда. Да. Вас сбила машина. Только на вашей одежде обнаружили капли крови убитых инкассаторов. Садитесь. А на месте преступления нашли ваши отпечатки пальцев. Откуда может быть все это? Я не помню. Давайте я вам покажу кое-какие фотографии, а вы попробуйте вспомнить. Хорошо? Да. Я не помню. Вась! Все-все. Вась! Быстрее, медсестру! Все-все. Я больше ничего не покажу. Смотрите. Я вас прошу, пожалуйста, посмотрите. Давай в допрос на ее. Там Лукин ждет уже. Слушай, Саш, меня вчера перебрала по-моему. Ну, ты меня это извини. Я надеюсь, я там ничего лишнего не наговорила. Что? Ну, чего ты смеешься? Ну, говори. Что-то не так? Слушай, Горин, если что-то было, то я должна об этом узнать. Ну, ладно, успокойся. Ничего не было. А чего тогда смеешься? Да потому ж смешно. Давно не видел тебя такой, ну, испуганный. Ты вообще чего так разошлась вчера? Достала все. Нервы не к черту. Якушев понимает, что я богатая наследница и в полиции мне не место. Ее гору не могу сказать про смерть отца. Ну, в общем, все в одно. Ну, ладно. Пойдем оформим задержание. Вы заставили испытать его сильнейший стресс. Это может от негативного отразиться на его состоянии? Я не думала. Вы не думали. Человеческая психика — это тончайший механизм. И вообще, я вам запрещаю с ним общаться. Это ясно? Как? Ну, к нему ведь начала возвращаться память. Мне очень нужно поговорить с ним. Ну, поймите, то, что он вспомнит, может быть важным для следствия. Я вам ничего не могу обещать. Это будет зависеть от его состояния. А где пациент? Его нет в палате. Простите. Пойдем, на метро. Пойдем на метро. Ну, да, давай. Я вышла. Ну, что мы расширим? Да, хорошо. Не достаём. Ну, да. Давай, давай. Ура, чё. Ну, что это? Чёрт! Вас зачем туда послали? В носу ковырять или за преступником смотреть? Как вы могли его упустить? Ну, то, что он преступник, надо же ещё доказать. Хамишь, да? Нет. У Киршановой научилась? Товарищ подполковник, мы его найдём. Я даю вам слово. Слово она даёт. В розыск этого ботаника срочно. В камере он у меня быстро всё вспомнит. Да нельзя его в камеру, товарищ подполковник. Ну, у него психическое расстройство. А вот это уже не тебе решать. Здравия желаю. Спасибо. За что? За то, что удар на себя приняла. Обычно он на меня срывается, а тут ты подвернулась. Самое ужасное, Ольга Ивановна, что он в чём-то прав. Прав? Да козёл он. Дима. Дима? Дим, ты что ли? Дима. Дима. Что с тобой? Я Дима. Нужно, чтоб ты пробежалась по универам и показала фото пациента. Хорошо, Ольга Ивановна, я завтра утром этим займусь. Ну, одна ты будешь два года ходить. Я к тебе двух оперов подключу. Она сама съезжу к жене пропавшего инкассатора. Она в себя пришла, в больницу. Хорошо. Ольга Ивановна, а вы домой? Я просто хотела поговорить. Нет, я в ресторан, у меня там дела. Ну, хочешь, поехали со мной там и поговорим. Да. Да, ситуация. Ангел оказался полицейским, а тебя подозревают в убийстве. Может, тебе лучше сдаться? Чтобы меня посадили? Я даже не знаю, за что. Ну, я должен все вспомнить. Я ведь вспомнил тебя, ребят вспомнил, универ. А тут, как стена, за которой что-то есть, страх мешает. Мне Лена нужна. С ней начинаю вспоминать. Ольга Ивановна, мы когда-то с Виктором только познакомились, он мне рассказал, что у него не складывались отношения с женщинами в погонах. Он вас имел в виду? Ленка, откуда я знаю, кого он там имел в виду? Оля, пойдем. Вы что-то недоговариваете? Я сейчас прийду. Ладно, Лен? Будешь чего-нибудь? Чай, кофе? Может, что покрепче? Нет. Я по делу. Это я уже понял. Рассказывай. Борис Дарх, я решила отказаться от своей доли наследства. Да. Ну, в смысле ресторанов и закусочных, и перезарегистрировать их на тебя. Оль, ты, наверное, не в курсе, но полгода назад Игорь переоформил рестораны на меня. Вот как? Тем лучше. Ну, я все равно буду отдавать тебе долю от ресторанов, как и при Игоре, как бы ты не сопротивлялась. А кто тебе сказал, что я буду сопротивляться? Я именно это и собиралась тебе предложить. Угу. Тогда отметим, м? Давай. Держи. Привет. Я тебя сразу узнал. Ну, такую девочку не скоро забудешь. Вы… Вы меня с кем-то перепутали, и я вас не знаю. Ну, как? А с памятью проблемы, да? Я вас не знаю. Повторяю. Идите за свой стол, пожалуйста. Ну, тё-тё-тё-тё. Хамить только мне не надо. Я тебе чё, мальчик, что ли? А что это у вас тут происходит? А? А это у нас кто? А это моя коллега. Я не понял. Ты чё, под прикрытием работаешь? Под каким прикрытием? Мужчина, видимо, что-то перепутал. Оставьте нас в покое, пожалуйста. Это кто? Вы же слышали? Мужчина ошибся. Да? А мне показалось, он не ошибся. Он отлично тебя знает. А про какое прикрытие он говорил? Я не знаю. Лен, слушай, это не тот богатый жених из прошлого, а? Нет, я же сказала, я его не знаю. Ну, а чё ты расскажи? Я же всё равно узнаю, Лен. Ольга Ивановна, мне скрывать в отличие от вас нечего. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Я по поводу пациента, который забежал от вас вчера. Что с ним? Он нашёлся? Да. Где он? Не могу сказать. Вы понимаете, что это не просто пациент? Его подозревают в убийстве. Вот именно поэтому я и пришёл. Дима вспомнил, как его отпечатки оказались в инкассаторской машине. Он хочет встретиться с Еленой из полиции. Дима будет говорить только с ней. Вы же знаете, как с ней связаться? Я шёл с электрички на дачу. Эта дорога через лесополосу короче. Мобильник до кафедры я оставил. Я сейчас. Потерпи. Потерпи. Я вернусь. Потерпи. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Игнат! Он бежит с дороги! Быстро в машину! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Доры, менты едут! Валим отсюда! Сюда! Сюда! Я их здесь видел. Дмитрий, мне кажется, вы должны дать показания. Да, конечно. Конечно. Костя не виноват ни в чём. Вы можете это понять? Он не мог убить своих коллег. Не мог. Инкассаторы были убиты из оружия вашего мужа. Он не мог этого сделать. Он на это не способен. Он не убийца. Кирсонова. Что? Это точно? Точно? Спасибо. До свидания. Это про Костю? Его нашли? Он мёртв? Точно ещё ничего не известно? Ну, только пожалуйста. Только не стоит волноваться раньше времени. В яме обнаружен труп. Перед тем, как его закопать, его облили кислотой. Поэтому невозможно его опознать. Одна надежда на ДНК. Я думаю, что такая же судьба и у тех инкассаторов, которые расстреляли своих коллег, а потом якобы скрылись деньгами. Никак не могу понять, как это бандиты заставляли инкассаторов убивать своих коллег, а потом ещё и привозить им деньги. Как? Ну, у меня есть одна версия. Мы пробили мобильные этих инкассаторов. И выяснилось, что непосредственно перед ограблениями на эти мобильные поступал звонок из детского сада, куда ходили дети этих инкассаторов. То есть, ты хочешь сказать, что кто-то брал в заложники детей в детском саду, да? А потом этим шантажировал инкассаторов. Да. Ну, такое не утаить. Мы вам об этом знали. Подождите, а если предположить, что преступником была воспитательница, нянечка или уборщица в детском саду? Она спокойно могла стоять рядом с ребёнком и шантажировать. И никому в голову не придёт, что она преступница. Ну да. В наше время устроиться в детский сад с липовыми документами — это не проблема. А давайте-ка отработаем эту версию. Угу. Есть. Оль, так значит, ты думаешь, что она по подложным документам устраивалась в детский сад воспитательницей? Да? Ну и что же дальше? Думаю, дальше. В нужный момент она звонила инкассатору, ребёнок которого ходил в этот детский сад, и начинала тихо, мирно шантажировать его. Я не буду. Естественно, отец сделал всё. Но самое главное, что никому в этом детском саду даже в голову не приходилось, что происходит преступление. Просто и гениально. Но с кислотой, конечно, перебор. Да. Под шашлычок. Слышь, Вань. Да. А ты помнишь Вовика, Литву? Он ведь тоже кислотой свои следы заметал. Ну да. У него ещё напарница была. Полюбовница. Дора. Урагана, не баба. Торнадо. Да, такую вряд ли забудешь. Лет десять-двенадцать назад целую серию налётов на обменники организовала. Нападали на инкассаторов прямо во время погрузки денег. Ага. А уходили на скорой. Заранее угоняли скорую. И после ограбления садились и с ветерком под сирену по пробкам. А кто подумает, что там бандиты? В голову никому не придёт. О, Егор, шашлычку горячего съешь. Нет, мне некогда. Оль, ты что? А пробью-ка я завтра эту Дору. На всякий случай. После освобождения Малиновская Дарья Петровна, она же Дора, живёт по месту прописки, не скрывается, регулярно отмечается. Все записи в норме. Иди сюда. Посмотри. Это фотография из личного дела воспитательницы, которая работала в детсадах. Работала она там не больше двух недель. А вот эта фотография из дела Малиновской. Доры. Одно лицо. Сто процентов это она. Вот наглая баба, ничего не боится. Ну, а чего ей бояться? Если её опознают сотрудники детсада, так это максимум подделок и документов. Отделается штрафом или условным сроком. Надо падать ей на хвост. Такие, как она, долго без дела не сидят. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Она? Похоже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В общем, мы довели Дору до детского сада, а там её приняла Нарушка. Что-нибудь выяснить удалось? Да. В этот детский сад ходит Варя Николаева. Её отец работает инкассатором. Неужели Дора готовит новый налёт? Думаю, что да. Пока не поздно, нужно проинструктировать начальника ЧОПа, где работает этот инкассатор. И быстро меня туда внедрить. Леночка! Здравствуйте. Здравствуйте. А это вам. Спасибо. Мы очень красивые. Вы мне очень помогли. И ещё вы мне очень нравитесь. Милые цветочки. А это что за ботаник? Откуда вы знаете, что я ботаник? Я вообще не с тобой говорю. Лен, что происходит? Леночка, вы мне только скажите, я прогоню, если нужно, этого хама. Ты смотри, не надорвись. Дмитрий, это мой знакомый. Вы идите домой, я вам обязательно позвоню. Хорошо. Хорошо. До свидания, Леночка. Я буду ждать вашего звонка. До свидания. До свидания. Да. Ты что, не могла себе никого получше найти? А тебе какое дело? Ты же ушёл от меня? Я не обязана теперь перед тобой отчитываться. Ну да, не обязана. Ну ладно, желаю тебе удачи с твоим ботаником. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Г Anton! – Ага! Слушай меня внимательно и молчи. Сейчас я играю с твоей дочерью. Варенька, скажи папе, что ты сейчас делаешь? – Пап, тётя Маки мне дала в игрушку поиграть. Она мне очень нравится. Нравится. Варя. Варечка. А сейчас мы с тобой поиграем в одну игру. Ты закроешь ушки, глазки, потом ты их откроешь, когда я тебе скажу. А за это ты получишь подарок. Договорились? Быстро-быстро-быстро-быстренько. Закрывай ушки. Быстренько-быстренько. Вот так вот. Слушай меня внимательно. По моему сигналу ты убьешь своих коллег. Сфотографируешь. И фотографию трупов пришлешь мне. Затем я скажу тебе, куда перегнать инкассаторский броневик. Только после этого я отпущу твою дочь. Если что-то пойдет не так, или в детском саду я увижу посторонних людей, твоя дочь улет первой. Николаев, что замер? Садись, ехать пора. И так уже с графика сбиваемся. Слушай, чё-то странно, ты же новенький. А тебя сразу на серьезный рейс поставили. Начальство виднее. Ну, ясно. Николаев? Я. Давай, не тяни. Я понял. Спокойно, полиция! Останови машину! Останови машину, я сказал! Мы знаем, что тебя шантажируют. Но можешь успокоиться. Мы все контролируем. Опусти ствол. Оружие брось. Дернешься, сразу стреляют. Вы тоже оружие на пол. На пол, я сказал! Не дури. Жизнь дочери сейчас зависит от тебя с малой. Тида! Кто это? Свои. О чем она тебя еще просила, кроме как убить своих коллег? Высладь ей фото трупов. Васин, мухой в ближайший продуктовый за кетчупом. Ага. Да. Говорите, куда деньги везти? Я понял, еду. Зимцов, Дора ушла? А где дочь Николаева с тобой? Дай ей трубу. Алло! Творюш, у тебя все в порядке? Давай, давай. Ты умница, доченького нет. Васин, иди сюда. Умница, молодец. Я тебя очень люблю. Давай. Убедился? Иди за руль. А ну, притормози здесь. А ну, притормози здесь. Здорово. Б係одэ keys Убед anche Да? Послушайте, я же все сделал, как вы сказали. Да. Забирайте деньги. Я оставлю их в машине и уйду. Только, пожалуйста, дайте мне гарантию, что с моей дочкой будет все в порядке. Хорошо, я жду. Да. Сейчас уберу. Винтовочку на землю поставь. Медленно. Понял? Давай-давай. Без дури. Вот так. Молодец. Тихо-тихо-тихо. На. Надень. Вот так. Давай-давай-давай-давай. Иди. Иди. Болзай! Без дури. Без дури. Ты как? Я в бронике. А вот и наша мадам. Пошли. Без дури. Стоять! Тихо. Назад. Набегалась? Тише. Слушай, Лена, не будем мы им мешать. Пускай девушки поговорят. Имеи, что обсудить. Да, уже обсудили. Забирайте. Дура молчит. Из нее слова не вытянуть. Ее квартиру и квартиру ее напарника Пантелеева Игната Петровича мы обыскали. Денег там нет. Ну и где мы теперь эти деньги будем искать? Разрешите, товарищ полковник? Да. Мы тут выяснили, у стрелка, то есть у Пантелеева, недавняя недвижимость появилась. Он три месяца назад складское помещение купил. Ольга Ивановна, спасибо вам большое. За что? Ну как за что? Вы меня от взрыва закрыли. Да ладно, Ленка, это моя работа. Васин, ну где кинологи? Да не думаю я, что собака здесь чем-то поможет. Да нет, от нее уж точную толку будет больше, чем от тебя. Поможет собаку. Бесполезно. Так. Ну-ка. Понятые. Александр Геннадьевич. Ого. Поздравляю, теперь тебе точно премию дадут петь. Да, и звание повысит. Да, до генерала. Будешь самим Стромовым командовать. Ольга Ивановна, вот вы говорили, что ради сына и под статью пойдете. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Почему ты спрашиваешь? Да потому что такие, как Дора, всегда могут этим воспользоваться. Ну тогда, может, выпьем. За то, чтоб на каждую Дору нашлась такая Оля. А? Я не против. Хм. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я в 76-м к Брежневу на прием прорвалась, а ты мне про какого-то дежурного будешь говорить. У меня к тебе важное дело. Что случилось, Бала Юрьевна? Меня хотят ограбить и, возможно, убить. И спасти меня можешь только ты. Ты пойми, речь идет о миллионе долларов. А, Киршанова, что, несешь рапорт об увольнении? Поменяла, так сказать, гордое звание российского полицейского на буржуазное ресторанное наследство? Не отгадали, товарищ подполковник. Всего лишь очередной отчет. А насчет моего ресторанного наследства вы можете не беспокоиться. Я от него отказалась. В смысле? В прямом. Ресторанам мне больше не принадлежат. Так что вам придется смириться с моим присутствием в стенах родного УВД. Разрешите идти? Журачик, дай. Так что за грязь? Потереть что ли нельзя, а? О, привет, Лен. Привет. А я б на твоем месте так не спешил. Якушев не в духе. Дежурного за что-то распекает и тебе за опоздание тоже прилетит. Вообще-то я у Кирсанова отпросил. С ним университет надо было заменять. Ну, значит, обеим перепадет. Кирсанова же Якушеву не указ. Ну да. И что делать? Ну, пойдем в кафе. Пересидим тревожное время. Меня ж Горин как раз позавтракать отпустил. Я дома не успел. Ну ладно, пойдем. Нет, я никуда отсюда не пойду. Пока ты не решишь мой вопрос, ты меня знаешь. Да. Сергей Петрович, разрешите? Ольга Ивановна, очень вовремя. Заходи. Белла Юрьевна, подождите, пожалуйста, в коридоре мне нужно с товарищем майор, переговорить. Я никуда отсюда не уйду. Белла Юрьевна, это как раз по вашему делу. Пожалуйста, Белла Юрьевна. Слушай, Ольга Ивановна, выручай. А что случилось? Да тут такое дело. Но эту женщину знаю с детства. У нас рядом в даче переделки настояли. Ну, была хорошая, замечательная. Ну, в общем, мировая была тетка. Но, по-моему, годы берут свое. А я чем могу помочь? Да. Понимаешь, она утверждает, что муж ей оставил миллион долларов. А теперь к ней по ночам приходит призрак и требует эти деньги вернуть. Бред какой-то. Согласен. Ольга Ивановна, ну, я тебя попрошу. Ну, как-то, может быть, поговори с ней успокойно. Ну, найди к ней какой-то подход. Ну, ты же умеешь. Ну, по-вашему, по-женски, а? Хорошо, я поговорю с ней. Спасибо, Ольга, я твой должник. Сергей Петрович, отчет вы просили принести. Положи. Ну, все было, Юрьевна. Я договорился. Вашим делом займется опытный специалист. За которого я лично ручаюсь. Майор, между прочим. Кирсанова Ольга Ивановна. Соглашайтесь. Лен, ты какая-то грустная в последнее время. Ничего не случилось? С чего ты взял? У меня все нормально. Ну, я все-таки оперативник. Меня не обманешь. Давай, доедай скорее оперативник, который нам на службу пора. Лен, может, сходим куда-нибудь сегодня вечером? Я не могу. У меня учеба. Ну, после учебы. Петь. Ну, ты подожди отказываться. Я же это, не с глупостями, какими я. С серьезными намерениями. Надо идти, а то теперь меня Кирсанова прибьет. Лена, я... Спасибо. Ну, и что? Приходит призрак с того света. И так прямо говорит, отдай деньги. Смешно, да. А вот мне, признаюсь, не до смеха. Ну, хорошо, предположим. Откуда у вас такая крупная сумма денег? Ах, долгий разговор. Нет, нет. Вы расскажите, я никуда не спешу. Ну, хорошо. Муж мой покойный руководил Центральным домом офицеров. Время было веселое. Денег Министерство обороны на праздники не жалело. А распределял эти деньги генерал Филатов. А уж когда нету перестройку, затеяли. Вот тут-то все и началось. Васенька, кто пришел? Былочка, это Аркадий Юрьевич Филатов. Нам надо поговорить. Ну, что у тебя за срочное дело? Слушай, у меня есть точное изведение, что скоро будут менять советские деньги, и все обесценится. Ты уверен, Аркадий? Это точно, Вадим. Поэтому нужно срочно все рубли, которые лежат у тебя в сейфе, обменять на доноры. Я помогу, найду нужных людей. Слушай, ты меня же за это дело просто хит. Да не бойся, советские времена уже не вернутся. И за доллар уже никого не посадят. Муж мой поменял деньги, перевез их в кабинет и спрятал в сейф. Так, а генерал Филатов что? Явился через несколько дней заросший такой весь, но веселый. Значит, увидел деньги, так довольно потер руки и сказал, что через несколько дней вернется и все оформит как надо. А на следующий день его разбил страшный инсульт. Ты можешь себе представить это с течения обстоятельств, а? Так и умер, не приходя в себя. А ваш муж что? Ну, что муж хранил, значит, деньги в сейфе, но уж потом, когда подошла пенсия, сказал, что будет хранить теперь их дома до лучших времен. Но этим перестроечным бесам не отдаст и перевез домой. А что, вот этими деньгами никто никогда не интересовался? Никто, ты не поверишь, никто. Ну и, значит, когда муж умер, я стала хранить эти деньги. Хорошо. Белла Юрьевна, а давайте вернемся к призраку. Приходит каждую ночь, черный такой, как смерть, вот, и страшным таким голосом шепчет мне. Я, говорит, генерал Филатов, отдай мои деньги. Господи, ужас какой. Ужас, ужас не то слово. Ну, вы не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Ну, вы я тоже вижу, не верите. Думаете, что бабушка, это, ку-ку, да, головой тронулась. Да, ну, что вы такое говорите, Белла ее ревнула. Да я же вижу, вижу, не верите. Только я нормальная. Слышите? Нормальная. Вот. А не верите мне, приходите и сами убедитесь. Хорошо. Я к вам заеду во второй половине дня. Говорите адрес. Угу. Пишите. Привет, опять опаздываешь? Ольга Ивановна, извините, так получилось, я... Да ладно, главное, Якушева на глаза не попадайся. За минуту опоздания сожрет, пунктуальный как. Да уж, а вы куда? А я по делу, мне нужно отъехать, а ты пока раскидай вчерашние протоколы по папкам. А что за дело, может, я с вами? Да нет, там, похоже, ничего интересного. Если что, я на телефоне. Орел, петь? А что, у нас новое дело? Да нет, я так просто спросила. Знаешь, а я передумала насчет сегодняшнего вечера. Куда пойдем? Аристарх, привет. Ты на месте? Да. Я сейчас приеду. Окей. Стоп. Ты знаешь этого мужика? Да. Сделай крупнее, давай еще раз посмотрим. Это банкир. Он у нас часто ужинает. А зачем он тебе? Да так, узнать кое-что нужно. Имя его знаешь? Угу. На, запиши. И фотку мне его скинь, там где он почетче. Угу. Угу. Белла Юрьевна. Олечка, я же просила вас. Называйте меня просто тетя Белла. Мне это будет очень приятно. Пейте чай. Настоялся. Ммм. Какой вкусный. Я знаю. Все хвалят. Белла Юрьевна. Простите. Тетя Белла. Я хотела бы с вами поговорить о миллионе. Все-таки не верите. Нет, нет, но все-таки такие деньжища. Ну ладно, Олечка. Вам покажу. А то и вправду меня в сумасшедшие запишите. Так. Так. Раз, два, три, четыре. Пять. Все. Так. Мама вышивала. Здесь что, миллион? До единого цента. Неужели вы в тяжелые девяностые не взяли отсюда? Как можно, Олечка? Это же партийные деньги. Тетя Белла, ну это же целое состояние. Вы что, так и будете хранить его здесь, в квартире? Буду хранить. Пока не придут настоящие партийцы и не освободят русский народ от этого империализма. Тетя Белла, ну какой империализм? На дворе двадцать первый век. Не важно. Я никому не доверяю. Вообще никому? Ну почти никому. Есть правда у меня ряд товарищей, им я верю. А они знают про партийные деньги? Да конечно. У меня от них нет секретов. Но это, это настоящие, это проверенные товарищи. Я могу попросить у вас их телефоны? Да пожалуйста, вы можете. Вот. Вот они у меня прям все подряд. Спасибо. В котором часу обычно призрак приходит? Ну где-то около часу ночи. Сейчас семь, я отъеду, а приеду к вам к двенадцати часам. Хорошо? И мы устроим засаду, да? Ну да. Спасибо. Хорошо. Хорошо. А что, Олечка? Ничего, все хорошо. До вечера. До вечера. Спасибо тебе большое, Петь. Хороший получился вечер. Смешно вспомнить, я последний раз в театре была. Даже не помню, когда. А я могу тебя хоть каждый день туда водить, хочешь? Петь, ну каждый день это перебор. Ну, может, ты и права. А вообще, Лен, я бы хотел больше времени проводить с тобой. Хорошо, я подумаю об этом. Слушай, хотел тебя спросить, ты что-нибудь знаешь про сестру Кирсановой? Как она погибла? Ты что, не в курсе? У нас все в управлении знают об этом. Я два месяца только у вас работаю, откуда мне это знать? Ну да. В общем, ее сестра погибла в аварии. Несчастный случай. Ну вот, Ольга Ивановна чуть тогда и не уволилась. Почему? Ну, она не верила, что это был несчастный случай. Она просила дело открыть, а ей отказали. Да. Ну, ладно, Петь, спасибо тебе большое. Хороший получился вечер. Ну да. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Тетя Белла, тетя Белла! Ольга Ивановна, успокойтесь. Ольга Ивановна, Вашей вины здесь нет. Она же доверилась мне. Как я могла уйти после того, как она мне деньги показала? Вот как? Ой, идиотка, кретинка. Ну, ну, было же предчувствие, что что-то произойдет. Было бы здесь, Йоктула все равно ушла. Ольга Ивановна, пойдемте. Там Стромов зовет. В квартире обнаружены камеры. Камеры? Они были хорошо замаскированы и подключены к интернету. Черт. Значит, убийца увидел тайник, когда тетя Белла показывала мне деньги. Я ушла, он приехал. Ой, дура. Камерами вероника звук не писали, иначе бы он знал, во сколько запланировала вернуться. Степаныч, как все было? Ну, по всей вероятности, убийца действовал спонтанно. Схватил первое, что попалось под руку. Вот эту раковину. Ударил ее по голове жертвы, и удар оказался смертельным. Скорее всего, убийца невысокого роста, потому что проломлена височная кость. Невысокого роста, зато ловкий и сильный. Он на крыше вскарабкался в секунду. Так не каждый сможет. А может, он циркач или спортсмен какой-нибудь? Степаныч, кроме невысокого роста, еще что-нибудь есть? Да, в замке входной двери следы воска, значит, делай слепок с ключей. Ну, вот так вот призрак и появлялся. Открывал дверь дубрикатом, заходил и... Товарищ полковник, опера обследовали крышу. Предполагаемый преступник перебежал по крыше на другую сторону дома и ушел через чердак. Собака след завела? Да, но ненадолго. Слякать везде. Оль, не казни ты себя. Ты ни в чем не виновата. Все равно не по себе, пап. Я хоть и деньги эти и видела, в призрака этого до конца так и не поверила. Надо было хотя бы квартиру эту осмотреть. Всего предусмотреть невозможно, Оля. Егор вчера опять процесс прошел, почему папа не звонит из командировки. Надо ему рассказать. Дальше тянуть уже некуда. Ну, давай я расскажу, как и договаривались. Так, малый, так, Егор. Твой папа погиб в аварии. Ну, ты хоть чайку попей. А, Вера Петровна, а с кем еще общалась Белла Юрьевна? Да, в общем, с нами. С Гришей, с Любочкой, со мной. И все. А с соседями? Ну, с соседями она здоровалась. И то не со всеми. Скажите, Григорий Николаевич, а не давала ли Белла Юрьевна кому-нибудь ключи от своей квартиры? Нет. Я бы знал об этом. Мы никогда ничего не скрывали друг от друга. Всегда честно говорили. Вспомните, кто еще мог знать о партийных деньгах? Ну, может быть, Белла Юрьевна кому-нибудь о них рассказывала. Доктору, родственникам, соседке. Ну, что вы. Уверяю вас, ни Беллочка, ни я никогда никому ничего не рассказывали. Это исключено. Мы же клятву давали. Скажите, Григорий Николаевич, а вы живете один? Да, долгое время жил один. А недавно в московский вуз поступил мой внучатый племянник. Ну, вот сейчас живу вдвоем с племянником. А вы не будете возражать, если я к вам загляну и познакомлюсь с племянником? Конечно, не буду. Я вспомнила. К ней по четвергам приходила очень милая девушка, Люся. Ну, соцработник. Угу. А что она делала? Продукты приносила. А вот по дому Беллочка все делала сама. Так, стоп. Кому святой? Баженовой? Ну да. Я еще и билеты в цирк на вечер прикупил. Билеты оставь себе, а цветы я конфискую. Это на каком основании? А на таком, что, в общем, не спорь со старшими по званию. Стой здесь, а Баженову я пришлю. А за это потом деньги отдам, ладно? Егор! Егор! Ударим по чайку! А? Егор! 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 Это что, мне? Нет. Александру Сергеевичу. Пушкину. Спасибо, конечно. Но у меня даже ваза нет. О! Да, папа. Что? Как попал? Пап, я... Что значит через окно? Как убежал? Ты у соседей спрашивал? Пап, ты у соседей спрашивал, что они говорят? Оль! Оль, подожди, что случилось? Егор пропал, я домой еду. Егор пропал? Давай я за руль сяду. Горя, ну иди не до тебя! Да куда ты в таком состоянии? Да уйди ты, я тебе сказала! Успокойся, Оль, садись! Телефон выключен. Ну что же это такое, а? Ты утром Егора видела, ничего странного не заметила? Ну да, все как обычно. Зашла, разбудила, пошли позавтракали. Мне эта Белла никак из головы не выходила. Да подожди ты с Беллой. С Егором о чем говорили? Да он ты. Подожди, мы с папой. О, Господи. Чего? Да мы с отцом обсуждали, как сказать Егору про смерть Игоря. Саш, ну вдруг он слышал. Господи, ну это я виновата, ну надо было все сразу сказать ему. Ну что тянуть? Ну что это такое? Да успокойся ты, ничего страшного пока не случилось. Горин, у меня сын пропал, сын, понимаешь? Ты хотя бы знаешь, что это такое? Ничего страшного. Ты не можешь быстрее ехать, пледешься, как черепаха? Я только что видел, как они сорвались с Гориным куда-то на машине. Лен, где они? Я не знаю. Ну совсем обнаглели, а? В рабочее время. А с этим я сам как-нибудь разберусь, хорошо? Товарищ полковник, я уверена, что Ольга Ивановна просто раскопала что-то важное по поводу вчерашнего дела. Вот цветы упали. Я сейчас подниму их. Подожди. Мне стало известно, что к Барри Юрьевне по четвергам приходила социальная работница. Вот ее координаты. Проверить пока нет, Кирсанова. Хорошо. И когда вы уходите из кабинета, дверь-то закрывайте. Вещи проверила? Нет куртки и рюкзака. Куда он мог сбежать? Есть мысли? Да откуда я знаю? Это я виновата, я виновата. Ну что же я за мать-то такая, а? Ладно, Оля, успокойся, его уже ищут. Ищут? А мне что, дома сидеть? Я пойду еще раз с соседями поговорю. Так ты останешься дома. А я вот кое-куда свечу. А машина? Такси на станции возьму. Да, слушаю. Десять лет. Волосы русые. Темно-русые волосы. Одет? Одет. Десять лет. Десять лет. Курточка с капюшоном. Еду сейчас. Людмила Гринберг. Хороший работник, молодая, энергичная. Жалоб от пенсионеров не поступало. Ну что вам еще рассказать? А что у нее с личной жизнью? С личной? Ну, вообще-то она нам об этом не рассказывала. Но я заметила, последний месяц она все время на работу, на такси приезжала. А зарплаты наши сами понимаете какие? То есть вы намекаете на какого-то богатого уважения? Какой там богатый? Таксист он. Скажите, пожалуйста, а вы можете мне дать домашний адрес, Людмила? Могу. Так. Дед, давно уже пора обзавестись компьютером. Ну, хочешь, я тебе свой подарю? Давай? Не-не-не, не надо. Мне с карандашиком сподручнее. Ну, как знаешь, дед. Ты сегодня снова допоздна? Да, я сегодня допоздна. Кстати, дед, представляешь, я в библиотеке откопал рукопись маршала Котова. Да? Да. Документальные сведения о начале войны. Интересно. А ты дашь конспект взглянуть? Да, конечно, дам. Я тебе его сам почитаю. Ага. Антон. Пока не ушел, накапай-ка мне капель их моих, что-то нехорошо мне. Да-да-да, сейчас сделаю, сейчас сделаю. Дед, я открою, открою. Здравствуйте. Я бы хотел увидеть Григория Николаевича, мы с ним договорились о встрече. А, ну, если договорились, то, конечно, проходите. Спасибо. Спасибо. Куда? Туда, прямо. Благодарю. Я всем его друзьям позвонил. Никто ничего не знает. Я в морге была. Что? На опознание, это не он. Другой мальчик. Мне позвонили, привет, совпадали. Папа, мне так страшно. Надо что-то делать. Ну, что ты молчишь? Надо же что-то делать. Егор. Егор, сыночек. Ну, где же ты был? Нам очень с ума не сошли. Боже мой, горе, ну, где ты его нашел? На кладбище. Может, я чем-то могу помочь? В лекарство, в больнице? Да нет. Врач сказал, что деду только покой нужен. Ты давай иди в свою библиотеку, а то опоздаешь. Всего хорошего. До свидания. Я никак не могу поверить, что ее больше нет. Каждое утро рука сама тянется к наградному Стечкину. Забыл отомстить. Ну и, чтобы отвлечься, заставляю себя побольше работать. А чем занимаетесь? Да мемуары пишу. Пока при памяти хочется успеть все записать. А можно почитать? О, это еще не закончено. Это пока только черновик. Да я разберусь. Разберусь. Если интересно, посмотрите. Я не возражаю. Спасибо тебе за Егора. Слушай, а как ты догадался, что он на кладбище пойдет? Посмотрел в его планшетнике сайты, на которые он с утра заходил. Ну и, в общем, ход его мысли стал мне понятен. Потом по адресным запросам выяснил, на какое кладбище он поехал. Правда, там на кладбище мне пришлось побегать. Егор ходил от могилы к могиле. Отца искал. Нашел? Я помог. Но вот этого не надо. Между прочим, я зауважал твоего Егора за этот поступок. Мужик у тебя растет. Да уж, мужик. Кашу он доесть не может. Ну, это дело поправимое. Егор, а ты кашу-то чего не ешь? Не хочу. Да? Жалко. А то хотел взять тебя кое-куда. Куда? Снаряжение пентбольное я тебе для чего подарил? Чтоб ты кошек во дворе пугал? Хотел завтра взять тебя в лес, попробовать снаряжение, так сказать, в деле. А ты кашу не ешь. А при чем тут каша? Ни при чем. Просто кашу надо есть. Если хочешь, поехать в лес. Куда пошел? Иди сюда. Кашу. 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 У нас проблемы. В смысле? На работу надо ехать. Опять на работу? Егорушка, ну мы сегодня полдня с дядьцей Аше с тобой бегали, прыгали, смеялись. Так что давай без обид, ладно? Ладно. А давайте сюда на выходные приезжать? Давайте, я не против. Посмотрим. А пока что давайте быстро в машину, еще Егора нужно к папе отвезти. Оп. Ну что скажешь? Смерть наступила несколько часов назад от удушения. Ну а все детали позже, сам понимаешь. Понятно. Такое ощущение, что убийца ей был хорошо знаком, да? Почему? В таком наряде они знакомцев не встречают. Осторожно, отпечатки сотрешь. Этот ключ мне знаком, такой же был у Беллы. Уверен? Ну почти. Дай пакетик. Получается, что преступник работал через Гринберг, использовал ее? Меня больше другой интересует, как он мог узнать про деньги. Не могла Белла разболтать какую-то соцработницу о них. Не тот она человек. Ну да. А что если посмотреть записи уличных камер возле соцслужбы? Может удастся разглядеть номера такси? Уже даже выяснили, какому таксопарку принадлежит машина. Лена, собиралась туда ехать после визита в Гринберг. Лена, ну че ты тут стоишь? Ну давай бегом туда дуй. Поняла. Скажите, пожалуйста, а еще кто-нибудь кроме вас ездит на этой машине? Еще Турин. А что? А он местный? Москвич? Да нет. Полгода назад с Алтая приехал, сразу к нам устроился. Только он здесь больше не работает. Уволился сегодня утром. А адрес, где он живет, вы случайно не знаете? Да чего ж не знать? Знаю. Он нашей диспетчерши комнату снимает. Ага. Здравия желаю. Про Гринберг уже в курсе. Да, конечно. Присаживайся. Я вот тут взял почитать мемуары Григория Толкая. Может найдется какая-то зацепка. Разрешите ответить? Более. Да, Лен. Уверена? Жди. Жди, я еду. Товарищ полковник, Баженова нашла таксиста, которую обхаживала Людмилу Гринберг. Это Турин Евгений Николаевич, 87-го года рождения. Разрешите, я пойду? Давай. 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 Я заходила к соседке, она сказала, что он тут. Квартира. 123-й этаж. Вот этот подъезд. Ты будь здесь, а вы один за угол, второй за дом. И смотрим за окнами. Он у нас мастер по окнам лазить. Ясно? Клювами не щелкаем. Выполнять. Пошли. Ой, ну что-что, она просто спросила, живешь ты в квартире напротив или нет. Я сказала, живешь, вот и все. А откуда она? Слушай, откуда я знаю? Ну, молоденькая такая, рыженькая, как я. А, да, кстати, она еще спросила, дома ты или нет. Угу, понятно. Ладно, пойду я. Давай, сам откроешь? Да, конечно. Давай. Слышь, меня походу менты вычислили. Да, давай встретимся. Где? Да, знаю, хорошо буду. Ты че? Юля, у меня к тебе дело. Что, как ты? Где? Что, как ты? Продолжение следует... Ха, нормально. Одна Турина ищет, а другая у него в квартире торчит. А я с работы его убежал, ничего не сказал. Не знаете, куда пошел? Я, наверное, к мэмори своей поехал. Такой смешной, напялил мои шмотки, губы накрасил моей помадой и вылетел. А скажите... Правильно, его из Акарбатов поперли. Он же клоун, натуральный. А скажите, когда он ушел? Да только что. Так, ты туда. Ты за мной. Акарбатов Ну что, нигде нет? Ушла. Да от раза, а, как сквозь землю провалился. Так, поехали, надо дать на него ориентировку, садись в машину. А вы по дворам, и чтобы каждый угол не обшарили. Ясно? Выполнять. Леся, давай туда. Ольга Ивановна, да не волнуйтесь вы так, найдем мы этого Турина. Никуда он от нас не денется. Есть зацепка. В мемуарах толка пишут, что все родственники Полине его жены с Алтая, из села Белое, и племянник его из этого же села. И Турин оттуда же? Сергей Петрович, мы упустили Турина. Как? Он накрасился, переоделся женщинами. Да. Понял. В промзоне на один труп. Мужчины со следами макияжа. Добрый день. Надеюсь, близко к трупу никто не подходил. Ну чё, это он? Да, это Турин. А где Бондаренко? Он пальцы откатал, я его в отдел отправил отпечатки слечить. Территорию уже успели осмотреть? Да, ничего интересного. Горин слушает. Ага. Да, понятно. Давайте распишусь. Это Бондаренко. Отпечатки пальцев убитого идентичны отпечаткам, найденным в квартире Гринберг. Ну я не сомневалась. Чего у тебя? Смерть наступила около час назад от огнестрела. Стреляли из Течкина и стрелял непрофессионал. Почему? Было сделано три выстрела. Первый ранил, по всей видимости. Второй контрольный в цель не попал. Пулю нашли рядом с трупом. Смерть наступила от третьего выстрела. Горин, быстро со мной. Есть. Лена, немедленно звони Толкаева, узнай, на месте ли его Стеечкин. Поняла. Как ты узнал про деньги? Я спрашиваю, как ты узнал про деньги? Стой на месте. Это ты убил Беллу? Ее и не убивал. И тебя убило. Даже не сомневайся. Стреляй. А вот и тот самый Стеечкин, Григорий Николаевич, из которого ты убил Турина. Ну, слава богу, мы успели. Племянника Толкаева уже допрашивают, так что мы можем быть свободны. Что все это значит? Вы ищите информацию на него. Зачем? Лен, я хотела узнать, почему этот банкир приставал к тебе? Я же вам сказала, он ошибся. Зачем вам это? Я решила выяснить, чем он могла. Выяснить что? Лен, я хотела узнать, откуда он тебя знает, и о каком таком прикрытии. Не надо ничего не узнавать. Отстаньте от меня. Как вы узнали, что деньги хранятся в квартире Белы Юрьевны? Прочитал в дедовских дневниках, когда его не было дома. Кто был организатором? Турин. Конечно. Удобно все на мертвого валить. Да нет, это ты организовал преступление, подготовил Турина. Сам бы Турин не додумался вступить в связь с соцработником, чтобы снять слепок с ключей. Тем более появляться по ночам в виде призрака, чтобы сводить с ума бедную женщину. Ничего себе бедная. На миллионе сидела. Сталинисты проклятые. Эти сталинисты тебе помогали всем, чем могли. А ты? Ты просто соплевый подонок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Свои, свои. Чего у тебя? Да пока ничего. У тебя что? На кухне и ванной чисто. Есть мысли? Да, ощущение, что кто-то открыл дверь, вошел и... Вытолкнул девчонку в окно. Или она сама выбросилась, если были на ту причину. Да нет, её точно вытолкнули. Место падения и положение тела говорит о том, что ей помогли. Ну, хорошо тогда. Слушай, Степаныч, надо замок там ввели посмотреть. Похоже, в отмычку открывали. Александр Геннадьевич, не учи учёного, а? Сходи лучше, камеры на входе сними. Ты чё, ночь на дворе? Кто нам записи сейчас даст посмотреть? Да, соседи, видимо, завтра тоже придётся опрашивать. Так что давайте, пока сами здесь всё осмотрим. Вить. Витя. Витя. Да, Витя. 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 Тешик такой. Так, Петь, распечатай мне фотку этой женщины и мужика. Мы с Баженова сходим, опросим соседей. А мужика зачем? Тетка явно подозрительная. А мужик? Распечатай, я тебе говорю на всякий случай. Ленка, привет. Не торопись, мы выезжаем на место преступления,lı свидетелей опрашивать. Поехали, по дороге, все расскажу. Лен, ну, хватит уже на меня дуться. Ну да, да, я допустила ошибку. Влезла в твою вечную жизнь. Прости, этого больше не повториться. Ну, я думала, что тебе помощь нужна. Я просто хотела тебе помочь. Вот и всё. Инцидент исчерпал? Угу. Ну так поехали вперёд. Дед, а мама звонила? Звонила. А когда приедет? Ты знаешь, сегодня не приедет. Она очередное преступление расследует. Дядя Сашей? Да уж, с ним прикольно. Егор, ну что за словечки такие? Прикольно. Неужели по-человечески, по-русски нельзя сказать? Интересно. Кстати, ты коту-то имя придумал? Да, Ватсон. А ты этот самый Шерлок Холмс? Да. Ну что ж, тогда в таком случае у нас сегодня на завтрак овсянка, сэр. Да. Вот это квартира Новиковой. Вам кого? Добрый день. Добрый. Сегодня ночью ваша соседка? Знаю, знаю. Пойдёмте ко мне в квартиру и поговорим. Идёмте. Маша была хорошая девушка. Добрая, душевная. Мне много помогала. Проходите, садитесь. Не могла она сама из окна прыгнуть. Не могла. Вера Васильевна, вспомните, Новикова в последнее время ни с кем не ссорилась. Может, ей кто-то угрожал? Угрожал. Одна безумная баба. Три дня тому назад такую наскадал устроила. А что за баба? Да ненормальная какая-то. Кричала на Машу, чтоб ты отстала от её мужа. А потом бросилась с кулаками драться, еле разняли. А напоследок сказала, если не оставишь моего мужа в покое, я тебя грохну. Подождите, что так и сказала? Грохну? Так сказала. А что за баба, как зовут, где живёт, вы не знаете? Нет, Маша о ней ничего не говорила. А вы, случайно... А это она. Точно она. Вы уверены? На сто процентов. У меня отменная память на лица. Дед, а почему ты второй раз не женился, когда бабушка умерла? Ты же ещё был молодой. А не встретил такую, как твоя бабушка, вот и не женился. А если бы встретил? Ну, если бы встретил, женился бы. И была бы у нас обычная семья. Может быть, тогда и мама твоя была бы другой. Почему? Потому что у неё перед глазами был бы пример нормальной, полноценной семьи. Есть новости? Да. Несколько дней назад к Новиковой женщине приходила. Просила оставить её мужа в покое, лезла в драку, угрожала. Он как, любовный треугольник? Он самый. А ещё эта женщина прямым текстом заявила, что грохнет Новикова, если та не отстанет от её мужа. А самое главное, именно её зафиксировала камера в подъезде. То есть, пацан сказал, пацан сделал? Ну, типа того. Это мобильная Новикова, здесь куча любовных СМС от некоего Ивана. Судя по всему, неверный муж. Я попросила Лену пробить его адрес. Хочу съездить к нему поговорить. Да, Лен. Ты выяснил адрес этого Ивана? Секунду, секунду, я запишу. Да, записываю. Угу. Спасибо. Ты со мной? Давай, прокатимся. Вот их подъезд, тормози. Да, Женя, привет ещё раз. Я не могу дождаться вечера. Я тоже. Надеюсь, у тебя планы не изменились всё всегда. Да, 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 конечно. За тобой заехать? Нет, я доберусь сама. Ты пришли мне СМС-ка на звание ресторана. Окей. С нетерпением жду встречи. Я тоже, пока. Это ты сейчас с Красовским разговаривала, да? А откуда ты его знаешь? Ну, так, поинтересовался. Его, оказывается, подозревают в серьёзном экономическом преступлении. Это недоразумение. Я Женьку знаю сто лет, он порядочный человек. Ну, а я Лукина знаю сто лет, который ведёт его дело. А он любит факты, а факты, знаешь, вещь упрямая. Горин, твой Лукин слишком много на себя берёт. Пойдём. А тебе не кажется, что этот Красовский как-то слишком вовремя появился? В смысле? Ну, может быть, он через тебя подбирается к Лукину? Горин, а я сейчас что-то не поняла. Ты меня ревнуешь, что ли? Я? Ты, ты. Да, ревную. Ты патологически честен. И твоя честность сейчас работает против тебя. Пойдём. Петро. Вам кого? Наталья Петровна? Ну, я из полиции. Нам нужно задать несколько вопросов вам и вашему мужу. Спокойно. Не убивала я! Не убивала я эту стербу! Успокойтесь. Не убивала я её! Да успокойся ты. Вам придётся проехать с нами и отведить на вопросы. Да я ненавидела Новикова. Она хотела у меня мужа увезти. Но я её не убивала. Наталья Петровна, вы были в квартире Новиковой в предполагаемое время преступления. Зачем вы туда приходили? В этот день мне муж сказал, что его неожиданно вызвали в командировку. Я, конечно, поняла, что он врёт. А сам потащился к этой журналистке. Но я и хотела их застугать. Да, но мужа своего у Новиковой вы не обнаружили. Нет. Тогда зачем вы выбросили её в окно? Да не делала я этого! Я её не убивала! Я позвонила в дверь. Мне никто не открыл. Я стала стучать. Дверь открылась, я вошла. Допустим. Дальше что? В квартире никого не было. Я услышала голоса во дворе. Выглянула в окно, оно было открыто. И вижу, там внизу она лежит. Как же это вы тело разглядели? Разглядела. Там фонари были. Ну, я потом испугалась. Убежала. Версия хорошая. Только сомнительная. Ну, я вам правду говорю! Я её не убивала! Наталья Петровна, мы это всё проверим. Но пока вам придётся посеять ВВС, пожалуйста, прочтите. Распишитесь. Горин, мне бежать надо. Закончить тут я пойду. Ладно? Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу, вас ждут. Спасибо. Привет. Какие красивые цветы. Для красивой женщины. Спасибо. Прошу. Жень, а где люди? Они сегодня все почему-то вдруг решили поужинать дома. Ну что, расскажи, зачем ты приходил к нам в управление? По каким таким делам? Ну, давай про мои дела потом поговорю. Ты знаешь, я сегодня после нашей встречи целый день как дурак хожу. Счастливый. Давай. За встречу. За тебя. Все-таки Женька меня разбирает любопытство. Зачем ты приходил к нам в управление? У меня строительная компания. Ну там, стройматериалы, кладки, производство. Это всё моё. А вот финансовая часть. Ты помнишь мою математику в школе? Это для меня до сих пор тёмный лес. И вот тут как раз начались проблемы. Ну так в чём дело? Найми финансового директора, вот и всё. У меня их три. Они ведут бизнес. И что? Ну, недавно я купил у города землю. Начал строительство. И вдруг, бац, один финансовый директор вешается, другой попадает в ДТП, третий улетает в Лондон, там исчезает. Странно. Но я перекидываю все свои финансы на эту чёртову стройку, чтобы только закончить проект. Но денег не хватает. Дольщики воют, меня таскают по судам. Я расплачиваюсь всем. Деньгами, здоровьем. А вот теперь у тюрьма грозит. Этот ваш следователь, Лукин, меня в главный подозреваемый записал. Подписку о невыезде взял. И что ты будешь делать дальше? Пока не знаю. Но всё это ерунда. По сравнению с тем, что сегодня я встретил тебя. Через столько лет. Аппарат добавил на конкурс. Через это. Да, я не знаю. Аппарат добавил на конкурс. Может, тебя домой отвезти? А поехали. Я сегодня без колес. Оль, поехали ко мне. За город. Я не могу, у меня завтра на работу. Еще. Дети отвезу. Поедем, а? Слушай, мне кое-что молокунуло завтра, как нужно. Может, ты узнаешь у него, чего он принялся, да? Чего он привязался ко мне? Я же, наоборот, говорю, я готов заплатить, сколько надо. Только пусть он отвяжется от меня. Может, ты и мне заплатишь? Ты чего? Ты меня зачем пригласил? Чтоб я твои проблемы решила? Ты что говоришь, Оль? Ты же мне всегда нравилась, ты сама это знаешь. Я просто это так ляпнул. Ну, просто, ну, достал, ну, достал меня. Я, наверное, пойду. Ой, дурак. Ой, дурак. Девушка, у вас все в порядке? Что? Я спрашиваю, у вас все в порядке? Да. У меня все хорошо. У меня все просто замечательно! Я же говорю, я был в командировке. Я только сегодня вернулся и узнал, что жену арестовали. Вы можете мне сказать, кто у вас занимается этим делом? Одну минуту. Я, я ищем. Что? Ничего себе. Фамилия, имя жены. Орлова Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы Иван Орлов? Да. Мы занимаемся делом вашей жены. Пройдёмте с нами. Моя жена не убийца, я в этом уверен. Да. А улики говорят об обратном. Она не могла этого сделать. Да, порой она эмоциональна. И всё-таки. Она интеллигентный, хороший человек. Единственный её минус в том, что она очень сильно ревнует меня. И, судя по всему, не без оснований. Видите ли, я раньше её сильно любил. Но иногда ревность переходит всякие границы, и Наташа их перешла. Я устал от постоянного вранья, от постоянных ссор, от её несчастного вида. Захотелось простого семейного уюта. А с Машей у нас спокойные, ни к чему не обязывающие отношения были. А почему же вы тогда не развелись с женой, раз у вас с Машей было всё хорошо? Духу не хватило. Мне показалось, Наташа без меня пропадёт. Наташа. Как благородно. Так. Я могу идти? Или у вас ещё есть вопросы ко мне? Есть один. Кто может подтвердить, что в момент убийства вы были в командировке? Так вы и меня подозреваете? Работа у нас такая. Могу предоставить командировочные документы, и на работе подтвердят, если надо. Хорошо. Спасибо, Иван Анатольевич. Вы можете быть свободны. До свидания. До свидания. Вот почему так? Говорит, что любит жену, а сам спит с любовницей. Да потому что на самом деле он никого не любит. Лен, сбегай за кофе. Наш кончился. А форма тебе идёт? Что вам надо? Хорошая девочка. Всегда умела задавать правильные вопросы. На меня дело завели у вас. Лукин ведёт. Неподкупный сволочь. В общем, мне нужно подкатить к нему. И ты мне в этом поможешь. Что? Что слышала? Обработаешь его, как ты умеешь. Переспишь с ним. Лукина семья же на дети. Так что после тебя у меня на него будет серьёзный комфромат. Чё ты напряглась? Я заплачу. Не переживай. Для тебя ж не впервой с мужиками за бабки спать. Пошёл вон. Я-то пойду. Только не вон, а прямо к твоему начальству. Наверняка им будет интересно узнать некоторые подробности из твоей недавней биографии. Угрозы свои знаешь, куда тасула. Я не угрожаю. Я пока просто предупреждаю. Так что вечером доложь мне первые результаты по Лукину. Вопросы есть? Вопросов нет. До вечера. Горьев, я к тебе. О, как прошло свидание с другом детства. Не вижу вчерашнего воодушевления. Ладно, Оля, извини. Чё хотела-то? Уже ничего. Да, сынок, здравствуй. Привет, мама. Когда приедешь? Ну, наверное, завтра. Или послезавтра. А ты можешь дядю Сашу с собой взять? Зачем? Мне интересно с ним. Мы в спинбол поиграем, на рыбалку сходим. Егор, у дяди Саши своя жизнь. Он взрослый человек. Я не могу его просто взять за руку и привезти. Ладно. Всё, не обижайся. Целую тебя. До вечера. Пока. Пока. Здравствуйте, Борис Иванович. Можно к вам? А, студент-комсомолок. Присаживайся. Спасибо. Ну, как тебе у нас работается? Слышал, начальство хвалит тебя. Ну, да. Молодец. А вы какой-то мрачный. Проблема? При нашей работе, Лена, они нас просто преследуют. А что, дело какое-то запутанное? Да дело-то ясное. А вот тип попался скользкий. Никак прижать не могу. А что за тип? Какая любопытная. Ну, конечно, любопытная. Может, я после окончания универа к вам в отделу напрашусь? Да. Да, а что, экономические преступления и убийства, вещи-то разные? Ваш контингент наверняка старушек не режет. Режет, Лена, режет. Только без ножа. Вот у меня Красовский. Выстроил элитный комплекс Митина. Продал его на стадии строительства. А когда построил, продал еще раз. Через риэлторское агентство. Как это? А вот так. Схема известна. Чего тебе? Ну, о чем ты хотела поговорить? Ну, я тут подумала. Слушай, Новикова была журналисткой, да? А мы в ее квартире не обнаружили ни компьютера, ни ноутбука. Ну, может, она по старинке ручкой на бумаге писала? Молодая девушка писала ручкой. Ты еще скажи, что пером и при свечах. Бумаг каких-то, которые бы она писала, мы тоже не нашли. Я поеду к ней в редакцию, пообщаясь с ее коллегами. Оль, ты ведь что-то другое хотела мне сказать? Нет, Горин. Тебе показалось. Тебе показалось. Привет. Привет. А ты как меня нашла? Я на самом деле... Послушай, прости меня, пожалуйста. Я повел себя по-свински. Я ушел с утра, не попрощался. Но просто у меня были срочные дела. Ну да, я все это потерял мобильник, и поэтому не берешь трубку. Забыл мой номер, поэтому не звонишь так. Лен, я тебе все объясню. Да расслабься, я не к тебе пришла. Я в ваше риэлторское агентство. Меня интересует история о жилом комплексе в Митине. В Митине? Да. Тогда тебе ко мне, это мой объект. Пойдем. Здесь есть свободная комната. Тело Новикова и на родину в Замару повезут. Мы от редакции выделим, конечно, какие-то деньги. Но и сотрудники пусть скинутся, кто считает нужным. Да-да, конечно. Да. Здравствуйте. Здрасте. Вы главный редактор? Да. Майор Кирсанова, занимаюсь расследованием смерти Марии Новиковой. Присаживайтесь. Благодарю. Это наш журналист Сергей Гарпов. Коллега Маши, ему уйти? Нет-нет, пусть останется. Скажите. Да. Новиковой в последнее время никто не угрожил? Я лично не помню. Я тоже ничего подобного не слышал. А может быть, ее смерть была каким-то образом связана с ее работой? Да нет, что вы, что вы. Маша была средний журналист, она звезд с неба не хватало. Писала рядовые статьи. Так что никаких громких сенсаций, разоблачений не было. Вы уверены? Ну, конечно, я же даю редакционные задания. Давал. Кому же знать, как не мне? Понятно. А, кстати, вы не знаете, у нее был дома компьютер? Насколько я знаю, у нее был только ноутбук. А вы что, в квартире его не обнаружили? Нет. Может быть, он здесь, в редакции? Ну что вы, у нас стационарный компьютер. Зачем же нам свои-то из дома таскать? Потом, вы знаете, у Новикого и мужа в столе все разобрали. Ноутбука-то не было. Хорошо. Спасибо большое. Если у нас появятся к вам вопросы, мы с вами свяжемся. До свидания. До свидания. Может быть, чай, кофе? Да нет, давай к делу, у меня мало времени. В общем, там сложная ситуация. Застройщик разорился. У нас лежит куча жалоб от покупателей. Мы посредники, но на сегодняшний день мы уже пострадавшие. А владелец компании-застройщика Красовский? Там по документам куча других фамилий, но по факту Красовский. Ага. Я, кстати, слышал, на него дело завели? Да, завели. Выкрутится. Таких не сажают. Каких таких? У него очень влиятельные покровители. А ты откуда об этом знаешь? Ко мне на днях приходила журналистка, интересовалась его делами. Много чего интересного рассказала. А как ее звали? Мария, Мария Новикова. Подожди, сейчас внимательно. Ты уверен, что к вам приходила журналистка Мария Новикова, интересовалась делами Красовского, так? Ну да, но мне кажется, дальше интересных ничего не продвинулось, поскольку мы договаривались еще раз встретиться, но она куда-то пропала. А почему тебя это так заинтересовало? Потому что ее убили. Да ладно? Да. Парень с ней приходил, ее коллега. Коллега? С ней приходил журналист, а его звали Сергей. Сергей Карпов. Он жив? Не знаю. На него пока сигналов не поступало. Да, спасибо тебе огромное. На самом деле, ты очень нам помог. А да, когда это произошло? Недели две тому назад. Лен, постой, Лен. Лен, мне кажется, нам надо поговорить. Вить, ну, давай ты вначале сам с собой разберешься, поймешь, чего ты хочешь. Тогда мы будем общаться. Или не будем. Да, запомни, я не девочка. Со мной нельзя так пришел, ушел. Все понял? Счастливо. Привет. Чем порадуешь? Ничем. Знаешь что, пошел ты. Не надо, не трогайся. Ты сама так невежливо не разговаривай. Ты что, отвали от нее! Вить, не надо. Не понял. Вить, не надо. Это что, твое, что ли? Это вообще не твое дело, если ты еще раз к ней приблизишься. Ты кого защищаешь, а? Вить. Она же, она же с мужиками за бабки спит. Что ты сказал? Объясни ему, а? Расскажи, чем ты занимаешься, а то парень мне не верит. Что происходит? Кто это? Что он говорит? Скажи мне! Ну, что ты молчишь? Говори со мной. Вить, послушай, я все объясню. Стоп. Я... Значит, он... Витя... Пока тебе только твой парень ушел, но скоро начнутся проблемы посерьезнее. Так что советую, подумай еще раз. Со мной. Алло, Ольга Ивановна, мне очень срочно нужно с вами поговорить. Чтобы оплатить маме на лечение, я пошла в службу экскорта. У меня не было выбора, понимаете? Ну откуда мне взять такие деньги? У меня клиентов только четыре было, и первый, вот тот, которого вы видели тогда в ресторане. Второй, в общем, неважно. Третий, Красовский. Четвертый, он был намного старше меня, почти на 25 лет. Он хорошо ко мне относился, с мамином лечением помогал, и не только деньгами. Брал меня с собой за границу. Вещи дорогие дарил. Боже, что я говорю. С ним я... Я не чувствовала себя шлюхой. Когда мамы не стало, мы еще встречались иногда. А потом он куда делся? В Германию уехал. Звал меня с собой. Я не поехала. Больше мы не виделись. Презирайте меня. Нет. У меня останешься или домой поедешь? Домой поеду. Хорошо. Езжай домой и постарайся заснуть. Все будет хорошо. Поверь мне. Не из таких ситуаций вы путывались. Спасибо вам большое. Не поражайте меня. Спасибо. А, да, Ольга Ивановна, я узнала, что коллега Новиковой Сергей Карпов, он был бы в курсе ее неофициального расследования об обманутых удольщиках. Завтра все выясним. Спасибо. Горин, привет еще раз. Нашли что-нибудь по мужику из подъезда Новиковой? В подъезде Новикова он точно не проживает, его никто не знает. Кстати, да, в подъезде есть чердак, я думаю, он через него ушел. По-моему, это и есть наш убийца. А, Саш, и узнай адрес Сергея Карпова. Он работал вместе с Новиковой. И скажи Васину, чтобы сел ему на хвост и повозил его. Что за день? Завтра расскажу. Сегодня уже нет сил. Пока. О, мама приехала. Привет. Привет, мам. Как же я по вам соскучилась. Тебя от дела отстранили, что ли? Ну, почему сразу отстранили, пап? Я же говорю, соскучилась по вам. Сейчас с вами позавтракаю на работу, немного задержусь, но это не страшная ерунда. Привет. Это тебе? Нравится? Ну, вообще-то, мам, я уже давно в такие игрушки не играю. Но он клевый. Что? То есть, хороший медведь. Спасибо, мам. Ну, и отлично. Так, что у нас на завтра? А, овсянка! Егорушка, ты ешь овсяную кашу? Да. А, и он ест, и друг его в отцом за обе щеки уплетает. Мама, а ты спрашивай у дяди Саша, когда он к нам приедет? Сынок, возможности не было. Но если для тебя это так важно, я обязательно у него спрошу. Спасибо, мам. Здравствуйте. У меня есть информация, которая вас заинтересует. Я уверен, что она вас заинтересует. У вас же нет в планах ближайшие 15 лет провести в местах не столь отдаленных. Цена? Двести тысяч туров. Орган тут не уместен. Я готов встретиться. Да, и обменять компромат на деньги. Я свяжусь с вами через пару часов. Саша, привет. О, ты мое имя помнишь? Оценила шутку. Ага. Что у нас там с Карповым? Только что собирался звонить тебе по этому поводу. Васин записал его телефонный разговор. Ключевые слова – компромат и сумма в 200 тысяч долларов. Значит, ну, я все-таки нарыла компромат на Красовского. Ух ты. А как же насчет честного и порядочного? Слушай, ну хватит, а? Да, ты прав. Красовский оказался порядочной сволочью. Доволен? Доволен? Саша, тот Егор тебя вспоминал недавно. Спрашивает, когда ты к нам в гости приедешь. Оль, может быть, не нужно, чтобы парень ко мне привыкал? Ну, мало ли, что тебе завтра в голову возбредет. Горин, вот все-таки вот ты знаешь, ты солдафон, бесчувственный. Ненавижу тебя. Что я такого сейчас сказал? Да ничего ты не сказал, иди ты! Васина смени! Алло, я вас слушаю. Это я тебя слушаю. Что решила? Я... я... работаю. Мне неинтересно, что ты делаешь. Мне нужно знать, да или нет. Да. Скоро все будет. Я обещаю. Конечно, куда ты денешься. Поторопись, время поджимается. Сволочь. Привет, дело есть. Нужно Васина сменить у дома Карпова. Поехали. Да, хорошо. Я долго думала насчет нашего вчерашнего разговора, я не знаю, как бы я поступила на твоем месте. Ну, я знаю точно, что ради близких я бы пошла на все. Скажите, а мне теперь из полиции попрут? Не волнуйся, не попрут. Это что, Карпов, что ли? Куда это он? Сейчас посмотрим. Прикрой. Оружие! Лариса, что вы делаете? Что вы делаете? КОНЕЦ 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 Чёрт! КОНЕЦ Надевай! Больно! Скажи спасибо, что не пристрелила! КОНЕЦ Маша нарыла реальный компромат на Красовского. Преступная схема, левые счета. Я об этом знал. Она сама вам рассказала об этом? Да. У меня копии были на всякий случай. А она хранила всю информацию на ноутбуке. А где сейчас ваша копия? На флешке в банковской ячейке. Подождите. Так вы что, решили продать компромат Красовскому? Да. Неужели вас не испугала смерть Новиковой? Поначалу испугала. А потом я подумал и решил. Такой шанс выпадает раз в жизни. А почему не воспользоваться? Я тебе долго парить мозг не буду. Просто сделаю кое-какой подсчёт. Попытку убийства журналиста. Нападение на сотрудников полиции. Фотографии с камер наблюдения в подъезде Новиковой в день убийства. Прикинул, на какой срок это тянет? Прикинул. Но есть вариант закрыть глаза на то, что ты палил по нашим сотрудникам. За это ты сдашь нам заказчика. Слушай, мы знаем, что это Красовский. С твоей помощью или нет, рана или поза, мы его всё равно прижмём. Это вопрос времени. Но ты будешь сидеть по полной. Без всяких скидок. Так что выбирай. Это Красовский заказал мне убийство Новикова и Карпова. Как он тебя нашёл? Чё мне искать-то? Я у него начальником охраны работал. Ну, чё ты замолчал-то? Начал говорить, рассказывай всё. Красовский узнал, что Новикова копает под него. И заказал её. Новикова я вытолкнул из окна. Забрал её ноутбук. Там оказался компромат. Красовский успокоился. Кто же знал, что она перестрахуется и копию сделает? Можешь сменить. Что с тобой? Звонишь, просишь срочно встретиться, я бросаю все дела. Ты какая-то холодная. Ну, пришлось остыть. Значит, решил девочку под следака подложить? Проболталась тварь. Ну что ж, придётся и жизнь попортить. А то и не спеши. Скоро тебя возьмут и посадят. Надолго. А я обещаю тебе отличную камеру с милыми ребятами. Ты же у нас симпатичный мужчина. Как раз в их вкусе, да? Что? Что слышал? Если хоть кто-то, хоть что-то узнает о прошлом моей коллеге, я обещаю тебе, ты об этом очень сильно пожалеешь. Да что ты говоришь? Короче, вякнешь что-нибудь по поводу Лены, я пощу утку среди блатных. Что-то нетрадиционная ориентация. И будешь ты на зоне эскортом работать. На собственной шкуре. Почувствуешь, как это весело. Как тебе такой расклад? Короче, Женечка, твоё молчание — это твоя спокойная жизнь на зоне. Спокойно, красавчик. Господин Красовский, вы арестованы по обвинению в коррупции из-за организации двух заказных убийств. Пройдёмте. Пройдёмте. Руки за спину. Забирайте. Пошли. Давай, давай. Я! Давай, не поворачивайся. Ольга Ивановна, не волнуйся, насчёт тебя он будет молчать. А как вам это удалось? Ну, у меня есть свои секреты. Женские? Скорее волчьи. С такими уродами, как он, нужно только по их законам разговаривать. А меня научите? Ленка, давай перекусим. С утра как-то не удалось. Ну, только можно я заплачу? Окей. Нет. Лучше сюда. Лучше сюда. Лучше сюда. Лучше сюда. Продолжда. Новый год Новый год год изahrтирвания . Продолжение следует... 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 Лен, что-то случилось? Просто так. Настроения нет. Мне казалось, что вы уже решили все твои проблемы. Остальное ерунда. Ольга Ивановна, я не могу объяснить. Я не могу. Без кого-то. Вы понимаете, о ком я говорю? Я же тебе уже говорила, что в отношениях с Виктором я тебе не помощница. Понимаю. А еще я понимаю, что после того, что он узнал обо мне, мы вообще никогда не будем вместе. Я первый раз в жизни так пробилась. Вам хорошо. У вас хоть Борин есть. Так где он есть-то? А тут вы сами виноваты, Ольга Ивановна. Ну что, он любит вас уже столько лет. Дали бы ему шанс. Чего? Да. А что? Ну что, сплетничаем? Или о деле говорим? Сплетничаем, конечно, Степаныч. Мужиков обсуждаем. Ну, тогда ведь надолго. Я пошел. Чего там у тебя? Вот. Распечатка баллистической экспертизы. В клубе стреляли из Макарова, но по нашей базе ствол не засвечен. Так что я послал запрос в гильзотеку. Спасибо. Хорошо. Пока. Ну что ж, утираем сопли и начинаем работать. Поехали в клуб. Подождите, Ольга Ивановна, вас же Якушев отстранил от дела. Да отстранил. И что? Поехали. Майор Горин, вас ожидают дежурки. Майор Икинс? Да. Майор Горин? Да. Рада встрече. Не ожидал. Что? Не ожидал увидеть такого обаятельного офицера Интерпола. Это вам начальство приказало делать мне комплименты? Нет, это я так. А себя? Вместо того, чтобы впустую болтать, лучше введите меня в курс дела. Хорошо, пойдемте в кабинет. Так где, вы говорите, стояла эта скорая? На которой американцев увезли? Ну? Кажется, вот возле этой стены. Да, точно. Там еще на мотоциклах байкеры, что ли, стояли? Ольга Ивановна, скажите, вы меня не узнаете случайно? Нет. Ну, пять лет назад серийное ограбление квартир в Капотне. Ну, помнишь? Ну, и братов Николай. Вы меня тогда еще от тюрьмы спасли. А! Да, 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 да. Николай, который помог соседу вещи перевезти и не знал, что они ворованы. И по своей же глупости чуть под статью не попал. Спасибо вам. Ну, что? Я вчера еще вас узнал. Вас трудно не узнать. Ольга Ивановна, если я вам не нужен, я должен идти. Работа, сами понимаете. Конечно, Николай, идите. Спасибо. Ну, явно весь двор в эти камеры не попадает. Да, вижу. Кто только эти камеры устанавливал. Лен, смотри, а вон из того дома, из окон, просматривается очень хорошо весь двор. Ты пойди туда, опроси жильцов. Может, кто из-за окна видел? Хорошо. Это странная скорая. Хорошо, Аблу. А я пойду с директором поговорю. Поняла. Действительно, клуб как на ладони. Тяжело, наверное, с таким шумным соседом жить-то. Да ну что вы, клуб единственная моя радость, чтобы я без него делала. В смысле? В бессонные ночи я у окна кратаю. А там жизнь кипит, страсти бушуют. Никакого телевизора не надо. Ада Васильевна, а расскажите, что происходило у клуба вчера около так в десяти вечера. Байкеры стояли, потом скорая приехала, мужика на носилках вынесли, погрузили, уехали, байкеры тоже разъехались. А потом вторая скорая приехала, правда, там уже никого не выносили. Что-то еще? Ну, полиция приехала, народ стал выходить. Понятно. Ну, спасибо вам огромное, Ада Васильевна. Вы нам очень помогли. А номера скорой, на которой мужика увезли, вас не интересуют? А вы что, номера запомнили? Ну, не совсем. Дело в том, что тень падала на номера так неудачно. Но регион я разглядела. Тверская была скорая. Я еще удивилась, неужели наших московских не хватает? А вот, когда приехала вторая скорая, у нее были московские номера. Подождите, Ада Васильевна, вы уверены, что на скорой номера были тверские, да? Дорогая моя, я водитель со стажем. Вон, мой жигуленок под окнами стоит ржавеет, рука не поднимается продать. Так что в регионах я разбираюсь. На номере было 69, а это дверь. Добрый день. А, Ольга Ивановна, здрасте. Не желаете? Нет, я за рулем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это была ваша инициатива пригласить Гарри Джонсона к гастролю в Москву? Нет, мне позвонил его директор, предложил контракт, условия были вполне приличные. Я согласился, и Гарри приехал. А почему директор позвонил именно вам? Ну что вы, я его очень давно знаю, мы еще в 90-е вместе работали. Вот, кстати, администратор Гарри. Влад, подойди, пожалуйста. Один момент. Это Влад Никитин, он администратор Гарри. Наш, русский, американец. Влад, познакомься, пожалуйста, это Ольга Ивановна, она из полиции. Да, да, я видел вас вчера. Очень приятно. Добрый день. Я бы хотела осмотреть гримерку Гарри. Окей, пожалуйста, прошу. Сюда, пожалуйста. А во дворе Светлана? Ну да, хозяин постарался. Освещение сделали хорошее. А эти байкиры здесь часто бывают? Не так уж и часто, но бывают. О, а это кто? У вас что, в клубе нет пиццы? Есть. А это Гарри пиццу заказал. Лица не видно. Ага, вроде как прячется. Скиньте мне, пожалуйста, всё это. А это, случайно, не та самая гитара, которую Гарри подарил сам мистер Гибсон? Да, это она. Простите, откуда вы это знаете? Я много чего о Гарри знаю. Он один из моих любимых музыкантов. А почему в гримерке такой бардак? Вчера этого не было. Я не знаю. Тот самый знаменитый скандальный альбом? Да. Это женщина, с которым Гарри спал. Его коллекция. Любила на это дело. Ирина, это что, русская девушка? Возможно, да. 92-й год. Гарри тогда приезжал в Москву. А вы тоже тогда вместе с ним приезжали? Нет, я тогда ещё жил в Москве. Послушайте, меня там музыканты ждут. Можно я... Здравствуйте. Лена, познакомься. Это господин Никитин, администратор Гарри. Очень приятно. Господин Никитин, у меня к вам один вопрос. Вы не знаете, где Гарри заказал пиццу? И почему? Ведь в клубе её тоже готовят. А что? Просто, просто интересно, откуда здесь оказалась-то коробка. А, я не знаю, что на нему нашло. Вы знаете, обычно он не ест этот фастфуд. А вчера вдруг, I want pizza. Я хочу пиццу. А где он её заказал? I don't know. Я не знаю. Такое ощущение, что здесь что-то лежало, да? А вам ещё долго здесь? Нет, я уже закончила. Контакты оставьте. Вот, пожалуйста. Спасибо, Ольга Ивановна. Нам надо уходить. Там Интерполиха с Гориным приехала. Походу, она не в духе. Мне настроение до одного места. Что я ещё узнала? Ну, во-первых, номера скорой, на которую везли Гарри, были тверскими. Опа. Разрешите. Пожалуйста. А во-вторых, я просмотрела материалы видеозаписи. Пиццу принес парень в бейсболке. В лица не видно, явно прятала. Всё скинула на флешку. Молодец. Что у вас? Потом расскажу. Пойти, что ли, на Интерполиху посмотреть? Ольга Ивановна, может, не надо? Надо, Федя, надо. Пойду гляну, чего не лучше нас. А ты пробей, пока не угонили скорую в Москве или Тверской области. Может, удастся зацепку найти. Поняла. Хотя, вряд ли. Всё, пока. Удачи. Алло, Серёж? Да, это Баженова. Слушай, нам нужна справка по машинам. Я бы хотел поговорить с музыкантами, которые работали с Гарри. Музыкантов позови, она хочет с ними поговорить. Да, хорошо, я понял. Оля, ты что здесь делаешь? Кто это? Это наш сотрудник, майор Ольга Кирсанова. Кирсанова? Это которая была здесь в момент убийства? Да. Насколько я знаю, она отстранена от расследования и не имеет права здесь находиться. Майор Кирсанова один из лучших оперативников в нашем управлении. Попросите её покинуть клуб. Она обязана выполнять приказ начальства. Оль, в общем, она знает о твоём отстранении и хочет, чтобы ты ушла. В общем, начальству нужно слушать и всё такое. Оль, ну иди уже от греха подальше. Переведи ей, что не надо здесь командовать. Пусть она в своей Америке права качает. Учительная тут вздумала. Долина Силиконовая. Что она говорит? Майор Кирсанова желает вам удачи. Майор Кирсанова желает вам удачи. На каком основании она допрашивает свидетелей, обыскивает гримёрку? Её же отстранили. Для вас, русских, приказы начальства ничего не значат, поэтому у вас везде бардак. Товарищ майор, музыканты вышли перекусить, будут через час. Я могу идти? Что? Я говорю, музыкантов нет в клубе. Если я вам не нужен, то я тогда... Да. Спасибо, командир. Давай. Разрешите полипопытствовать? А что вы там несете? На каком основании? А чего вы так испугались? Есть причины? Что вы себе позволяете? Вы за это ответите? Отвечу, отвечу. Не впервой. Всё, а я звоню консулу. О, звоните. И заодно расскажите ему, зачем вы украли гитару Гарри Джунса. Гарри нет. Она ему не нужна. Я смогу её продать и хоть как-то покрою свою гитару. Если ещё раз скажешь, что Гарри нет, я тебя привлеку за сокрытие информации. Понял меня? Какое сокрытие? Я ничего не знаю. Что ты вчера искал в гримёрке? Это не я. Я только сейчас подсуетился. Есть мысли, что искали? Нет. Послушайте, отпустите меня, пожалуйста. Ладно, свободен пока. Если что вспомнишь, звони мне. Мои контакты у тебя есть. Это в твоих же интересах. Хорошо, конечно. А что мне с гитарой делать? Это ты у Гарри спросишь. А пока ты за эту гитару отвечаешь головой. Понял? Продюсер хренов. Ну, что там у тебя, Серёжа? Так. По Москве и Московской области за последние пять дней скорую не угоняли. Я просила тебя посмотреть ещё по Тверской. Баженова, не торопи, Любовь. Сейчас всё проверим. Давай. Нет. Именно скорые по сводкам в Тверской области не проходили. Лен, ну, если хочешь, я могу поднять данные за последний месяц, если это вам как-то поможет, что не сделаешь ради красивых и молодых. Хорошо, подними. Да, лишним не будет. Хорошо. Серёж, а какая трасса в Твер ведёт? Ленинградка, а что? Там же камеры везде стоят. Посмотри по записи. Может, на одну из них наша скорая засветилась в этот день? Баженова, ты представляешь, сколько это мне материала надо отсмотреть? Серёж, ну, ты же сам сказал. Для молодых и красивых сделаешь всё, что угодно. Ладно. Значит, ты тоже считаешь, что Гарри мёртв? Если бы Гарри был жив, похитители давно бы уже выдвинули свои требования. Но, как видишь, тишина. Логично, но, с другой стороны, зачем весь этот спектакль с вызван скорой? А может, это такой новый русский способ? Вы русские такие изобретательные. Никогда не знаешь, чего от вас ожидать. Это даже интригует иногда. Там, в клубе, ты была совсем другой. Я даже подумал, что ты стерва. Ещё что-нибудь желаете? Секундочку. Я тебе нравлюсь? Надо идти. Скоро совещание. К начальству опаздывать нельзя. Я оплачу. Спасибо. Переводчик, блин. Это контракт между Гарри Джонсом и его менеджером, Энди Кригером. Её заинтересовал пункт в случае смерти. Ну, после неожиданной смерти Майкла Джексона, любой продюсер вправе перестраховаться и включить подобный пункт в свой контракт. Она говорит, что это нетипичный пункт для таких коротких гастролей, что её коллеги в Америке уже прорабатывают всевозможные варианты. А у неё есть какие-то предположения, где искать этого Гарри? Не знаю, в этом моменте. Плохо. Плохо работать это. Никакой конкретики. Это не переводи. Кершанова, я же отстранил вас от дела. Почему вы не выполняете мой приказ? Извините, исправлюсь. Я не закончил. Майор Рыкинс просто возмущена вашим поведением. Вы мешаете вести расследование. Запомните, с российской стороны этим делом занимается только Горин. А кому я конкретно мешаю? Горину или Ильич? Ещё раз, если я узнаю, что вы и я... Что? Объявите строгий выговор? Так мы это уже проходили год назад, когда вы сделали всё, чтобы не расследовать гибель моей сестры. Не путайся у меня под ногами, поняла? У нас проблема. Ольга, она только что обвинила меня в том, что я преднамеренно прикрыл дело о гибели её сестры. Короче, она достала меня. Если вы не разберётесь с ней сами, это сделаю я. Всё. 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 Нам нужно найти этого парня. Только как это сделать? Номера удастся, или не разглядеть? Ольга Ивановна, а у меня сосед байкер. Давайте я ему фотку покажу, может, он его узнает. Попробуй. Возьми фото из принтера. Шерше ля фам. Что? Ищите женщину. Зная Гарри, я на 99,9% уверена, что в этой истории замешана женщина. Почему? А потому что всегда вся его жизнь вертелась вокруг женщин. Вот, посмотри. Подробный отчёт его любовных похождений. Ничего себе. Неужели он со всеми этими женщинами спал? Да все они, кобели. Ты видела, как Горин смотрит на эту интерполиху? Ольга Ивановна, она просто зацепила. Меня? Я тебя умоляю. Ладно, поздно уже. У меня ещё дело есть. Тебя подбросить? Угу. Собирайся, поехали. Ну что, до завтра. Может, зайдёшь? В Америке день, надо бы позвонить адвокату и директору Гарри. Да, ты права, надо с ними поговорить. Пойдём. Отец звонил, он сказал, у тебя ко мне какое-то дело, Олечка? Да, есть дело, Борис Иванович. Слушаю тебя, деточка, слушай, говори, говори. Я знаю, что вы, как и я, большой фанат Гарри Джунсона. Будешь? Нет, нет. Мало того, вы знакомы с ним лично, правда? Было дело. Девяно, девяносто втором году. Он тогда первый раз приехал в Россию. Ну, а мы музыканты, народ общительный. Так и познакомились. А может, тогда вы мне поможете? Вы случайно не знаете, кто это? Господи, да это же, это же Ирочка Баринова. А кто она такая? Как познакомилась с Гарри Джунсом? Откуда ты знаешь, что они с Гарри знакомы? Это фотография из его альбома. В девяносто втором году, перед самым концертом в Москве, у Гарри неожиданно заболела бэк-вокалистка. И я привел Ирочку, свою лучшую ученицу, на замену. Когда она запела, он был покорен. У нее были потрясающие вокальные данные. А что дальше было? Что было? Она отработала все концерты. У них, естественно, завязались отношения. Потом Гарри уехал и забыл Ирину. Да. Скучно закончилась история. Обычно. Ира долго переживала, вся была не своя. Я ее с тех пор не видел. Смотри, пришли банковские счета Гарри и Джонс. Я не понимаю, куда он перевел свои деньги. Он отправил их в Тверской монастырь. Монастырь? Да, здесь, в России. Интересно. Покажи мне, пожалуйста. Да. Корин, привет. Ты не спишь? Ну, почти уже. Слушай, у Гарри Джонса в 92-м году был роман с русской девушкой, некой Ириной Баринской. Понятно. А, слушай, я не могу сейчас разговаривать. Ты чего смолчал? Теорас, вычеркнул? Можешь выключить телефон? Горин, ты что, не один? Ты где? Слушай, давай завтра поговорим. Да пошли. Да пошли ты. Да пошли ты. Так. Так. Привет, Смитёк. А я тебя жду. Мне помощь твоя нужна. Слушай, ты случайно не знаешь этого байкера? Нет. А кто может знать? Ленок, за кого ты меня принимаешь? Не поняла. Я не стукач. Да я не прошу тебя стучать, мне просто нужно... Ленок, ты нормальная девчонка. Но это только я знаю. Для всех остальных ты мент. Поэтому, если нужна конкретная помощь, говори. А стучать это не ко мне. Понятно. Значит, если кто-то из твоих друзей будет замешан в преступлении, ты тоже будешь молчать? То есть, гори всё огнём, вали кого хочешь? Не, ну нормальная позиция. А что, замочили кого-то? Позавчера. В клубе Гран-при стреляли в известного американского гитариста. Это ты не про Гарри Джонса говоришь? Да, про него. Слушай, нормальный мужик наш, его уважают, и музыка у него ничего. Короче, Ленок, около того клуба мы, Тищенские, тусовались. У них на углу Лебедева и Строителей своя автомастерская. Надеюсь, ты меня поняла. Поняла. Спасибо, Митёк. Спасибо не тот случай, говорит. Если б не Гарри, слово бы не сказал. Где он? Там, роется в гримёрке. Спасибо, что позвонил. Не за что я ваш должник. Я уже не знаю, где искать. Я уже здесь по третьему разу всё, в перерыв. А что мы тут ищем? Может, помочь? Я перезвоню вам позже. А что вы здесь делаете? Клуб закрыт. Только не для меня. Вы не имеете права здесь находиться. Кто вас пустил? Вас отстранили от расследования. Хорошая осведомлённость. Ну и что вам надо? А я хочу узнать, сколько тебе заплатили, чтобы ты убрал Гарри Джонса. Не несите чушь, а? Чушь? Может, тогда расскажешь, что ты тут искал? Так, ладно, всё, хватит. Я не стрелял в Гарри. Конечно, не стрелял. Ты нанял киллера, только хренового, мазилу. Денег пожалел, да? Что искал тут? Флешку. Какую флешку? Флешку с неизданными песнями Гарри. Его директор хотел выпустить посмертный альбом и нанял меня. Больше ничего не знаю. Я правда больше ничего не знаю. Так я не понял, что тебе конкретно надо-то, а? Я же говорю, я из киностудии. Мы снимаем фильм о жизни современных улиц. И нам по сценарию нужен молодой бабы. А что молодой-то? Ну, так в сценарии написано. Ага. А ты, кстати, адрес мой откуда узнала? От друзей. Я в мотищах живу. Ага, понятно. А можно я на фотографию взгляну? Да, пожалуйста. Жалко, что ли? Ага, спасибо. У этого парня такое интересное лицо. Можно с ним познакомиться? Ага. Попробуй, если получится. А что? Он парень резкий. Если что не понравится, и послать может. Я думала, мы найдём с ним общий язык. Как его зовут? Игорь Баринов. Поднимайся, я сейчас. Привет. Представляешь, пришли данные. Гарри Джонс перечислил все свои деньги в фонд Тверского монастыря. Что такое? Руль отпусти. Хватать будешь свою куклу американскую. Баженова. Привет. Привет. Вот, держи. Да ты подожди, Радус. Я узнал, кому приписана эта машина. И кому? Тверская область, 37-я подстанция, скорая помощь. Отлично. Но по документам эта машина уже неделю стоит на ТО. Она и сейчас там стоит. Так надо тряхнуть механиков и сторожей, понять, кто брал эту машину. Да местные опера пытались, но на подстанции только руками разводят. Лен, это нереально узнать. Извини, я побегу. Все равно, спасибо большое. Пока. Пока. Ой, Степаныч, привет. По Макарова информация пришла? Привет, Лена. Да, вот только получил. Значит, ПМ этот, наградной. Им премировали в 1973 году на Байконуре. Некого майора ракетных войск Баринова. Баринова? Баринова. А что так удивляешься? Да нет, ничего. Фамилия красивая. Алло, Ольга Ивановна? Да, новая информация пришла. Здесь его адрес указан, если нужно. Аженова. Куда это Баженова так ломалась? Я не знаю, выхватила у меня заключение по Макару, ну, из которого стреляли в гитариста. И улетела. Копия. Копия. Спасибо. Да, Лен, молодец. Все сходится. Байкер, пистолет. Давай адрес Бариновых. Я же вам сказала, я видела Гарри последний раз 20 лет назад. Простите, мне пора на службу в храм. У вас еще есть ко мне вопросы? А в какой храм вы ходите? В Успенский. А в монастыре часто бываете? Редко. Потому что он находится далеко, в Тверской области. Ирина, а ваш отец Сергей Баринов, он служил на Байконуре? Да. Но он умер 10 лет назад. А почему же вы не сдали его наградной пистолет? Дело в том, что я не знала, что у отца есть оружие. А два года назад, разбирая его в кабинет, я его обнаружила. Я, честно сказать, растерялась. Я не знала, кому нужно обратиться, чтобы его сдать. Я выбросила его. В реку. В реку? Да. А как же вы объясните тот факт, что позавчера в клубе была найдена гильза, выпущенная из пистолета вашего отца? Не знаю. Ирина, вы совершаете большую ошибку, не говоря мне сейчас правду. Но ведь я прекрасно знаю вашу историю с Гарри. И я догадываюсь, что он, скорее всего, является отцом вашего сына. И я знаю, почему вы до сих пор не вышли замуж. А это мое личное дело. Было личным, пока Гарри Джонс не исчез. Я открою? Да-да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Баринова Ирина Анатольевна. Да, это я. Вы подозреваетесь в покушении на убийство и похищении американского гражданина Гарри Джонса. Для дачи показаний вам следует пройти с нами. Постойте! Стойте! Оставьте ее, она ни в чем не виновата. Отпустите ее. Вы кто такой? Я ее сын. Это я все сделал. Да? Ну тогда садитесь вам с нами. Садитесь, садитесь. Спокойно, спокойно. Алло, пап, билет. Привет, ты приедешь? Да нет, сегодня, наверное, я не смогу. Работаю? Да, работаю. Как, Егор? Хорошо. Ты куда сейчас? Нужно в один монастырь съездить. Здравствуйте. А не подскажете мне, как я могу найти настоятеля? Его келья там за храмом, дочь. Спасибо. Пожалуйста. Гарри, слава богу, я вас нашла. Гарри, Ирина, у нее проблемы. Ирина has problems. Вы должны поехать со мной. Я всю жизнь хотел узнать, кто мой отец. Мама все время отмолчивалась. А в этом году она увидела на улице афиши Гарри. И решила, что пора все мне рассказать. Я захотел увидеть отца. Поначалу Гарри встретил меня холодно. Но я сразу сказал ему, что мне ничего от него не нужно. И рассказал все, что узнал от матери. Гарри был поражен. Мы долго говорили. Он расспрашивал о маме и все, никак не мог поверить, что она... Что она до сих пор его любит. Потом он сказал, что хочет увидеть ее. Они встретились и весь вечер сидели и смотрели друг на друга. Ну, потом мы долго говорили с Гарри. Он сказал, что хочет изменить свою жизнь. Хочет уйти из шоу-бизнеса. Сказал, что ему надоело эта закулисная грязь. Но уйти не так-то просто. Контракты, обязательства. Именно поэтому вы решили сфинировать похищение и хотеть, чтобы мы вам поверили, да? Дело в том, что полгода назад Гарри узнал, что у него большие проблемы со здоровьем. Онкология. И что ему осталось совсем немного. И что же, несмотря на этот страшный диагноз, он все же продолжал давать концерты? Да это его директор! Ему плевать на то, что человек умирает. Ему важно только, чтобы Гарри зарабатывал деньги. Игорь... А что, разве я не прав? Больше всего он радовался, если бы Гарри умер прямо на сцене. Он на этом бы заработал неплохие деньги. И мы практически дали ему такую возможность. Игорь, пожалуйста, хватит, перестань. Но вы же понимали, что Гарри будут искать? И что вам придется ответить за это похищение? Господи, что мы наделали? Игорь, скажи ему. Я ответил за все. Он говорит, что во всем виноват он. Он просто хотел провести остаток своих дней с женщиной, которую он любит. И что похищение это была его идея. Но пистолет в пицце принес ты. И выстрелил тоже ты. А за рулем скорой кто сидел? А этого я вам никогда не скажу. Сергей Петрович, я пойду, хорошо? Здравия желаю. Рапорта моего не соответствует? Все шутите, да? А напрасно. Майор Рекинс на вас жалобу написал. Имеет право. Алло, Лим, я освободилась. Выходи. Ленка, поехали ко мне? Чё-то на душе так погано, к отцу не хочу ехать. А поехали. Мне тоже домой не хочется. Чёрт, сумку в кабинете забыла. Сейчас я быстро. Угу. Ой, слушай, что-то прохладно. Дай мне куртку. Держи. Спасибо. Поль, мне надо с тобой поговорить. Ну что ты молчишь? Поль, ну я совсем запутался. Вы отлично сработали, уважаю профессионалов. Она говорит, что ей было очень приятно работать с профессионалами. Передай своей лицемерке большое спасибо за ту телегу, которую она катала у меня Якушеву. А что у них там в Америке совсем с мужиками туго? Она говорит, что очень рада знакомству с вами. Спасибо, я тоже. Скажи спасибо, что она по-русски не понимает. Правда? Да. Совсем? А так? До свидания. У вас телефон в зоне. Принято их смотреть. Виктор? Чего он хотел? Сказал, что запутался, что хочет поговорить. Лен, да откуда я знаю, зачем он мне звонил? Да может, он хотел, чтобы я с тобой поговорила, помирила вас. Сволочь. Переехать ей, что ли? И Горина заодно. Вы с ума сошли? Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас! Иду, иду! Субтитры сделал DimaTorzok Можно посмотреть запись, и все сразу станет ясно Василий, ну что бы я делал без твоих ценных советов? Степанович, баллистика по стволу Да знаю, знаю, как можно быстрее Зачем ты трубки бросаешь? Можно со мной нормально поговорить? Слушай, иди отсюда, а? Не до тебя Стой! У меня к тебе один вопрос Ты знала, что Лена работала в эскорте? Ну, знала я или не знала, какая тебе разница? Мне важно знать, почему она это делала А тебе она могла сказать Вали отсюда, я тебе уже сказала Еще раз Схватишь меня за руку, я тебе сломаю нос Исчезни из моей жизни, из Лениной тоже, понял? Ты знал, что Ленина мать тяжело больна была? Понятно, ни черта ты не знал Так вот, Лена работала в эскорте Для того, чтобы оплачивать лечение матери А ты, гад, ее даже не выслушал Да она чище тебя в сто раз, несмотря ни на что Да, Саша, это я Была у вас по делам, надеялась застать тебя Может, увидимся вечером? Не знаю Своди меня в театр Нету записей Кто-то их стер Да, почему-то я так и думал Васин, ну, что ты стоишь? Ищи Что искать? Не знаю Привет Лена, что-то случилось? Нет, просто не выспался Понятно Увидела, как мы с Виктором руками машем возле машины И не знаешь, как на это реагировать Да? Да вы просто экстрасенс, Ольга Ивановна Лена, я тебе сто раз уже говорила, что между мной и Виктором ничего не было и быть не может Да не нужны мне ваши оправдания Не могу и делать вид, что Виктор мне безразличен Не могу, понимаете? Не могу Он про тебя спрашивал Специально с утра прискакал Тоже мучается И что вы ему сказали Правду Господин Афанасьев, я так и не понял, вчера вечером вы сразу поехали домой или сначала заехали в ресторан? Я не помню Вообще, какая разница, куда я поехал? Большая Если вы не уверены в своих показаниях, то у меня возникает подозрение, что вы от меня что-то скрываете Ничего я не скрываю Почему, если человек не помнит, куда он поехал, почему он обязательно что-то скрывает? Господин директор, не нервничайте Я спокойно Скажу честно У меня есть основания полагать, что кражу и убийство совершил кто-то из сотрудников музея Правильно, и вы решили, что это именно я, да? Ну, а почему нет? Вы же не говорите, где вчера ужинали? Я действительно не помню, какой это был ресторан Я был на Садовом И зашел в первый попавшийся ресторан Лена Ну, ты не такая уж великая грешница За что тебя винить? За то, что ты пыталась мать спасти? Зачем вы вообще говорили с Виктором? Зачем? Да, да Добрый день Добрый Я адвокат Гаврилов Алексей Витальевич Я пришел к полковнику Стромову, но его нет на месте Вы не подскажете мне, когда он будет? А вы по какому вопросу? А Я Я защищаю Бухарова, Наталью Ильиничну Это дело ведет майор Горин И мне бы хотелось поговорить с полковником на эту тему Бухарова? Я консультировала это дело И, насколько я знаю, ее обвиняют в краже фамильных драгоценностей мужа Так? Если на вас надавить, вы еще не в том признаетесь Что значит надавить? Вы на кого намекаете? На майора Горину? Этого не может быть Лена Лен Алексей Витальевич Полковника Стромова сейчас нет на месте Он на совещании Будет только через час Но я настоятельно рекомендую вам его дождаться Оказание давления на подозреваемого Это серьезное дело Я тоже так считаю А с кем имею честь? Майор Кирсанова, Ольга Ивановна Всего доброго, Ольга Ивановна Очень приятно, что у нас полиция работает Такие честные, добросовестные люди До свидания Всего доброго Всего доброго Предупреждаю Я расскажу следователю все, что знаю Я выпью вас на чистую воду Стоп! Да пошла ты До свидания Всего хорошего То есть вы заявляете, что следователь Горин Оказал давление на вашу подзащитную Вследствие чего она себя оговорила? Это не я Это моя подзащитная заявляет А я требую принять меры Как минимум отстранить майора Горина От расследования, как максимум наказать И еще хочу поставить вас в известность Если вы не отреагируете на мой сигнал Я буду вынужден подать жалобу Ну Хорошо Я заменю Горина И еще Господин полковник Если это, конечно, возможно Пожалуйста, передайте это дело Майору Герсановой Я сегодня имел удовольствие с ней общаться Думаю, что она сможет достойно довести это дело до конца Гукина Я Осипова Я Порошина Я Дугина Я Бухарова Я Петрова Я По камерам Неужели обычный адвокат по мелкой уголовке И каким-то там разводам Может позволить себе такой шикарный офис Ну, во-первых, разводы бывают разные Во-вторых, я тоже живу в шикарной квартире И что? Мало ли, откуда у него деньги Андрей Иванович, законы я на вашей стороне Можете спать спокойно До свидания Спасибо До свидания Какая оперативность Утром я у вас, днем бы у меня Думаю, мы сработаемся Непременно Прошу Бухарова, на выход Свидание у тебя Живее Везет ей Каждый день свидания Нам бы так А откуда у Анатолия Бухарова Бизнесмена средней руки Столи роскошной драгоценности В тридцатые годы В Советском Союзе Была очень известная певица Эмма Гурова Народная артистка Большая поклонница Бриллиантов Любимица Берии Все любимицы Берии Были его любовницами Эмма не была исключением Так вот, она Родная бабушка Анатолия Бухарова Бывшего мужа Натальи Ильиничной Вот и вся история Фамильных драгоценностей А почему вы решили, что Борис Бухаровой виноват ее бывший муж? Это темная история Бухаров устраивает вечеринку Приглашает туда бывшую жену Еще двенадцать человек А через час заявляет в полицию О пропаже драгоценностей С фамилией шкатулки Мне кажется, это очень похоже на подставу То есть вы считаете, что Бухаров сам у себя украл драгоценности А затем Обвинил вашу подзащитную? У вас есть доказательства? Доказательства Это ваша работа А я могу только сказать о том Что Бухарову очень выгодно Эта кража Он убивает сразу двух зайцев Он мстит бывшей жене Сажая ее за решетку И получает огромную страховку Ольга Ивановна, неужели вы действительно верите Что Горин мог это... Верю, не верю, это из другой области А в нашей работе главная факта Мне кажется, вы просто злитесь на Горина Из-за этой стоила А ты немного на себя берешь? Не больше, чем вы, Ольга Ивановна Свободна на сегодня Боюсь, я за твоего отца, Наташа, муж После инфаркта у Ильи Николаевича такая сильная аритмия Надо же кардиостимулятор ставить А он никакой Говорит, что и так умрет без помощи хирурга Вот, поешь Блинчиков напекла, твои любимые, с шоколадом Габрилов приходил И что? Но отец его выгнал, даже слушать не стал Козел, прекрати Ты же сама в этом виновата Только не начинай, ладно? Не хватало, чтобы мне тут нянька мозги полоскала Думаешь, стала женой отцу, все можно? Наташенька, отец из-за себя в больницу слег А ты? Габрилов мне сказал, что вытащит тебя отсюда Все, мам, я поел, все было очень вкусно Дедушка, дедушка, дашь? Держи своего Ватсона Спасибо, дед Пап, ты со мной поговорить о чем-то хотел? У тебя проблемы с Якушевым? Он звонил мне Сказал, что ты не веришь случайно гибель Кате Обняешь его В закрытии дела Вот сволочь Нажаловался все-таки Да, я не верю Я просто уверена в том, что ему Не нужен был лишний висяк Он просто-напросто хотел выслужиться перед начальством И все Да даже если бы там были хоть малейшие улики Он просто мог их скрыть Чтобы не заводить дело Это я попросил его не заводить дело Пришлось даже пригрозить Что с Ольюкой, какой компромат ССБшникам Я не понимаю, зачем? Катя действительно погибла не случайно Это произошло в состоянии аффекта Что? Что? Она пыталась дозвониться до себя Но у нее не получилось Она дозвонилась до меня Я не знаю откуда Но она узнала о вас с Виктором Я пытался ее Утешить, найти слова Пытался, но она Бросила трубку Выключила телефон Привет Здравствуй Прости меня, я идиот Но почему ты мне раньше не сказала У каждого из нас есть Есть какое-то прошлое Которое не стереть А какое прошлое связывает Тебя и Ольгу Я же говорил У меня были отношения с ее сестрой С Катей Не надо делать из меня идиотку Я видела вас сегодня у Кулова ВД И разговаривала ты с ней Не как с сестрой своей погибшей невесты Тот день, когда Когда Катя погибла Мы были с Ольгой вместе В каком смысле ты был вместе с Ольгой? У нас был секс Что? Ты и Ольга Ну пойми, это был как удар Хотя я вру Мне Ольга всегда нравилась Но после смерти Катя Знаешь, у нас слишком много скелетов в шкафу Я боюсь, что мы не сможем быть вместе Не хотел тебе рассказывать об этом Никогда бы не рассказал Но я с Якушевым работал Я знаю его И поверь мне Он эту ситуацию может вывернуть так Что все подумают, что это самоубийство А ты в этом виновата И тебя вышибут из органов В два счета Поэтому я ему все рассказал И предложил сделку Он оставляет тебя в покое А я его А что за компромат у тебя на Якушева? Да ничего особенного На срок не тянет Но карьеру может испортить основательно А Якушев карьерист Но поверь мне, дочка Он далеко не дурак Иначе бы Сромов его не терпел Возле себя Доченька, Оленька Очень тебя прошу Ну не лезь ты на рожон Я все поняла, пап Я поняла Доброе утро, Алексей Витальевич Хорошо, давайте встретимся Я сейчас в СИЗО еду Подъезжайте туда Я с удовольствием с вами увижусь Да, до встречи, до свидания Здравствуйте, товарищ майор А я зацепку нашел Вот смотрите В списках сотрудников музея Имя Бухаровой Она, оказывается, искусствоведчески закончила А месяц назад из музея уволилась Замечательно На-ка вот Отнеси Керсановой Материал по делу Бухаровой Она теперь этим делом занимается Ну и расскажи все, что накопал По этому делу Понял А я в музей Вы там еще не всех опросили Доброе утро Васин, стучаться надо Непроходной двор Ты сейчас прям, как Ольга Ивановна сказала Ты по делу или как? Ну, вообще-то я дело Бухаровой принес И еще кое-что о ней раскопал Садись, рассказывай Хорошо Доброе утро Ольга Ивановна, вы сегодня хороши, как никогда Неужели? Вы можете мне поверить Я просто так комплименты не раздаю А вы что-то хотели мне сообщить? Да Я тут узнал из достоверных источников Что Анатолий Бухаров собирается уехать за границу И надолго Ольга Ивановна, если мы его упустим Это будет ошибкой Хорошо, я поняла вас Сейчас я поговорю с Бухаровой А затем займусь ее мужем Ольга Ивановна Мы не могли бы перейти на Ты Не вижу причин не согласиться Прекрасно Ну, тогда я хотел бы пригласить тебя сегодня В гости В гости? А, просто на кофе Я готов поспорить, что такой кофе ты никогда не пробовал И не попробуешь Его готовлю только я, это эксклюзив Хорошо А я согласна А я позвоню А позвоню Здрасте А прошлая Бухарова вы с Гориным отработали? Зачем? Она же сразу во всем призналась Ну вы даете, всегда нужно отрабатывать Ну? Ты со мной? Спрашиваешь Боженово, твоя начальница хоть когда-нибудь бывает на рабочем месте или нет? Где она? Я не знаю, наверное, в СИЗО поехала Она собиралась Бухарову допросить Собиралась она Бухарову не допрашивать, ее отпускать надо Товарищ подполковник, там новые обстоятельства открылись Васин, а ты почему здесь? Что, убийство в музее уже раскрыто, да? Да нет, я просто зашел Просто зашел Работать надо, Васин, понимаешь, работать А не практиканта по кабинетам зажимать Да что он себе позволяет? Стоять! Что, драться с ним собрался? Успокойся Знаешь же, что за человек С такими делами себе дороже Пойдем, там есть чем заняться Наталья Ильинична На вечеринку у Бухарова Когда пропали драгоценности Было приглашено еще 12 человек Но на шкатулке с драгоценностями Обнаружены только ваши отпечатки Как вы это объясните? На несколько дней до этого вечера Я открывала шкатулку Брала некоторые драгоценности Бухаров мне разрешил Но потом я все вернула Странно Ведь вы же вроде бы в разводе Однако он дает вам взять драгоценности И приглашает на вечеринку Не вижу ничего странного Мы расстались с друзьями Но если следовать версии вашего адвоката То Бухаров вас просто подставил Да Не знаю, что у него нашло Скажите, а если предположить, что это ваш бывший муж Взял эти драгоценности То где он может их прятать? Я не знаю Банковским ячейкам он никогда не доверял В квартире вряд ли А вот у него есть загородный дом Правда, на форме на сестру Может там? Мы проверим Необычный рисунок У меня маникюр Шевертос Пожила в Японии четыре года Нарисовала мне вот такие иероглифы Сказала на счастье Только пока почему-то не действует Вообще беда Акрыл Простута снять я их здесь не могу Бои сломаются Я сделаю все, что от меня зависит Чтобы ваше дело поскорее разрешилось Спасибо вам Человек, который не отличает изделия 18-го века от 19-го Руководит музеем Вас это не настораживает? Меня очень настораживает Я вообще подозреваю, что у Афанасьева диссертация куплена Не удивлюсь, если это он сам украл ожерелье Но это все слова Есть доказательства? Доказательства? Вот вы их и ищите Вам за это государство, между прочим, деньги платит Спасибо, что напомнили А что вы скажете про Наталью Бухарову? Она у вас работала? Да Отличный сотрудник, хороший человек Диссертацию писала Очень жаль, что уволилась Почему уволилась? Сказала, что по семейным обстоятельствам Понятно Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, господина Афанасьева С удовольствием Надеюсь, вы наконец-то за него возьметесь Я вам еще раз повторяю Не крал я у себя бабкиных драгоценностей Что за бред? Вот я не считаю это бредом В общем так Когда я увидел, что драгоценности пропали Я сразу позвонил Наталье и сказал, верни И я не буду писать на тебя заявление А почему вы именно ей позвонили? Да потому что она повернута на этих цацках Кроме этих побрякушек Ее в жизни вообще больше ничего не интересует Насколько я знаю, у вас за городом есть дом Оформленный на сестру Да Но, по-моему, это и не наказуемо Да А мы можем проехать туда и осмотреть дом? Да ради бога Почему вы меня снова допрашиваете? Я ни в чем не виноват Это не я Ну а почему вы так нервничаете? Что есть, что скрывать? Может быть, все-таки поделитесь? Суд это учтет Господи, какой суд? Да вы... Я ни в чем не виноват Господин Афанасьев У вас у единственного из всех сотрудников музея нет алиби Я вот подумал, может быть, закрыть вас в ВВС Пока идет следствие Может, что вспомните? Какое следствие? Какое ИВС? Изолятор временного содержания Там сидят очень интересные люди Вам понравится? Господи Ладно Я все скажу Видите ли Я женат Поздравляю И у меня есть любовница Поздравляю вдвойне Перестаньте иродствовать, ради Бога Я был с ней В тот вечер В гостинице И она сможет это подтвердить? Да и не только она И администратор И официанты в ресторане В гостинице Мы там часто бываем Только умоляю вас Умоляю Ни слова жене В гостинице Она меня убивает Что в сейфе? Золото-бриллиант. Посмотреть можно? Да не вопрос. Там деньги небольшая сумма и бумаги. Степаныч. Пожалуйста. Понятые поближе. А действительно? Золото-бриллиант. Не соврал. И что, это пропавшая фамильная драгоценность? Да. Они фамильные. Но как они здесь оказались, я... Разберемся. А пока, господин Бухаров, вы задержаны. Оформляйте его. Да. Вот тут тупик. Да уж. Да, я тебе забыл вчера сказать. Видел адвоката Бухаровой. Ну и что? Он явно клеится керосаной. Как бы это не помешало следствию. Ясно. Я с ней побеседую. И, кстати, только что арестовали Бухарова. Да, я понял. Ну, будь. Будь. Горин с ума сошел? Стучаться не учили? А двери закрывать? Отвернись. Почему задержали Бухарова? Потому что у него в сейфе нашли украденные драгоценности. Он что, идиот? Сам у себя украл и у себя же спрятал? Ну, ты же не догадался там поискать. Так что еще неизвестно, кто из вас идиот. Ты что, мне мстишь? Я? А за что? Ты знаешь, за что. Ты меня переоцениваешь, Горин. Ну, ну. А нарядилась куда? На встречу с адвокатом Бухаровой? А ты что, меня ревнуешь? Что? Ревную я? Сначала ты меня по морде бьешь, потом я же еще и ревную. Давай уже, я тороплюсь. Дура! Привет Интерполу передай! Товарищ майор, мы подняли информацию по делу Бухаровой. Дело в том, что в 2009 году был ограблен музей современного искусства. И Бухарова проходила свидетельницей по этому делу. И что? Затем была кража Алмазного креста Петра Первого. И снова Бухарова. Но там она уже проходила как подозреваемая. Но она выкрутилась, хотя все улики на нее указывали. Вася, и что это дает? У вас конкретное дело. Украдено ожерелье. Убит охранник. А это ваша Бухарова в это время сидела в СИЗО. А это значит железобетонное алиби. Вот можете все, что вы нарыли, наклеить себе на лоб. Александр Геннадьевич, ну даже я знаю, что из СИЗО можно выйти за деньги. Но это ж не тюрьма. Согласен. У нас даже на зонах некоторые крутилы сидят. Только номинально. Да. Александр Геннадьевич, может взять видеозапись наблюдения из СИЗО, где сидит Бухарова? Посмотрим. Васин, ты когда поумнеешь, а? Ты что думаешь, вокруг тебя одни лохи? Да, мы выпускаем людей за деньги. Нате, возьмите видеозапись и посмотрите, как мы это делаем. Ладно, я наведу справки, кто в этот день в СИЗО из надзирателей работал. Вот, мы скромное жилище. Женщина с пистолетом, это интригует. А ты экстремал. Только рядом с такой женщиной, как ты. Проходи. Я приготовлю кофе, а ты располагайся. Я скорый. Угу. КОНЕЦ КОФЕ Кофе это не просто напиток. Это напиток единения. Его нужно пить, глядя друг другу в глаза. Знаешь, я, наверное, пойду. Что-нибудь не так? Всё так. Мне действительно пора. Спасибо. Лен, я к тебе по работе. А что вы хотели? Слушай, ну хорош мне выкать. Я же Денистромов. Ладно, буду тыкать. Слушай, ну вот что-то здесь не то. Вы, ты о чём? Да я обухаровой. Ты понимаешь, я её когда в СИЗО увидела, я просто обалдела. Это ж не баба, это бриллиант какой-то. И к чему ты это? Да к тому, что сладкая наслежка. Таким нельзя доверять. А знаешь, мы сегодня с Васиным узнали, что Бухарова искусствовед по образованию. И она работала в музее, в котором убили охранника и украли ожерелье. Опа! Да. Она уволилась месяц назад по собственному желанию. Что-нибудь ещё удалось накопать по ней? Да. Ещё Бухарова проходила подозреваемую по делу о краже Алмазного креста Петра Первого. Но её отмазал адвокат, нашёл какие-то нестыковки в деле. Кстати, насчёт адвоката. Я сегодня была у Гавриилова дома. У него дома? Ну да, заглянула на чашечку кофе. Понятно, чё. Ну что, свободная женщина, свободный мужчина. Лен, ну не пари чушь. Я просто воспользовалась его предложением, чтобы... В общем, я оглядела квартиру, насколько это было возможно. И что? Да ничего. Нашла фотографию в Бухаровой, их не ближе. Значит, они любовники? Как минимум. Ладно, дуй завтра в музей и тряси там всех. Выясни, чем занималась Бухарова, когда там работала, с кем общалась. А я махну в СИЗО, встречу Бухаровой, её завтра выпускают. А потом к её родителям. Узнаю, что за фокт эта девушка. Ленка, вы что-то ещё хотели сказать? Нет. Тогда до завтра. Пока. Ну и прекрати мне выкать, Лен. Слушай, ну как не родная, ей-богу. Вася, вот, учёл твои пожелания. Ну, заходи. Чай будешь? Да. Мне пришлось. Я хочу сказать, что это произошло из-за аффекта. Внешне спокойно. Но это меня и пугает. Да страшно подумать, что она сейчас чувствует. Знаю. Да нет, пока нет. Я тоже какое-то время звонить не буду. Всё. Лен, ты какая-то загруженная в последнее время. С Керсановой, что ли, подцапалась? Подцапались. А мы что, с ней подруги? Лен, ты очень хорошая, но я люблю другого мужчину. Лен, тебе, если нужна будет помощь, я всегда помогу. Ты можешь рассчитывать на меня. Давай. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Горин! Ну? Капитан Тарасов, служба собственной безопасности. Это вы посылали запрос в СИЗО номер три? Посылал. Мне нужно знать, кто из надзирателей дежурил там три дня назад. А что? Ты, майор, нам своим запросом чуть все карты не спутал. Это еще хорошо, хоть успели перехватить. Слушай, хватит загадками говорить. В чем дело, капитан? У нас в разработке находится несколько сотрудников СИЗО. А твой запрос мог их реально спугнуть. Ах, вот мне что. Да. Ладно. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Слушай, а такие Гаврилов и Бухарова в ваше поле зрения случайно не попадали? Ну, попадали. А что? А мне нужно знать, выходила Бухарова из СИЗО три дня назад или нет? Выходила. Ее Кулакова выпускала, это старший надзиратель третьего блока. Слушай, капитан, вы ведь наверняка все снимали. Не могли бы сделать нам копию выхода Бухаровой? Не-не-не. Нет, старик. Дальше крутитесь сами. Ладно, я тогда больше не буду запросы посылать. А просто сам лично съезжу в СИЗО и опрошу всех сотрудников. Это что, шантаж? Нет, это приглашение к сотрудничеству. Так как? Ну, ладно. Будет тебе запись. Вера Сергеевна, а вы случайно не знаете, у Натальи Бухаровой были ли близкие отношения с кем-нибудь из ваших сотрудников? Ну, пока она здесь работала. Ну, вообще-то я сплетничать не люблю. Но у нее были отношения с нашим охранником, с Димой Мукановым. Так. А с убитым охранником? Что? У них тоже были отношения? Я не знала. Нет. Это я вас спрашиваю. Были ли у Бухаровой отношения с убитым? Да нет, вроде. Они обычно общались. Понятно. Вера Сергеевна, а вы мне подскажете, где я могу найти Муканова? Да. В бухгалтерии должны быть его данные. Пойдем, пойдемте. Когда Наташеньке лет десять было, отец ей подарил медальон с бриллиантом. Маленький такой, в виде ящерки. Вот с того самого медальона все и началось. И сейф он ей тогда же подарил, чтобы она туда свои будущие драгоценности складывала. А где сейчас этот сейф и медальон? Илья Николаевич, когда узнал, что Наташенька своего бывшего мужа ограбила, так рассердился, все кричал, что знать все больше не хочет. А перед тем, как в больницу лечь, собрал все ее вещи и на дачу свез. Вот там, в ее комнате, сейф стоит. И медальончик в нем. Муканов, значит, ваша фамилия. А зовут вас? Дмитрий Николаевич. Работаю охранником в музее. Ну, это я знаю. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Николаевич, а почему вы расстались с Бухарой? Вообще-то она со мной рассталась. Говорит, что я слишком правильный, а ей нравятся рисковые мужики. Понятно. А после того, как она с вами рассталась, она с кем-то из музейных еще встречалась? Встречалась. С Толиком-сохранником, которого убили. Значит, Бухарова риск любит? Да она вообще безбашенная. Мы с ней как-то ночью в музее. Ну, вы сами понимаете. Понимаю. А тут вообще меня достало. Давай, говорит, сигнализацию выключим и ожерелье возьмем. Зачем? Ну, хотел померить, потом назад положить. Ну, типа, это ее заводит. И вы сделали то, что она попросила? Ну, нет, конечно. Что я, дурак, что ли, инструкцию нарушать? А по ночам, значит, сексом в музее заниматься? Инструкция не запрещает. Спасибо вам, Дмитрий Николаевич. Да. Адвокат Бухарова и мертв. Поняла. Еду. Смерть наступила где-то пару часов назад. Отравили Гаврилова. Позже скажу, чем. Кто труп адвоката обнаружил? Домоработница пришла убирать и наткнулась. И ствол мы тут нашли. Думаю, из него охранника в музее завалили. Степаныч, дай-ка мне пинцетик. Возьми. Точно такой же накаток я видела у Бухаровой, когда мы встречались с ней в СИЗО. Кстати, у меня есть доказательство, что Бухарова в день ограбления музея выходила из СИЗО. Откуда ты это узнал? Службы собственной безопасности. Они там сотрудников СИЗО разрабатывают. Те забавки левые дела крутят. И даже выпускают на время заключенных. В общем, у меня есть копия видеозаписи, как Бухарова из СИЗО выходят и как возвращается. Да, Лен. А вот это уже интересно. Молодец, спасибо. В общем, у Бухаровой был роман с охранником убитым. Я думаю, что он-то ее и впустил в музей. За что сам и поплатился. Поехали. Надо проверить кое-что. Поехали. За этим пришла? Где ожерелье? Не дергайся! А то я поцарапаю твою симпатичную мордашку. Я еще раз приношу вам свои извинения. Да ерунда. Было время о жизни подумать. Спасибо вам. До свидания. Ага. Анатолий, извините, а можно еще один вопрос? Да, конечно. Пока. Пока. Вы случайно не знаете, где может ваша бывшая жена прятать ожерелье? Да, полагаю, в банке у моего друга Витьки Шиндера. А почему вы так уверены? Понимаете, Наташка при всей своей изобретательности крайне предсказуема. Со всеми мужиками, с которыми у нее были дела и отношения, она еще и спит. Витька Шиндер не исключение. Как-то по пьяни он проболтался, что она открыла в его банке ячейку по чужим именям. Ну, вот. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Алихова мужиками крутили. Правда, с Дмитрием Мукановым вышла небольшая неувязочка. Зато убитый охранник Толик полностью попал под ваше влияние. И даже, видимо, дал примерить ожерелье. А самое главное, вы увидели, как отключается сигнализация. За что бедный Толик и поплатился. Это не я, это Гаврилов его убил. Да. Толик вам открыл дверь, а убил его у Гаврилов. А когда вы почувствовали опасность, увидев меня в машине у двери СИЗО, вы убили Гаврилова. Вася, на, держи. Что это? Билет в театр. А, подожди, секунду. Да. Нет, извини, не получится. И завтра. Неужели это ожерелье оказалось в учебе? Увидимся. Да, банкир Шендер так испугался, что сразу все рассказал и показал. Садись, я тебе довезу. Да нет, спасибо, я как-нибудь сама доберусь. Лен, ну что опять случилось? У тебя были отношения с Виктором. Рассказала все-таки. Да, рассказала. А должна была ты? Я ничего никому не должна. Молодец. Подожди. Это случилось год назад. И с тех пор все, что связывает меня с Виктором, это только смерть моей Кати. Вот перед ней я виновата. Простить себя не могу. Лена! Лен! Лена! Можешь тебя на минутку? Ты чего? Оля, выходи за меня замуж. Горин, ты в своем уме? Я, да. Ну что, согласна? Можешь тебя на сайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Хорошо, до встречи. Татьяна, она работала вместе с моей сестрой в этой клинике. Ты со мной? Конечно. Поехали, поехали. Оль, я в этой клинике уже год не работаю, в декрете я. А когда выйду из декрета, в клинику больше не вернусь. Почему? У меня маленький ребёнок, он же требует много времени, сил. Ну, я понимаю, что это не главная причина. Таня, я тебе слово даю, что этот разговор останется только между нами. Около года назад клиника устроила акцию омоложения по супринистской цене. Эту программу успели пройти пять женщин. Им провели курс инъекций к какой-то новой омолаживающей сыворотке. То есть ты хочешь сказать, что эта сыворотка не была запатентована? Они её просто испытывали на этих женщинах, да? Да. Эту сыворотку, кажется, сам Волков и изобрёл. А кто такой Волков? Это владелец и главврач этой клиники. Таня, Катя знала об этой сыворотке? Катя? Катя не имела к этому вообще никакого отношения, да она и не могла иметь. Это же всё произошло уже после... После того, как Катя не стала. Так а что случилось с этими женщинами, которыми в колонии сыворотка? Даже понятия не имею. Волков никого не отпускал до этих пациенток. Ладно, если ты что-нибудь ещё вспомнишь, звони мне в любое время, мой телефон у тебя есть. Хорошо, договорились. Пока. Всего доброго. Ну что, а теперь пора к Реброву? На метро поедем. Хорошо, что дождь закончился. Плохо без машины. Осторожно. Я правильно поняла? Да, Реброва убили. Чёрт. В квартире всё перевёрнуто. Явно что-то искали. Я даже знаю, что. Не хочешь поделиться? Жена Реброва собирала компромат на клинику «Вечная молодость». Оля, если его жена была клиентом этой клиники, это ещё не значит, что... Я выясню это. Петя, запроси у мобильных операторов распечатки телефонов с мобильного Ребровой. И найди там некую Машу. Фамилия у Маши есть? Есть у Маши фамилия, только мы её не знаем. Отличные вводные. Ну так же целый год можно искать. Вася, наработай. Есть. Вдруг кто нашёл? Соседка. Дверь была открыта, она... Оль, я знаю, что твоя Катя работала в этой клинике. Ты соседку опросил? Пока нет, сейчас собирался это сделать, но... Вот иди и допрашивай. Да. Лина, а ты иди опроси жильцов, если кто дома. Угу. Ну что, Степаныч, давай рассказывай, как убивали, чем? Тряпку дай. Дед, мне кажется, что надо маме выйти замуж. С чего это ты взял? Я передачу по телеку смотрел. Там сказали, что одинокая женщина не может правильно воспитать своего сына. Накидной на 17, да? На 17? На 17. Не те передачи смотришь по телеку. Соседка ничего подозрительного не видела. Баженова где? Она ещё жильцов опрашивает. Ну, давай в клинику съездим. Других зацепок больше нет. Поехали. Дед, давай быстрее. Мне надо ещё ужин приготовить, пока мама не приехала. Не рано ли? Потом ведь мама может задержаться. Но только не сегодня. Она точно знает, что я сегодня для неё готовлю. А если она опоздает, я на неё отбиву. Ой, на маму. Обидишься? На маму никогда нельзя обижаться. Тем более, что у мамы работа трудная, опасная. Ты уж не маленький. Можешь уже соображать. Вот тебе сказанул, а? На маму он обидится. Иди, полок. Я тебя прошу, держи себя в руках. Соберись. Ты можешь всё испортить. Ты себе даже не представляешь, насколько я сомневаюсь. Запомни, это тогда меня можно было отодвигать. А сейчас я доведу дело до конца. Не надо со мной разговаривать так, как будто я в чём-то виноват. Ты отлично знаешь, что я тогда проверял эту клинику. Тщательно проверял. У меня не было ни одного факта. Слышишь, ни одного. Руку пусти. Да-да, вы идите. Добрый день. Здравствуйте. А я вас помню. Мы беседовали с вами около года тому назад, после аварии, в которую попала наша сотрудница. Да, прошу вас, присаживайтесь. На этот раз мы пришли с вами поговорить о вашей клиентке. Реброва Алла Васильевна. Помните такое? Ну, конечно, помню. Я помню всех наших пациентов. А, собственно, что случилось? Она пропала. Пропала? Да вы что? Ну, надо же, такая приятная женщина. Ну, я надеюсь, всё уладится, и вы её найдёте. Мы приложим все усилия. Павел Аркадьевич, скажите, а почему эта приятная женщина собиралась подать на вас в суд? Ну, видите ли, клиенты ожидают от нас чудо. А если его не происходит, то они считают себя обманутыми. Вот Алла зациклилась на паре морщинок, а общий результат не оценила. Но я думал, мы уладили наши разногласия. А можно взглянуть на её медкарту? Ну, конечно, можно, если у вас есть разрешение. Ну, сами понимаете, врачебная тайна. Значит, сотрудничать вы с нами не хотите. Нет, ну, чего же. Ну, вот, например, могу вашей коллеге устроить любую косметическую процедуру в качестве спонсорской помощи. Я подумаю. Хорошо. Ну, в таком случае, если у вас больше нет вопросов, то... До свидания. Всего доброго. Да, товарищ полковник. Горин, ты из Кирсанова ещё в клинике? Мы только что вышли. А откуда вы знаете? Оттуда. Чтоб через полчаса были у меня. И Баженова захватите. Есть, товарищ полковник. Похоже, мы кого-то сильно разозлили. О нашем визите к Волкову уже знают наверху. А когда Катю убили, кто приказал? Якушев? Якушев приказал мне не заводить дело. Но это не значит, что я ничего не делал. Я тоже пытался во всем разобраться. И в этой больнице я был. И всех Катяных знакомых опросил. Каких знакомых? Нет. Он что, тебе рассказал? Ты про Виктора? Я просто хотел помочь. Мне позвонили сверху и настоятельно потребовали, чтобы вы больше даже не совались в эту клинику. Ну, значит, там точно что-то нечисто, раз Волков зашевелился. Товарищ полковник, ну нельзя с него слезать. Вы сначала доказательства найдите, а потом уже действуйте. А как нам найти доказательства, если к клинике нельзя подходить? Горин, ты следователь? Или что? Найди как. Ладно. Давайте думать, что делать. А что, если туда внедриться? Ну, идея неплохая, только Волков и тебя и меня уже видел. Васин? Это не серьезно. А про меня вы забыли? Даже не думай, это может быть опасно. Почему? Я согласен с Кирсановой. А я не согласен. По-моему, у Баженова отличная кандидатура. Горин. Что Горин? Мы же ее не в банду собираемся внедрить, а в клинику красоты. Придет туда, скажет, что ей нужна операция, например, грудь увеличить. А для таких операций всегда нужна подготовка, обследование, там, анализы. Пока ее проверяют, она разнюхает, что там и как, что тут опасного? А если она не успеет ничего разнюхать, да, операция? Значит, скажет, что передумала делать операцию и уйдет. Ее же насилия никто, грудь, не заставит делать. А что, я согласна. Да. Ну, не на грудь, на внедрение. Ну, хорошо бы иметь еще рекомендации каких-нибудь влиятельных людей для полноды легенды. Клинк-то элитный. Ну, не вопрос, это я организую. Так, Лен, ты езжай домой, хорошенько отсыпайся, чтоб завтра голова была у тебя свежая. Хорошо. И, пожалуйста, в клинике никакой самодеятельности. Поняла меня? Поняла. Что-то еще? Я бы очень многое отдала, чтобы того случая с Вектором не было в моей жизни. Но, к сожалению, уже ничего не изменить. Оль, тебя куда-нибудь отвезти? Не знаю. Я нашел подругу Ребровой Аллы, Машу, вернее, ее сестру Карину, по распечатке с мобильника. А Маша сама где? А, ну, я к ней ездил, но ее нету дома, и соседи ее уже несколько дней не видели. А, кстати, Александр Геннадьевич, адрес Карины я скинул вам на почту. Ты спрашивал, куда меня отвезти? Поехали. К сестре этой неуловимой Маше. Слушай, Петь, а правда, что у каждого настоящего опера должен быть набор отмычек? Ну да. А доложишь ненадолго? Да, держи. Покажешь, как пользоваться? Угу. Конечно. Игорушка, мама звонила. Она сегодня не приедет. Иди спать. Вот когда вырасту, ни за что не стану полицейским. Игорушка, ты уж не маленький. Ты уже можешь понять. У нее работа такая. Я не хочу, чтобы мой сын понимал про мою работу. Пусть у него будет нормальная семья. Игорушка, Игорушка, ну ты, Игорушка. Карина, мы знаем, что у Маши серьезная проблема. Мы очень хотим ей помочь. Скажите, где она сейчас может быть? Я не знаю, мы не общаемся. То есть, если с вашей сестрой что-нибудь случится, то вам будет все равно? Я вас правильно поняла? Я не знаю, ты, Маша. Все дело в клинике красоты, да? Но я же вижу, что вы что-то знаете. Все дело в главврачей этой клинике. Я права? Карина, послушайте. Если ваша сестра даст показания, то мы реально сможем привлечь Волкова к ответственности. У него такие связи, ничего вы не сделаете. Да не таких сажали. Скажите нам, где Маша. Мы к ней съездим. Я вам уже сказала, я не знаю, где она. Извините, мне пора ложиться спать, я рано встаю, режим. Вы знаете, если мы не можем найти вашу сестру, то это совершенно не означает, что этого не сможет сделать Волков. Вчера пропала еще одна пациентка, Алла Реброва. А сегодня убили ее мужа. Мне добавить нечего. До свидания. До свидания. Что, думаешь, она знает, где сестра? Да уверена. Вася, ты уже дома? Да, Таня. Давай мчи сюда. Строительная 17. Я поняла. Я скоро буду. Вася, нужно мчиться. Оставлю его здесь. Посмотрим, чем это нам поможет. Ладно, давай дождемся его. Мне еще по делам нужно съездить в одно место. Ага. Отвезешь? Конечно. Пойдем. Витя. Витя. Я полдня ждала тебя. Думала, ты уже не придешь. А с телефона у тебя что? Понятно, надо было позвонить. Извини, что нарушила твои планы. Постой, постой. Все, пожалуйста. Ты ничего не нарушила, успокойся. Я три часа пытался тебе дозвониться. Зачем? Затем, что я тоже весь вечер просидел у тебя во дворе. Я не могу без тебя. Батарейка села. Все забудем? Батарейка села. Батарейка села. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Извините, что не в квартире. Ребенок только заснул, а муж пришел с работы ужинать. Ну, так что... Ну, Таня, не оправдывай, если все хорошо, что ты хотела рассказать? Я ничего не вспомнила о тех девушках, которым водили непроверенные инъекции, но я очень хорошо вспомнила день, когда погибла твоя сестра. В общем, в тот день твоя Катя была в хорошем настроении. Мы пошли пить чай в комнату для медперсонала. Так. А там работал телевизор. Шли новости. Так. Показывали сюжет, как какого-то крупного бизнесмена взорвали в машине на Кутузовском проспекте. И что? Когда показали труп, Катя аж подпрыгнула. И все время говорила, нет, этого не может быть, это не он. Потом побежала искать Руденко. Все, больше я ее не видела. Руденко? Знакомая фамилия. Кто это? Пластический хирург. Катя ему ассистировала. А где сейчас этот хирург? Адрес знаешь? Знаю. Тройкуровское кладбище. Где-то через месяц он утонул. Поехал на рыбалку и не вернулся. Таня, ты сказала, что Катя кого-то узнала по телевизору, но была уверена, что это какой-то другой человек. Почему? Я не знаю. Не знаю. Оль, мне идти надо. Ребенок и... Да-да, конечно, иди. Спасибо тебе. До свидания. Пока. До свидания. Я помню, кого тогда на Кутузовском зарвали. Золотарева. Серьезный был тип. За ним столько всего тянулось, что и на десяток голов хватило бы. Да, я тоже помню, вся Москва на ушах стояла. Кстати, дело-то раскрыли? Да, он под статьей ходил. Мог многих и за собой потянуть. Вот и убрали. А если взорвали не его? Оль, кого там только не было. И ФСБ, и прокуратура. Думаешь, они не раскопали бы? А если кому-то была выгодна эта инсценировка? И не только Золотареву? Ну, тогда нам и шагу не дадут сделать в этом направлении. Отвези меня домой. Ольга Ивановна! Ольга Ивановна! Здравствуйте, мне дежурная сказала, что вас еще нет. Я решила на улице подождать. А вчера вы были менее разговорчивы. Простите меня. Я просто за сестру очень переживаю. Вот. Адрес, по которому находится Маша. Это дом наших знакомых под Серпуховым. До свидания. Горин, привет. Ты где? Слушай, надо бы под Серпухом смотаться. Да понимаю я прекрасно, что это не ближний свет. Ну что делать? Короче, ты поможешь мне или нет? Нет. Все. Хорошо. Я жду тебя у дежурки. Пока. Алло, это я. Ты сегодня раньше не освободишься? А то он сын скучает. Не знаю, пап. Дел полно. Сейчас я еду в Серпухов. Слушай, она опять что-то задевает. Ничего. Сейчас я еду в Серпухов. Серпухов? Не волнуйся, я гарантирую. Ладно. Знаю, знаю. Мне звонил генерал Потапов. Просил все устроить в лучшем виде. Это не то, что вы подумали. Мы просто знакомы. Так я ничего такого и не подумал. Но проходите, проходите. Присаживайтесь. Благодарю вас. Спасибо. Когда мы можем сделать операцию? А мы сейчас с вами посмотрим. Минуточку. Так. Что у нас тут? Вот. Вот. Ближайшее, что могу предложить, это в понедельник через два дня. Ну, если это вас, конечно, устроит. Да это было бы просто замечательно. Ну и прекрасно. Тогда оформляйтесь сегодня, полежите у нас эти два дня. Мы возьмем анализы, проверим общее состояние, выявим противопоказания. Ну, если, конечно, такие существуют. Кстати, вместе с грудью мы можем подтянуть вам и бедра. Мне казалось, у меня нормальные бедра. У вас прекрасные бедра. Но мы можем сделать их просто идеальными. Ну, знаете, идеального ничего не бывает. О, вот тут вы ошибаетесь. Именно для того и существует наша клиника, чтобы делать из просто красивых женщин. Идеально красивых. Ну, будем считать, что это комплимент. Спасибо, Павел Аркадьевич. Да не за что, ну что вы. Тогда советую вам посетить сауну, бассейн, кабинет релаксации. Все включено. Спасибо. Вы, главное, не переживайте. Все будет хорошо. Спасибо. Не за что. Неужели Аллу тоже убили, как ее мужа? Тело не найдено, поэтому мы ничего пока сказать не можем. Я когда Волкову сказала, что в суд пойду, в тот же вечер на меня напали. А как вам удалось уйти? Мне повезло. Во дворе мужики выпивали. А меня, когда уже стали в машину затаскивать, мужики вмешались. Да. Вам действительно повезло. Повезло. Посмотрите на мое лицо. Молодой хотела быть. Дура. Видите, что получилось? А мне всего 32. Знала, что бесплатный сыр только в мышеловке. Вот мы и стали для Волкова подопытными крысами. Ваше самое главное, что вы живы. Поэтому нам нужны ваши показания против Волкова. Да. Я жива. И пока еще хочу жить. Даже с таким лицом. Поэтому я вам ничего не скажу. Но это не гарантирует вам безопасность. Волков вас так просто не оставит. Вы, как живое доказательство его опытов, вы представляете угрозу для его бизнеса. Если вы найдете хоть что-нибудь на него и предъявите им обвинение, тогда я дам показания. А так, извините. Я все сказала. Вы очень похожи со своей сестрой. Ладно. Пока ничего не предпринимайте, оставайтесь здесь. А мы постараемся сделать так, чтобы возле вашего дома подежурил патруль. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Девушка, вы что-то хотели? Да, я хотела бы поговорить с доктором Волковым. Он уехал. До завтра его уже не будет. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, у меня ничего существенного. Просто хотела в очередной раз проконсультироваться. Я завтра сама к нему зайду. До свидания. До свидания. Что случилось? Сейчас взглянем. Ну, что? Не знаю. Наверное, бензонасос накрылся или еще что-то. Сразу трудно определить. И что делать? Механик нужен. Замечательно. Оля, ну что-то всякое бывает. За ночуем в гостинице, а завтра, если поломка небольшая, быстро починим и поедем домой. А если большая? Ну, поедем на автобусе. Что ты переживаешь? Завтра все равно выходной. На службу не надо. Превосходно. Я всю жизнь мечтала провести свой выходной в провинциальной гостинице. Ну, хорошо. Если хочешь, давай спросим у кого-нибудь. Идут здесь автобусы в Москву или нет? Ладно, давай тормози кого-нибудь. Узнавай, где тут механика найти. Я голодная такая. Надо перекусить где-нибудь. Скажи мне, Борин, а ты веришь в то, что мой отец мог бы угрожать Якушевым компроматом, чтобы ты дело не заводил, когда моя Катя погибла? Оль, не пей больше, тебе хватит. Правильно. Я тоже не верю. А он мне сам об этом сказал. А еще сказал, что Катя ему звонила перед смертью. Ну, типа, знаешь, такое предсмертные записки, мол, она знает обо мне с Виктором. И выходит эта авария из-за меня. Оль, ну что за чушь ты несешь? Вот именно чушь. Ему просто надо, чтобы я в это дело не лезла. Ну, правда, для этого пришлось делать мне больно, но ничего, его тоже можно понять. Одну дочь он уже потерял. Все, хватит. Ты больше не пьешь. Дай сюда. Если Катю убили, я эту клинику нахрен разнесу. Правильно. А что он говорит? А может, будем наслаждаться жизнью, а? Давай, вставай, там и приглашают кавалеров. Оля. Подъем. Оль, прекрати. Черт с тобой. Горин. 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 Кутока. Давай к нам, а? Иди, иди к нам. Ой, ну хватит, всё. Давай. Ну, слушай, мы не ловим, не ловим. Жека, встань! Жека, вали! Ловим, не кайф! Бари! Ты чего там не понял? Горин, давай! Горин, давай! Все, 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 все. Давай сюда. Горин, ты супермен, Горин, ты супермен, вы все видели, я супермен. Нам нужно, да и молодец, фокус, саксофон. Горин, ты бросишь ума. Ключик. Спасибо. 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 Я тебя внизу подожду. Спасибо. Спасибо. А? Благодарю. Оля! Молчи. У меня вчера был стресс, я много выпила, так что не надо никаких объяснений, вообще ничего не нужно. Ничего не было, понятно? Понятно, понятно, я просто хотел сказать, что все в порядке, машина готова, можно ехать. А что с ней было? Ничего особенного, просто предохранитель в коробке, электрораспределитель сгорел, вот и вся проблема. Поехали. Я сама. Хорошо, хорошо. Слушай, я все о Золотареве думаю. А что, если Руденко с Катей сделали ему пластику лица и их устранили как свидетелей? Ну, а почему Волков тогда до сих пор жив? Очевидно, он еще нужен. Пластика, это же дело такое, ее же поддерживать надо. Хорошо, предположим, Золотареву изменили лицо, но как объяснить то, что в сгоревшей машине на Кутузовском идентифицировали труп Золотарева? Горин, у нас за бабки можно сделать все. Я чую, что Золотарев жив. Гуляет сейчас где-нибудь себе по Лондону. Да, Лен. Привет. Получила? Да, документы получила. Ты что, была в кабинете у Волкова? Да, но не волнуйтесь, никто меня не заметил. Я там нашла координаты еще трех женщин, которым вкололи эту сыродку молодость. Хорошо, мы встретимся с ним. Мы уговорим дать показания против Волкова, так что ты можешь выписываться. Ну, можно я еще побуду здесь немножко? Посмотрю, поговорю с кем-нибудь, послушаю. Ну и вообще, в бассейн хочется. На массаж ходить? И может, на грудь созрели? Я шучу. Ладно, оставайся. Только никуда не влезай. Ладно? Обещаю. Лена нашла координаты еще трех женщин, которым кололи сыворотку молодости. Так что давай прокатимся к ним. Нет, я отвезу тебя домой, чтоб ты выспалась. А к этим женщинам я с Васиным съезжу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А, вы Алла Васильевна Вереброва? Да. Помогите мне! Помогите мне! Да-да, сейчас, сейчас, сейчас. 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 Сейчас, сейчас, сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А, алло, Вить, это я, молчи, слушай. Мало времени, батарея садится. Найди Ольгу, скажи, я в клинике. Я нашла Аллу, нас заперли в комнате. Пом, алло, алло! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чего тебе? Звонила Лена, она в клинике. Её заперли, у неё телефон сел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Горин, быстро! Хватай оперов, группа захвата, кого угодно. Лену вычислили, я в клинику. Дуй туда! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нас не успеют спасти. Волков нас убьёт. Мы не нужны им, живые! Неволодец, нас обязательно не ойдёт. Ничего с нами не случится. Лучше расскажите, как вы здесь сказали, что с вами произошло. Нас было пять человек, кому Волков колол сыворотку молодости. И вместо омоложения начали стареть? Не сразу. Год было всё прекрасно. Я действительно стала выглядеть моложе. А потом резкий обратный эффект. Причём очень быстро. Волков обещал сделать нейтрализатор. Не сделал? Не смог. Я пригрозила судом. Волков испугался и похитил меня. Он не убил меня только потому, что хочет испытать этот препарат на мне до конца. Сволочь. Вы к кому? Вы из полиции. Где вы их удерживаете? Где они? Я не понимаю, о чём вы говорите. Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. Вы в этой так называемой клинике удерживаете двух девушек. Где они? Женщина, я не понимаю, о чём вы говорите. Я молю полиции. Руки убери, а! Где они? Там. Ну так показано. Бегом! Вперёд! Сюда? Да, это здесь. Лена, вы здесь? Здесь, мы здесь! Ключи! У меня нет, я её в подсобке оставил. Отойдите от двери, Лена! А вы поняла! Сюда, 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 скорее! Скорее сюда! Отошли! Да, отошли, Ольга Ивановна! В сторону! Стоять здесь! Спасибо! Ты как? Всё, 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 всё хорошо. Как вы? Идти сможете? Не волнуйтесь, уже всё закончилось. Можно не торопиться. Положите пистолет на пол. Зачем же? Нам всё равно сейчас придётся проехать в отделение. Ценю же чувство юмора. Пистолет на пол, я сказал. Если вы меня не будете слушаться, то вот он выстрелит, скажем, вот в неё. Поздравляю, правильное решение. Зачем брать грех на душу? Ну, всё, заканчите с ним и пойдём. Мало ли кто сюда ещё может. Смири! 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 Ты как, нормально? Не поверишь, Горин. Первый раз в жизни, рада тебя видеть. Надеюсь, не последний. Ствол! Давайте, уводите этих. Встаём, пошёл! 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 Ну, с сывороткой вашей всё ясно. Пострадавшие пациентки дадут показания. Эксперты докажут, что сыворотка вредна для здоровья. Ну, а дальше всё по списку. Похищение человека, убийство, попытка убийства. В том числе и полицейского. Ну, всё, всё, всё. Хватит, хватит уже. Не нравится? Где скрывается Золотарёв? Кто? Золотарёв? Он мёртв. Так, значит, сотрудничать мы не хотим. Хорошо? Тогда я завтра же солью всю информацию журналистам о том, что Золотарёв не погиб, а живёт себе припеваючи с другим лицом. И сообщу им, что всё это я узнала от вас. Ну, зачем? Зачем? Так-то? Вы ведь не убийца. Ничего. Ради вас я нарушу свои правила. Ну, я клянусь, я не знал. Я не понимаю, чем я могу помочь. Но никаких документов, как вы понимаете, в клинике не сохранилось. А если подумать? Ну, я могу составить приблизительный фоторобот нового лица Золотарёва. Вот. Уже лучше. Господи, ну зачем? Зачем? Зачем вам Золотарёв? Вы хотите отомстить за свою сестру? Так я вам не советую. А я в твоих советах, мразь, не нуждаюсь. А вот в том, что ты причастен к убийству Кати, я докажу. Вы ошибаетесь, Ольга Ивановна. Как же вы сильно ошибаетесь. А вы ещё здесь? Да, мы думали тебя подвезти. Не надо, я сама доберусь. Ольга Ивановна, всего доброго. Ты молодец, Ленка. Хорошо поработала. Ну, за твою самодеятельность я тебе в понедельник вставлю. Фоторобот нового лица Золотарёва. Уже лучше. Господи, ну зачем? Зачем вам Золотарёв? Вы хотите отомстить за свою сестру? Так я вам не советую. А я в твоих советах, мразь, не нуждаюсь. А вот в том, что ты причастен к убийству Кати, я докажу. Вы меня подставили. Вы знали, что вашу дочь заказали. Я не ору, я... Ольга раскопала, что её гибель связана с покушением на Золотарёва. Да я не ору, я не ору, я... Ольга вышла на Золотарёва. Другого выхода нет. Тебе придётся это сделать. Иначе она таких там дров наломает. Звони прямо сейчас. Улья, я к тебе. Ты что, Горин, меня на чай хочешь пригласить? Мне Егор звонил. И что? В гости пригласил. А точнее, он просил, чтобы мы вместе приехали и торт шоколадный купили. Ну вот, случилось то, чего ты так боялся. Мой сын успел к тебе привыкнуть. Я не этого боялся. А чего? Того, что этого ты не примешь. И что делать теперь? К Егору ехать? Ну, раз уж вы за меня всё решили, в таком случае я никакой ответственности за последствия не несу. Какие последствия? За любые. Да, слушаю. Оля, это я. Оля, я прошу тебя, не ищи Золотарёва, пожалуйста. Что с тобой, Варь? Кто звонил? Катя. Это была моя Катя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»